Ну что, друзья, ну что, друзья, вот и оно, вот и оно, великие дебаты Ежа Сармат против Андрея Рудова, возможен ли успешный опыт социализма, возможен ли успешный опыт социализма, поехали. Приветствую, приветствую. Здравствуйте, сейчас мы все настроим, погодите, одну секундочку. Блядь, они из-за Ежи в скайпе общаются, я понял, тупо из-за Ежи, понимаете, вся проблема в том, что Ежи не умеет общаться не в скайпе. Блин, ладно, уже смешно. Вот, буквально, и все, как оно и было раньше. Не, ребят, чтобы состоялась какая-то дискуссия, на мой взгляд, нужно, как бы, хотя бы не в скайпе это делать, уже, уже, как бы, вот на этом уровне. Добрый вечер, господа, добрый вечер всем, кто с нами, добрый вечер всем, кто нас смотрит, приветствую вас. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Первая часть наших дебатов, это позиции наших уважаемых гостей, позиции на 10-15 минут, каждый из вас будет свою позицию высказывать перед нашими уважаемыми зрителями, перед аудиторией. Я предоставляю первое слово Андрею, прошу, у вас есть 15 минут на вашу позицию по... А мы не будем кидать планетку. Нет, в этот раз судьба, это я, это я, ваша судьба. В этом стриме... Орел, решка, лестник, дурь. Прошу, Андрей, вам первое слово. Окей. Да, добрый вечер. Но я сразу бы хотел сказать, что набор аргументов в сегодняшней дискуссии с обеих сторон более-менее предсказуем. Я знаю, что будет говорить Евгений, я примерно представляю, что он будет у меня спрашивать, Евгений наверняка представляет, что буду говорить я, ну... Так по-хорошему вы должны были обменяться аргументами друг друга и готовить вопросы, и вопросами тоже обменяться. Но это если по-хорошему готовиться к дебатам. То есть, если вы не просто похайпить пришли, по-хорошему надо предподготовку делать с обеих сторон. Вот все. Вот так вот. Ну ладно. Ну просто потому, что его работа, это отсмотр моих видео. И в этом плане он, конечно, дублирует работу сразу нескольких сотрудников ФСБ и Центра Э. Ну и вряд ли мы, конечно, сдвинем в ходе этого стрима свои позиции, но, как любые дебаты, этот диспут проводится в первую очередь для публики. И для сравнения точек зрения, то есть кто есть кто. Ну, собственно, к теме. Возможен ли успешный опыт социализма? Как бы очевидно, что такой опыт не просто возможен, но и в известной степени уже был. И отрицать возможность успехов социализма, это значит отрицать, ну, как минимум исторический опыт и факты и тренды дня сегодняшнего. Но прежде чем говорить об историческом опыте и о трендах, я как бы хотел определиться в терминах и критериях. То есть что есть социализм и в каком случае его можно считать успешным. Ну, то есть я не знаю, насколько местная аудитория глубоко погружена в тему, но как бы скажу на всякий случай, что в ленинском понимании социализм есть некая переходная стадия между капитализмом и коммунизмом. Стадия, на которой остаются еще многие пережитки старого общества, будь то товарно-денежные отношения, необходимость широкого применения человеческого труда. Да, определенное имущественное неравенство, потому что действует принцип от каждого по способности, каждому по труду. То есть каждый, кто сколько наработал, тот столько и заработал. Предсказуемо, но вполне четко, да. Остается государство в виде диктатуры пролетариата. И в общем-то Ленин, вот я сейчас даже цитатку найду, соответственно, в общем-то Ленин описал стартовую позицию социализма как государственно-капиталистическую монополию, обращенную на пользу всего народа и поскольку переставшую быть капиталистической монополией. Поэтому, когда Евгений на стримах говорит о том, что ой-ой-ой, в Советском Союзе не было социализма, был государственный капитализм, выходит такая словесная эквилибристика. То есть, потому что социализм на первых своих стадиях как раз и является государственным капиталистическим... С Рудым согласен. Ну, то есть, Ежи специально меняет несколько понятий. Ну, то есть, ему, видимо, очень хочется, чтобы опровергнуть социализм, да, чтобы опровергнуть социализм, ему хочется, в общем, исказить его определение, дать ему чрезмерные требования в данном случае. Здесь, наверное, Рудой больше прав. Капитализм, ну, просто как бы обращенным на пользу народа. И именно такая форма общественного устройства как раз и установилась в Советском Союзе, ну, по крайней мере, на протяжении части его истории. Условно, такая форма установилась сейчас и в Китае. Тоже переход от капиталистической, да, системы коммунистической. Ну, вот он даже сейчас, на самом деле, ну, несмотря на то, что Китай крайне капиталистичен, да, и встроен в капиталистическую систему, несмотря на это, он все равно может быть некой переходной ступенью. Тут такое определение, что под него попадает буквально почти все. Так что такое. Определение классическое, к сожалению или к счастью. Было в других соцстранах, по крайней мере, европейских. Да, можно и нужно говорить о куче недостатков этой системы, там, перекосов. Собственно, даже в левых кругах идет дискуссия, был ли это полноценный социализм, или это была борьба за социализм, или это был мутантный социализм, или это было деформированное рабочее государство. Но факт остается фактом. То есть социалистическая основа у этого общества, у этого проекта была, поскольку это была государственная монополия, обращенная на пользу народа. Ну, и, соответственно, в дальнейшем своем развитии... Я единственное, что не понимаю, почему у Росова на стримах всегда игры какие-то идут позади. Это что, пятая цива, или что это? Просто немножко странно смотрится, то есть он то ли это играет, то ли это записи игр его, то ли еще что-то. На мой взгляд, немного странно и отвлекает внимание, к сожалению, от основного контента. А, Total War 2 пишет, во. Просто проблема в том, что у Росова интеллектуальный контент, действительно интеллектуальный контент, то есть исторический контент. А на фоне какие-то игрушки постоянно играют. Алистер пишет, Росов просто играет. Ну, если он играет, это просто плохо тогда. Ну, то есть вместо того, чтобы слушать дебаты и вести их, Росов играет. Это не круто. Но пишут, что это все-таки записи игр, это запись его игр. Ну, запись его игр это окей. А, Росов играет до стрима, а потом показывает запись. Вот что пишут. Блин, ну хотя бы не на стриме играет, уже неплохо. Я так и понял, что не на стриме играет, потому что вроде бы он сосредоточен. Но тогда просто фон немножко меня отвлекает, например, от прекрасного лика Рудова. Рудой молодец, на мой взгляд, пока что. Пока что Рудой молодец. Социализм уже переходит в коммунизм, как бесклассовое общество. И, собственно, зачем я все эти вводные даю? Есть ли такая государственно-монополистическая система, обращенная на пользу трудового народа? Неважно, да, пускай с теми или иными перекосами, отклонениями, ошибками, как это часто бывает в жизни. Есть ли такая система? Не, Ингарин начал он правильно. Он начал правильно и начал с правильного. Потому что я напомню, что тем дебатов звучит, возможно ли успешный опыт социализма. Тема поставлена таким образом, что, ну, якобы подразумевается, что невозможно. И первым же своим тезисом Рудой говорит, что нет, возможно. Вот, смотрите, у нас определение есть. Смотрите, у нас вроде бы соответствие этому определению и действительности есть. И теперь Ежи нужно крыть, по сути. Понимаете? Он, наоборот, начал с того, с чего нужно, не уходя в какие-то далекие-далекие-далекие дебри от темы. Тема поставлена так, что, конечно, Рудой, ну, отчасти сейчас, может быть, и в минусе. То есть, ну, она поставлена против него, да, буквально против него. Но он нормально выходит. Система устанавливается. Если она существует продолжительное время. Джон Дуэй пишет, другая проблема дебата в том, что Ежи тоже считает, что построение социализма возможно. Ой. Если она демонстрирует... Окей. All right. ...каконность к экономическому росту, всестороннему развитию человека. Если она, ну, в целом, дает научный, культурный, социальный рост, то, естественно... Ну, тогда кто-то неправильно составил тему дебатов. Это уже другой вопрос. Можно назвать ее успешной. Конечно, для людей, которые просто хотят тупо набивать свои карманы и, там, свысока глядеть на плебс, такая система для них, наверное, будет неэффективной. Но, извините уж, не для таких людей строится социализм. И, в общем-то, для начала об успехах социалистических систем прошлого. Вот тут вот у меня есть график, ну, я думаю, вам видно будет. Это график экономического роста Советского Союза. Ну, то есть, Советский Союз, несмотря на санкции... Повыше, пожалуйста, повыше. Он не виден. Да, повыше. Да, еще чуть-чуть повыше. Соответственно, Советский Союз, несмотря на санкции, несмотря на войны, несмотря на неблагоприятную окружающую, так сказать, конъюнктуру, все равно демонстрировал устойчивый экономический рост. То есть, это у нас не показатель эффективности, это не показатель успеха. Мы можем посмотреть там на данные роста германской демократической республики, которая безо всякого там плана маршала... Так, Максим, можно было бы поставить вопрос об эффективности, если речь идет об эффективности, понимаете? Тогда бы следовало начинать с другого. Тогда и правда следовало бы начинать с того, что сказал наш зритель Ингарин в данном случае. 50-е, 60-е, 70-е годы порой показывало лучшие результаты, чем ее западная соседка. Не, клево, конечно, что он показал на этом маленьком-маленьком экране замечательные графики, это, конечно, круто, но прошу прощения, это плохой ход в данном конкретном случае, никто ничего не увидел. Это тоже, наверное, не показатель эффективности. Это буквально то же самое, если бы Ежа сказал, у меня есть такие графики, показал бы их у себя там на экране, но при этом видео бы не вывел, потому что Ежа не выводит видео. Абсолютно солидарная ситуация была бы в данном случае, абсолютно. В общем, у меня тоже есть графики. Но, в общем-то, не только в экономическом росте дело. То есть мы можем посмотреть на данные по социальному расслоению и увидеть, что... Да-да-да, пруфы подъехали, но вот-вот, да, Еж Сармат тоже, да-да-да. Короче, короче, вот, я показываю вам графики, ребята, у меня полный набор графиков. Смотрите, видите графики? И я не вижу. В Советском Союзе один процент самых богатых людей обладал тремя-четырьмя процентами национального дохода. Обратите внимание, как разительно отличаются данные в Российской империи, в Советском Союзе и в современной России. Ну да. И причем такая ситуация была в целом по всем социалистическим странам. То есть мы можем взять графики по европейским социалистическим странам и увидеть, что, например, Венгрия и Чехословакия даже обогнали Советский Союз по уровню равенства. То есть там одному проценту самого, ну, богатого в кавычках населения принадлежало всего два с небольшим процентом национального дохода. То есть это не показатель успешной борьбы с неравенством. Это не показатель. То есть, причем когда Евгений... Ну, тут проблем просто начнется с того, что я же начнется говорить, а зачем нам вообще равенство? К чему нам это равенство? Для чего оно нам? Тут пишут, ну, формат Рудому не позволяет показывать графический материал, а вот сослаться на источник ему бы стоило. Абсолютно согласен. Тут лучше бы он ссылался на источник, на книгу, вместо того, чтобы тыкать еле видимым графиком. Хотя, ладно, график вроде бы очевидно, как бы там. Ну, он очень простой. То есть вот так, вот так и вот так, да? Да, типа, империя, СССР, равенство максимально. И вот здесь вот так вот, типа, повышается. Окей. Неплохо, неплохо, на самом деле. Все равно видно. Приветствую, Сергей, да? Приветствую, друзья. Приветствую, Вячеслав. Всех рад видеть. И на стримах рассуждает о том, что вот, дурократия, это был новый класс. Она всех эксплуатировала, присваивала себе богатство. Ну, мне становится просто смешно, потому что номенклатура, она, конечно, превратилась в привилегированный слой. И чем дальше, тем он был привилегированней. Но мало того, что номенклатура не обладала собственностью на средства производства. Мало того, что она была достаточно серьезно стеснена. По-моему, там почти равно. Там по 20 косарей у каждого. Вообще, я выскажу сейчас заранее. Я вчера уже говорил об этом. Я вчера уже об этом говорил. О том, что решать победителя в дебатах с помощью денег, это показатель скорее плохих дебатов, чем хороших. Вот, как бы я вот, 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 что я выскажу в данном случае. То есть, здесь речь идет не о хорошем споре, не о качественном споре, а о том, кто больше бабок загребет. Кто, кто больше бабок задонатит. Ну, то есть, если бы я с кем-то спорил в таких дебатах, по-моему, победитель был бы очевиден. И это почти в любом случае был бы не я, потому что я, например, не очень популярный стример. Если что, я удивляюсь тому, что Ежи вообще смог продержаться, что коммунисты не передонатили Ежи Сармата в данном случае. Может быть, Ежи сам донатил, как бы. Я не знаю, что победить. Тут такое. Так она еще, как мы видим из графиков, она не присваивала себе значительные части общественного богатства. Но, собственно, не надо говорить о том, что люди были равны какой-то нищете. Я могу предоставить еще график. Это данные о национальном доходе в СССР на душу взрослого населения по отношению к странам Западной Европы. То есть, во-первых, мы видим, что в советское время неравенство в доходах между Россией и Европой сокращается, да, ну, то есть, если Европу за 100% брать, за счет мощного экономического рывка. А, во-вторых, мы видим, что доход... Егор пишет, ну, тут, получается, борьба за мнение зрителей, которые рублем голосуют. Да тут просто один зритель проголосует несколькими тысячами рублей, как бы возьмет, 30 закинет и все, как бы Ежи победил, например. Или Рерудой победил. Ну, например, например, да. Тут как бы проблема о том, что много неравных людей получится. Вот Рудой говорит о равенстве сейчас, а ситуация в России такова, что у нас есть некоторые люди, меритократы такие, особые, особые привилегированные меритократы, которые могут все это раздавить буквально одним шагом. На жителя СССР составлял, ну, по большей части 60-70% от дохода западноевропейца. Да, буквально один шейх и до свидания. ...с лишним процентов, как во времена поздней Российской империи, или как, я не знаю, в 90-е годы. Это огромный рывок вперед по сравнению с нищей, отсталой Российской империей. Или это все тоже, как бы, показатели отсталости, неуспешности, неэффективности. Кстати, те, кто говорит, что в Советском Союзе, как бы, у людей были деньги, но они на эти деньги не могли ничего купить. У меня еще есть куча графиков по потреблению в Советском Союзе. И вы удивитесь, но в 80-е годы Советский Союз там догнал по многим показателям пищевого, допустим, потребления. В Великобританию, например, по мясу. Ну, 80-е норм, окей, да, серьезно, нормально. И мы, вот, буквально в 10-е годы дошли до показателей дефицитного 1990-го года в плане потребления многих продуктов. Вот. Или это тоже не является некими показателями успеха. Ну, я могу бесконечно перечислять достижения советских стран в области образования, науки, медицины, культуры и так далее. На это не хватит никаких ни 10, ни 15 минут. Приветствую, сколько здесь нет. Ну, то есть страны, перешедшие на плановую экономику. Давайте еще, наверное, ускорим, а то мы реально никогда не досмотрим. Хотя бы полтораху. Очевидно, добивались гигантских успехов. И вопреки санкциям, вопреки давлению извне, и противодействию, и так далее, и так далее. Отдельно хочу заметить, это, кстати, важный момент, что чем более развитой страна была на момент прихода коммунистов к власти, тем успешнее будет опыт ее социалистов. Ну, мы сейчас посмотрим, Никита. Сейчас идут вступительные аргументы, потом, ну, посмотрим. ...этического строительства. То есть, и это вполне согласуется с теорией Макса. То есть, одно дело дико отсталый постколониальный Вьетнам, другое... Ну, кстати, я считаю, тот, кто первый, тому тяжелее изначально. Отвечать проще. Тот, кто отвечает, может даже, особенно если они не видели тезисы друг друга, если они не видели тезисы друг друга, тот, кто первый, он просто зачитывает свой текст, воспроизводит текст. А второй человек может взять и выдумывать, как бы, ну, выдумывать по отношению к тому, что уже было сказано. Может корректировать свой текст и изменять его в более сильную сторону. То есть, второму в дебатах проще. Он может построить свой ответ как раз в качестве ответа, а не в качестве заготовленного текста. Отчасти заготовленный текст, а отчасти уже как-то бить. Бить противника. Приветствую, смысл ясен. Бить противника по его основным точкам. И потратить на это 10 минут, да, из 10 минут отведенных. Это сильно. Первое дело бывшей Российской империи, и третье дело, ну, какая-нибудь Восточная Германия. То есть, я не знаю, с чем это сравнить, как, например, там, навороченный софт ставить на компьютеры. На старом компьютере он вообще абсолютно не потянет. На компьютере более, там, новом он уже тянет, но с лагами, ну, с лагами и там, с висаниями и прочим. А на еще более новом компьютере программное обеспечение идет уже более-менее хорошо. И тут я во многом, кстати, соглашусь с аналогием, да. Аналогия с компьютером. Толем Вассерманом, который говорит о том, что многие проблемы... Если что, я записываю все, что сейчас происходит, на всякий случай. Скорее всего, выложу просто шестичасовую версию, или сколько мы там будем это смотреть. ...строительство социализма в 20 веке упирались в техническую неподготовленность стран, в которых, собственно, социализм строился. Но даже если в такой, может быть, незавершенной бета-версии социализм демонстрировал возможность успешно реализовываться и развиваться, то что будет с социалистическим строительством в условиях 21 века на новейших технологиях? То есть, ну... Неизвестно. Что будет, непонятно пока. Интересно, что будет. Да, мне тоже. Вы понимаете, я натурально прифигел, когда увидел новейшие системы планирования, типа Winnom, где показатели, все загрузки мощностей, работа каждого оборудования, подразделения, предприятия выводятся в виде 3D-модели. Более того, все это великолепие автоматически анализируется, и результаты, и какие-то недостатки этой системы, недозагруженность, или перегруз, или еще что-то, все это выдается в автоматическом режиме. Сейчас развиваются облачные сервисы, типа Wirege, которые позволяют объединить в единую инфраструктуру квартиры, дома, предприятия, улицы, города. То есть, этого всего в 20 веке не было. И сейчас возможно управлять этим всем из единого центра. Вообще, в целом, развивается интернет вещей. Развивается роботизация, цифровизация, развиваются мировые корпорации, чьи бюджеты порой больше бюджетов национальных государств. Развиваются банальные электронные документы оборот, которые позволяют снизить забюрократизированность. И все это, пускай созданное в рамках капиталистической системы, готовит плацдарм для нового и более прогрессивного строительства социализма, где уже не будет вот этого прежнего... Нет, Никит, пока норм. Посмотрим, что будет дальше, но пока норм. Развивы между идейными проектами всеобщего планирования и технической неподготовленностью. Ну, как бы, более того, сегодня капиталистическая система, в ней не просто накапливаются противоречия, не просто она демонстрирует уровень невероятного неравенства, где перепроизводство... Сейчас посмотрим. Я же пока еще никак не поступил, ребят. Давайте посмотрим. Красиво, некрасиво. Пока я же еще не поступил никак. Он просто сидит и молчит. С нищепой и молодом. Но и вообще в целом капитализм убирается в рамки своих возможностей. И многие даже представители бизнес-элиты самых высших в своем... Еще одна минута, еще одна минута. Понимаю, даже Клаус Шваб, глава Всемирного экономического форума, говорит, что, соответственно, нужно отменять частную собственность и так далее, и так далее. Понятное дело, что он судит с точки зрения со своей колокольни, но даже его идеи подтверждают факт кризиса нынешней социально-экономической системы и необходимости альтернативы. Таким образом, завершаю, собственно, и историческое наследие, и накопленный опыт, и нынешняя мировая система, и нынешний прогресс в технологиях как раз показывают, что успешный опыт социализма вполне себе возможен. Окей, что значит успешный опыт социализма вполне возможен? Ну, успешный, насколько успешный? Куда он там успешный будет? С чем он будет успешный? По сравнению с чем? По сравнению с капитализмом? Ну, пока не видно, к сожалению. Ваш киберкоммунизм построить, это, конечно, прикольно, но пока что фанфик. К сожалению, опять же, тоже к сожалению, или к счастью, может быть, даже фанфик. Жить в состоянии киберкоммунизма такой себе. И с другой стороны, на мой взгляд, основная проблема, она даже не экономическая. Я, то есть, в принципе, подразумеваю, да, что мы сейчас можем построить довольно четкую систему командного управления, ну, в плане государства, компьютера, уже сейчас мы можем это сделать. Вполне так себе работоспособную систему, которая будет рассчитывать... Рассчитывать нужный объем потребления для людей, сколько им там надо потреблять, сколько надо производить и производить, и потреблять, и распространять определенные товары. Даже не товары, а определенные вещи, да, ну, в общем, по России или вообще по всему миру. То есть, я думаю, это возможно. Но основная проблема здесь как раз не в том, что это возможно чисто технически, а в том, что возможно ли это чисто психологически. Насколько это, собственно, приятно, насколько это правильно, насколько это хорошо. Ну, например, я бы не хотел работать на заводе, например. Меня заводы, у меня заводы не очень меня радуют в целом. Насколько я мог бы рассчитывать на интеллектуальный труд, свой интеллектуальный труд, на свою философию, непосредственно в коммунистическом государстве. Неважно, насколько оно кибернетизировано, насколько там технологии круто работают, абсолютно мне неважно. Меня больше всего трогает как раз этический аспект, согласно которому мои бы взгляды могли бы, ну, просто вот, ну, попустить нахрен. И меня арестовать, допустим. Или просто меня закрыть, или просто меня, ну, ну, просто вот не слушать, ни по каким вопросам. И, в общем-то, вопрос победы социализма и его эффективного построения, это в большей степени вопрос организованности и политической воли народных масс. Спасибо. Ежи, слово предоставляется вам, ваша позиция на 15 минут. Прошу вас. Не, ну, если Швабтру слушать, тогда вообще какие могут быть разговоры. Вот, значит, по поводу того, был ли социализм в Советском Союзе, ну, это вообще, на самом деле, дискуссионная тема, в том числе, внутри левого движения, потому что далеко не все коммунисты вообще, в принципе, считают, что какой-то социализм в Советском Союзе был. Но, собственно, сегодня Андрей не с ними дебатирует, а со мной, поэтому я, наверное, свою позицию обозначу. Значит, прежде всего... Да, действительно. Его хотелось бы поприветствовать наших уважаемых слушателей. И далее, отвечая на важный вопрос, который вынесен в заголовок дебатов, возможно ли успешный опыт социализма, я обозначаю свою позицию как «Да, возможен». Все, блядь, дебаты закрыты. То есть, все, все, буквально на этом можно заканчивать. Тема дебатов, все, ну, ребят, ну, конец. The end. Рудой победил, я не знаю. Да, возможен, но окей, все, расходимся. До свидания. Ну, да, возможно, оба согласны, что возможен. Классно. Потому что имплическим фактом является то, что при определенных условиях социалистическое общество можно построить. Однако проблема состоит в том, что мелкобружевозные идеи... Не-не-не, не особо знаю. ...агенты и политические авантюристы, стремящиеся превратить марксизм в интернет-товар, они постоянно занимаются подменой понятий. И под видом социалистической альтернативы пытаются продать своей аудитории государственный капитализм как альтернативу рыночному капитализму. И подмена понятий в этом вопросе заключается, в частности, в абсурдной попытке выдать государственную... HD-качество? Оно есть? А, точно есть, сорян. Мой косяк, мой косяк. ...за государственную собственность на средства производства, за общественную собственность на средства производства, диктатуру партийной и государственной... Пишет, более того, Ерсармат потом скажет, что и коммунизм возможен. А-а-а... А-а-а... ...выдать за диктатуру предприятия и власть советов. Передачу отдельных предприятий в руки отдельных коллективов, как форму частной собственности на средства производства, выдать за систему, при которой вся совокупность предприятий и средств производства принадлежит всей совокупности рабочих коллективов. Провальные опыты государственного капитализма из прошлого выдать, как они выражаются, за не взлетевший с первого раза самолет социализма. Кроме того, подмена понятий заключается в попытках огульно ахаять действительные примеры коммунистического общества с опорой на сомнительные источники и без должного их политэкономического анализа. С этой и, я боюсь, другими попытками... Кстати, честно замечу, Рудой лучше выступал. То есть, у Рудова лучше поставлена речь. Если я... Даже, смотрите, я не особо сосредоточен был на речи Рудова, я понял буквально все, что он сказал. Чтобы понять, что говорит Ежа Сармат, приходится сосредотачиваться прям довольно жестко. И как только я немножко уплываю, взгляд куда-то в чат бежит, я, короче, теряю мысль, которую Ежа пытается воспроизвести. То есть, на самом деле, у Ежа именно вот содержательно выступление значительно слабее, чем у Рудова. Риторически даже слабее. Его реально труднее просто его понимать. Может быть, надо на замедленном, конечно, это делать за его темпи? Подменной понятий мы неоднократно столкнемся в ходе нынешних дебатов. А причина этого кроется в том, что мелкобуржуазные интеллигенты, пытающиеся превратить марксизм в интернет-товар, и политические авантюристы, мечтающие обрести статус государственной и партийной демократии в системе со стопроцентной государственной собственностью на средства производства, рассматривают старую буржуазию как конкурента в деле эксплуатации пролетариата. Возможен ли успешный опыт социализма? Да, вот, блядь, слушайте, честно. Я вам честно скажу, Рудой, по-моему, пока что давит на две головы Ежа Сармата. Сорян, но я просто, я не зритель Рудова ни в коем случае. Я начинал в 2018 году смотреть Ежа Сармата и смотрел огромное количество его разборов. И на видео, когда Ежа Сармат выступает, он выступает куда более понятно и уверенно, а вот сейчас что-то не то. Возможен, но торговцы интернет-марксизмом пытаются продать вам государственный капитализм вместо марксизма. Перед дебатами непосредственно Андрей заявлял, что если дебаты состоятся, то организация Союз Марксизм... Ну, пошла, короче, обвинительная какая-то пропаганда, что ли. ...выпустят листовки, на которых будет написано, проспонсировано Ежа Сарматов. С точки зрения Андрея, это такая обидная угроза, чтобы я отказался от самой идеи дебатов, что само по себе говорит о том, что он не очень высокого мнения о союзе марксистов, потому что из его уст это звучало, как угроза зашкварить. Я же, в свою очередь, считаю идею с листовками забавной и отношусь к идее положительно, хоть и не проспонсировал этот проект ни копейкой. Но, во-первых, я считаю, что нужно поддерживать Союз Марксистов как организацию, которая вносит раскол в левое движение, и, во-вторых, благодаря этим листовкам рабочие студенты могут заинтересоваться эфиром. При чём здесь листовки? У тебя, блядь, 10 минут нахуй выставить свою позицию. Какие нахуй листовки? Ежи, 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 проснись, блядь, Ежи. Стоп, листовки? Какие листовки? Какие обвинения? Тебя, блядь, позицию свою надо выстроить, короче. Чё ты делаешь? Чё за хуй там вообще? Причём проблема в том, что он отвечает после Рудова. У него реально более выгодная позиция. Вот просто взять и завалить его надо теперь. То есть можно даже текст не писать, можно забить на текст. Похоже, знаете, на чувака пятилетнего антикоммуниста, который, ну, блядь, коммунизм там, это пропаганда, хуйня, короче. Хуй соси, короче. Пошёл вон, пошёл вон. Я ненавижу коммунистов, да? Коммунисты, подмена понятий там, урю-рю-рю-рю. Ну, чё пошло-то такое? Ну, разносил бы. Собрал бы все свои лучшие аргументы и выложил бы их, короче, вот здесь, вот сейчас. Десять минут. У тебя десять минут на это есть. Я же с армата. Смогут избавиться от левых или... Какие-то листовки. Вот сейчас нужны листовки. Вот прямо вот сейчас нам нужно с листовками разобраться. У тебя десять минут, чувак, как ты? И понять, что торговцы интернет-марксизмом, вроде Союза марксистов, это злейшие враги рабочего класса. Всё, у меня всё. Спасибо. Ваши позиции ясны. Наши уважаемые зрители... В смысле, блядь, ясны? Я не понял позиции... Что, всё, что ли? Это всё? Что? Что, блядь? Какая позиция у Ежи? Ребят, блядь, перескажите мне, какая нахуй позиция у Ежи? Я согласен, что социализм возможен. Социализм возможен. Окей. Позиция... Позиция Ежи Сармата. Социализм возможен. Ну, круто, да? Классика. Зашибись темы дебатов. Боги подбирали. Просто боги собрали тему дебатов. На самом деле, реально, можно было после этого сказать, социализм возможен и отключиться. И всё, дебаты закончились. Кайф. Вот это было бы круто. Это было бы стильно. Фу. Не, ну, Ежи вообще никак и выступил сейчас. То есть, то, чтобы вот эти 10 минут он просто слил. Он потратил последнюю минуту где-то буквально на объяснение того, что про него будут выпускать листовки. Шутка, шутка. Понимаете, он решил обратить внимание на то, что шутка там. Произошёл троллинг, короче. Произошёл некий троллинг. На это обязательно нужно обратить внимание. Да-да-да-да-да, я согласен, что социализм возможен, но вы лицемеры, выдаёте социализм, государственный капитализм, а трусоциалистов засираете. Вот позиция Ежи. Это Эд Хоминем. Здравствуйте! Это Эд Хоминем, короче, скорее, чем позиция. Да, поехали дальше. Переходим ко второму этапу наших дебатов, который был уже... Никита пишет. Социализм возможен. Известные социалисты рвутся к власти, желая занять высокие посты и плевать им на социализм. Офигенно! Лучше бы поставили вопрос о том, нужно ли нам равенство, потому что то, что произошло, это полная хуйня. Ну, то есть, позиция Ежи, она заведомо провокативная, она заведомо, скорее, даже в себе Эд Хоминем содержит. И она не относится, она не столько к теме дебатов даже относится, понимаете, в чем дело. Просто хуйня. Причем Ежи мог лучше, понимаете, в чем прямо проблема. Проблема не в том, что Ежи тупой, не в том, что Ежи идиот. Вот, и нет, проблема в том, что Ежи хуево подготовился. То есть, да, тут не то, чтобы Рудой вынес, сколько Сармат обосрался. Рудой просто выставил нормальную позицию в бой, как бы. Вуп! Так, вжух сразу, да, нормальная позиция коммунистическая. Ничего нового, ничего интересного. Ежи, блядь, да ну да, хуй. Ребят, ну как бы листовки, как бы листовки, ребят, листовки про меня выпускают. Вы че? А вы еще эти пропагандисты, ненавижу вас. Вы не правы, короче, вы не правы. Вы там подменяете понятия социализма. Как вы знаете, Алистер пишет, по его словам вообще не готовился. Молодец, че могу сказать. Пошел, второй этап, вопрос на вопрос. Наши уважаемые зрители задают друг другу вопросы. Участник, задавший вопрос, требует ответа от своего оппонента. Оппонент отвечает и вслед задает ему сестеричный вопрос. Так лучше бы, а, ну. Своей стороны. Итак, в предыдущем разе начинал Андрей. В этот раз, ежи вам слово, вы начинаете второй этап. Ваш вопрос к Андрею. А к чему вы стремитесь? А? А? А вы хотите создать госкапитализм? Или не хотите? Хотите или не хотите? Вот такой вопрос должен сейчас быть. Серьезно. Вот сейчас должен быть такой вопрос. Спасибо, спасибо. Значит, ну, собственно, первый традиционный вопрос, который неоднократно задавался мною разным представителям левого движения, звучит следующим образом. Каковы будут факторы материального поощрения труда при социализме? И с вашего позволения я объясню суть этого вопроса. Дело в том, что если оплачивать труд разных субъектов производственных отношений... Джон Депиш, примерно такой вопрос и будет. Офигенным. ...неодинаково, то у наиболее успешных работников пропадает мотивация к труду. Зачем стараться, если оплата будет такая же, как у коллеги, которые работают хуже? Если же труд разных субъектов экономических отношений оплачивать адекватно их вкладу, то между ними неминуемо возникнет имущественное расслоение. И таким образом потребуется масштабный репрессивный государственный аппарат для того, чтобы воспрепятствовать переходу этого имущественного расслоения в социальных... Можно вопрос, короче, пожалуйста, сформулировать? Мы поняли его с самого начала. Да, можно... Короче, можно было вот эту хуйню всю перенести на те 10 минут, где я же говорил 2 минуты на деле. При этом деятельность этого репрессивного аппарата будет направлена вопреки интересам наиболее экономически эффективных агентов, которые сконцентрируют в своих руках большое количество менового эквивалента, но... Да мы поняли, блядь! Мы поняли всю лаву, что это, блядь, каждый стрим, говоришь. ...конвертировать его в какие-либо... Так, а каждый, блядь! Буквально каждая эта встреча с коммунистом. Буквально каждый стрим ешь с армата. Вот эта штука повторяется. ...привилегии. Обычно предполагается, что рабочие при социализме будут трудиться в интересах всеобщего блага. В силу обретения высочайшего уровня гражданской классовой сознательности. Либо они будут иметь иные формы внематериального стимулирования за свой труд. Фактор материального... Да мы поняли, либо одни, либо другие, короче, способы поощрения. Да, ты уже в вопросе заложил эту хуйню, забей, хватит. ...принято туда, таким образом, помещается не в экономический базис, а в культурную настройку. Блядь, да вопрос даже выше, чем сам Рудой, по росту. Исходя из чего можно констатировать, что речь идет не об политэкономии, а о достаточно примитивном идеализме. Исходя из этого, вопрос. Каковы, по мнению Андрея, с учетом всего вышесказанного, будут факторы материального поощрения туда при социализме? А как, по мнению Андрея, относительно этого вопроса соотносится с мнением Маркса? И, иными словами, как Маркс сам отвечал на этот вопрос, и где об этом почитать у Маркса желательно конкретные цитаты? Вопрос вам понятен? Да, давайте желательно конкретные цитаты. Если вы вопросами заранее не обменялись, да, желательно конкретные цитаты. Офигенно. Все в порядке? Просто зашел с козырей. Надо понимать, что Евгений знает марксизм лучше Алексея Шевцова, но почему-то уже который год ходят вокруг этого вопроса. И мне придется пояснить дело. То есть нужно понимать. Вот эта штука вообще зря. Не надо было упоминать Шевцова, то, что Ежи знает Шевцова. То есть тогда бы непосредственно сам Рудой смотрелся значительно выгоднее. Сейчас я попрошу всех сконцентрироваться, просто сконцентрировать свое внимание, потому что нужно понимать, что материальности... То есть такой Эдхоминем проскочил непосредственно. Ну, Ежи знает марксизм, тупо, немного лучше Шевцова. Шевцов дебил, да, Ежи чуть-чуть выше, чем просто дебил. О, Ежи молодец как-то. Но дебил как, все равно дебил. Дебил при движении от социализма к коммунизму будут меняться. То есть мы должны говорить не о статической, а о динамической модели. Это момент первый. На стадии социализма, как мы знаем, действует принцип от каждого по способностям, каждому по труду. То есть да, сохраняется неравенство доходов, оно будет зависеть от специальности, квалификации, затраченного времени, ну, то есть интенсивности работы, допустим. Плюс на этой стадии сохраняются товарно-денежные отношения. Поэтому сохраняющийся, пускай теперь жестко регулируемый рынок, все равно будет влиять на определение зарплат. Но тут, я попрошу зрителей сейчас застрить внимание, при таком подходе социальное неравенство уже серьезно снизится, как это было показано на графиках, как это было. Джон Дой пишет, материальные стимулы поощрения труда останутся при социализме, все, конец, да. Да, да, ну а что? Тут какие альтернативы, лол. Да, легендарный вопрос Ежи уже, как бы, да, немного проиграл. Ну что, биткоины можно попробовать. Тупо, тупо биткоины. Не, другой вопрос, как это при коммунизме будет? При социализме-то плевать. Ну, то есть при социализме вообще все, что угодно может быть, по сути. Определение социализма настолько широкое, что там реально можно и деньгами, и какашками обмениваться, там, не знаю, и листиками с деревьев. Вообще без разницы. Вообще безразлично, чем можно. Можно обмениваться чем угодно. Любой, любой эквивалент обмена может быть. И даже неравенство может быть большое. Главное, чтобы стремились к не равенству. Чтобы не стремились к равенству. Вот. Ну там главный вопрос о том, как имущественное расслоение не перейдет в социальное. Ну, посмотрим. В Европе, как это было, соответственно, в Советском Союзе. И потому что, ну, один человек, он не может быть эффективнее другого. Там, в сотни, в тысячи раз, соответственно, он не может получать больше его в сотни. Ну, согласен с Рудым, не может быть такого миллиардера, который в тысячу раз эффективнее там Александра Шадова, например. Не может быть такого писателя, который пишет книжки в миллион раз лучше, чем Шадов. Но при этом есть писатели, которые не пишут книжки в миллион раз лучше, чем Шадов. Но получают деньги в миллион раз больше за свои книжки. В миллиард раз больше. И в тысячу раз. Ну, на 30, ну, на 50%. Ну, в разы, ладно, хорошо. Но такая система, как бы, исключает нынешнее положение вещей, когда крупные бизнесмены, звезды, топ-менеджеры получают вот как раз доходы в десятки. Вернее, какой в десятки? В сотни, в тысячи. В десятки, в тысячи? В тысячи раз больше. Миллионы порой даже. Ну, мой батя, если что, был участником Олимпиады, и за это участие в Олимпиаде, ну, он получил тачку, машину, короче. Ну, если вы просто сравните, как сейчас жопы лижут Олимпиадникам, то это на самом деле вот такое. Участник Олимпиады, хороший спортсмен, мирового уровня абсолютно, ну, и в итоге он, ну, как бы не то, чтобы буржуй богатый, да, не то, чтобы миллионер. Человек, который в наши дни, в нашей стране был бы таким спортсменом такого высокого уровня, он бы получал просто колоссальные бабки за это. Ну, квартиру минимум, несколько миллионов просто ему бы накинули бы в подарок. Да не, Максим, это же давно было известно, что у меня отец участник Олимпиады. Я не полностью все, как бы, раскрываю, но при этом, ну, то, чтобы огромное богатство у олимпиадников, такого вот не было. Да, они, конечно, жили в несколько лучших условиях, но тотального какого-то преобладания не существовало. Ну, по-моему, не существовало, могу ошибаться. Замысел социализма, собственно, провести максимальную автоматизацию труда. То есть, пока Ежи Сармат думает, какие материальные стимулы будут за труд при социализме, социалисты думают на несколько шагов вперед о том, как труд вообще свести к минимуму и сделать, в принципе, неактуальным этот вопрос. Мы проводим радикальную роботизацию, радикальную автоматизацию экономики. Так, стоп, в смысле мы проводим. Вы пока ничего не делаете, ребят, вы как бы фантазируетесь. Стоп. Вот здесь важный момент, важный момент. Коммунисты пока ничего не делают. Олимпийцы мало что делают пока что. Если что, у меня не батя на фамилия, поэтому я ничего не сдианонил. Все просто. У меня фамилия, короче, не по отцу пошла. Так что вы меня не сдианоните. Да, никого отца вы не узнаете. Привет, Элька. Большая проблема, что коммунисты сами роботизацией, к сожалению, в данный момент не занимаются, потому что... Ну да, проект Жака Фреско, короче, пока что не удался. Да, с Жаком Фреско мы покончили, а других проектов подобного рода нет. Сейчас капитализм занимается роботизацией, к сожалению, потому что он везде. Ну вот, вот так вот получилось. Этапно сокращаем рабочий день, сокращаем рабочую неделю и расширяем доступ к свободным благам. То есть, кстати говоря, уже кое-где сейчас при рыночной экономике... Не скажу вообще. ...бесплатный транспорт, бесплатный интернет и так далее. Параллельно, параллельно со снижением трудового времени, с вытеснением человека в принципе сферы производства, трансформируется и денежная система, и товарно-денежная система. Ну, то есть, например, это может быть так. То есть, наличные деньги исчезают как явление, электронные деньги превращаются постепенно в баллы, затем в лимиты, которые могут выдаваться людям, соответственно, которые они могут благо приобретать. Эти лимиты постепенно расширяются. Чтобы получить эти лимиты, люди, ну, час-другой, там, может быть, даже час-другой в неделю выполняют трудовые обязанности, то есть, ходят на работу. Остальное время они культурно просвещаются, занимаются творчеством, там, стримят, ну, только, видимо, не за донаты уже, а просто себе в кайф. И в итоге мы можем... Мммм, себе в кайф. ...прийти в такой модели общества, в которой останется лишь небольшое количество периодически меняющихся людей, которые задействованы в производстве, ну, или там, в обучении. Им, допустим, будут доступны какие-то бонусные блага, да, потому что мы понимаем, да, и Евгений понимает, и я понимаю, что, ну, вот, просто чисто на энтузиазме такие вещи делать, ну, это крайне сомнительно. Но поскольку эти люди будут, ну, допустим, там, постоянно меняться, заменяться, то не будет складываться какой-то привилегированной секции. Вот все, что, особенно последнее, я сказал, это носит, ну, такой характер предположения, потому что, возможно, наши потомки распорядятся более разумно, ну, и, соответственно, у них решения на этот счет будут лучше. Но суть в том, что в конце концов труд должен быть максимально вытеснен техникой и высвободен. Стас спрашивает, Александр, сколько бы вы стримили себе в кайф, если бы у вас было 150к в месяц, у меня баллы были, лимиты, талоны. Но если бы речь шла о том, что стримить, я бы стримил меньше, конечно. Как говорят великие классики, ну, если бы я не получал деньги за стримы, я стримил бы меньше. Вот, я бы тоже стримил бы меньше. Наверное, бы по 2 часа, может быть, даже в день, но по 2 часа, не больше. Я бы даже видео, наверное, тогда бы не смотрел, потому что, ну, видео, это основная категория доходов, получается. Я бы какие-нибудь лекции с удовольствием бы почитал, например, какие-нибудь свои мысли попродвигал. А так у меня почти 8-часовой рабочий стрим, да, получается. Смысл ясен пишет, я сомневаюсь насчет наших разумных потомков. Ну, может быть. Соответственно, будут высвобождены творческие силы человека. Именно это имел в виду Матер. Так, а есть ли у большинства людей вообще творческие силы? Тут надо исходить из того, чтобы у большинства людей творческих сил, по-моему, нет вообще. Ну, то есть, понимаете, у нас есть огромное количество людей, у которых есть свободное время сейчас в нашей стране, и которые пытаются что-то писать. Шадов, сколько баллов ты хочешь получать при социализме? Максимум. Максимум. Ну вот, тут реально получается такой мечтательный футурист, Алистер. Действительно мечтательный футурист, но просто проблема, опять же, в том, что творческие силы человечества, по-моему, это переоценено. Большинство людей, по-моему, патологически не могут заниматься творчеством каким-нибудь. И, как пример, есть большое количество людей, которые пытаются заниматься творчеством, у которых все для этого есть, у которых есть время, деньги, ресурсы. Они могут просто взять, сесть и несколько дней что-то писать. Писать стихи, прозу, романы, но пишут они фигню. Вот. То есть, буквально, вы зайдите на стихи.ру, откройте стихи.ру и прочитайте почти все стихи, даже самые популярные. Если вы их прочитаете, вы поймете, насколько деградивный уровень творчества у большинства людей. Причем некоторые люди, причем некоторые люди стихами зарабатывают и пишут все равно невероятно плохо. Это, как бы, такое вот. Маркс, когда говорил о необходимом шаге из царства необходимости в царство свободы. Как раз освобождение человека от вот этого вот рутинного труда. Джон Дой пишет, какая разница, будут они писать фигню или не фигню, главное, что будут писать. Но это не творчество просто в таком случае. Да, я есть на стихи.ру, там некоторые мои работы, штук 400 всего-то выложено немного. А как зарабатывать стихами сейчас? В основном концертами зарабатываются. Да, Андрей, я задал вопрос, вы можете начать отвечать. Нет, погодите, погодите. Андрей, прошу, ваш вопрос. Каковы будут факты учрения труда при социализме? Я жду ответа. От каждого по способности, каждому по труду. Но, опять же, я подчеркиваю, что эта система динамическая, и она будет постепенно меня... Да я же он ответил, он тебя сожрал. То есть, да, стартовая позиция, это государственная монополия, и это оплата по труду. Но затем мы, соответственно, будем переходить уже к коммунистическим принципам. От каждого по способности, каждому по потребности. Ну и все такое в таком духе. Спасибо, Андрей. Ваш вопрос. Прошу прощения. Прошу прощения. Вопрос. Ответ был озвучен. Нравится вам или нет. Вопрос от Андрея к вам. Заткнись, Карлик. Как бы, Росов такой. Простите, конечно, Карлан, но вы, плядь, заткнитесь, пожалуйста. Заткните свое маленькое хоббитское хлебало. Будьте добры. И пусть вам, короче, товарищ Рудой задаст уже вопрос. Ваш карликовый маленький ротик должен быть сейчас на замочке. Молчать, Карлан, молчать. Регламент, соблюдай, пес. Андрей, пожалуйста. Да. Соответственно, первый вопрос. Не, Росов молодец. Прям вот. То есть, Росов молодец. Вот сейчас вот респект ему. Реально чувак вот показал яйца свои. Вот прям реально настоящий мужик взял и Карлана, короче, прижал. Тупо, тупо, блядь, заткнись, малой. Малой, блядь, молчать. У нас регламент. Понял? Понял, Карлан? Тихо, блядь, тихо. Малыш. Малыш. Чшшш. Чшш, чшш, Карлан, тише. Причем, Росов здесь абсолютно прав, и он правильно пользуется своей властью ведущего. Мое почтение. Мое почтение, как бы. Молодец. Эффективности механизмов конкуренции. То есть, социалистов часто, ну, коммунистов, соответственно, упрекают в том, что при строительстве нового общества мы... Не, Николай, вот-вот сейчас прям вообще супер. Вот-вот-вот. Мое почтение от души. Вот-вот реально было от души. Я бы, если вел такие дебаты, я бы, может быть, даже так не отреагировал, как он. Он молодец. Вот сейчас вот реально мужская реакция, хорошая, судейская, вообще супер. Как и должно быть. Будем ломать. Ну, при том, насколько я понимаю, сам Росов, он не то, чтобы на стороне Рудова. Ну, хотя он, наверное, не на стороне Ежесармата в данном случае. Но, наверное, все-таки сторона Рудова ему менее приятна, чем сторона Ежесармата. Механизмы конкуренции, да? Конкуренция – это основа рыночного общества. Конкуренция делает капитализм более эффективным. Но вот тут возникает как бы вопросик. Вот, Евгений, ты давно уже на Ютубе развиваешь свой замечательный контент. Так скажи, почему всякий левацкий скам типа Вестника Буря, который сравнительно недавно вылез на Ютубе, во много раз популярнее тебя и по подписчикам, и по просмотрам? То есть это свидетельствует о том, что конкуренция далеко не всегда работает в пользу самых лучших, или же о том, что конкуренция все-таки работает просто твой контент, как бы вторичное говно? Так, это все, это весь вопрос? Да. Ну, ответ простой. Собственно, ваш контент популярнее моего, потому что продавать марксизм в интернете намного выгоднее, чем продавать антикоммунисты. Так что все, очень короткий ответ. Ну, я не согласен, коммунизма много, есть непопулярные коммунисты. Я же не прав. Ой, я же изначально теория неправильная сейчас. Ну, то есть, если бы каждый коммунист, ну, то есть, ну, буквально каждый коммунист, тогда бы мог обогнать Ежесармат, но это не так. Ребят, я коммунист, я коммунист. Слава Советскому Союзу, слава Советскому Союзу. Где мои подписчики, где мои деньги? Ребят, давайте, давайте, короче, я продаю коммунизм вам. Ребят, я вам продаю коммунизм. Давайте проверим теорию Ежесармата. коммунистический канал осьминога бесконечности осьминог щупальца все щупальца равны все все щупальца осьминога абсолютно равны ребят это новый образ обрик коммунизма новый стиль коммунизма давайте то есть глупо говоря продажа марксизма так как уж предлагать чушь стала стать вот как я отношусь это чушь не марксизма в товар для последующей продажи его там интернетах там в университетах еще где бы то ни было это намного более выгодный бизнес нежели продажи каких-то конкурирующих с марксизмом в чем выгода из меня что еще раз в чем выгода выгода в чем в чем выгода ну смотри продаж интернет марксизма она дает огромному количеству там не знаю бездоленных людей или просто романтиков так тут проблема заключается максим в том что ну лол как бы ну лол коммунисты далеко не все популярны хотя я согласен съезжу что это один из факторов влияния вот я соглашусь что это один из факторов влияния ежи не прав полностью но он фактор указал 1 то есть у нас есть большая как бы популяризация анти марксистских идей кстати на этом я думаю ежей выстрелил в том числе у нас есть огромное количество анти марксистов которые известны буквально только тем что они анти марксиста не против не против в общем то всяких ублюдских коммунистических идей как они сами считают то есть тут понимаете в чем большая проблема большая проблема заключается в том что ну вообще вопрос хуёвый у рудова честно скажу у рудова плохой вопрос и он касается личности герас армата конкретно тут как бы вопрос плохой задан и дан плохой ответ да например ежи сармат он кстати достаточно популярен из-за именно анти коммунистического контента и ежи сармат известен буквально в основном только анти коммунистическим контентом это его основная топ-зона но есть более популярные люди которые продвигают анти коммунистический контент и я бы не то чтобы сказал что им плохо живется как-то мы можем найти людей сопоставимых с рудым которые обгоняют трудов по популярности так что ребят тут вот такое вот или там допустим людей интересующихся какой-то возможной альтернативой капиталистическому обществу воочию увидеть эту альтернативу да то есть грубо говоря это примерно как тут священников которые на пункте что чего он должен касаться и система дебатов исчерпала себя на 15 минуте это проблема темы дебатов ну ну блин для того чтобы составить тему дебатов нужно подойти сначала к одному участнику спросить а вы вот эту будете позицию защищать он такой да я буду защищать что социализм возможен а потом к другому а вы считаете что социализм невозможен а да я считаю что социализм невозможен и мы таки о решили да вот тема дебатов готова давайте об этом беседовать а тут началось все буквально с того что я же говорит я считаю рудой говорит я считаю что социализм возможен приводит примеры для этого а я же говорит да социализм возможен о слава скептическому марксизму слава советскому союз даура слава скептическ блин это работает теории это работает знаете почему кстати космос красный сзади советский союз потому что я за советский союз ребят изначально течение тысячелетий рассказывали людям право царстве божья про то что вот сейчас вы страдаете сейчас мир устроен несправедливо значит потому что присутствует там неравенство там эксплуатация болезни войны смерть но возможен другой мир потому что в чертогах диалектики значит если вы повсюду увидите диалектику то вы собственно сможете построить новый мир там все будет хорошо и прекрасно тут вопрос да вот как ответить как ответить на теки рудован как ответить на вопрос рудова который сам себе содержит уже обсер как бы да буквально это реально все обсерный вопрос был как ответить так чтобы обосраться еще больше я же справляется я же систематически справляется никита пишет тему сформулировал росов плохо сформулировал плохо сформулировал к сожалению красивой сказки это намного более выгодный бизнес в интернете нежели попытка продвижения каких-то идей которые бы утверждали что нет собственно этой сказкой нет никакой содержательной части и это всего лишь пустые фантазии естественно людям ну естественно я же короче перепутал свой стрим с дебатами немножко разные жанры нам приятно слышу популярное мнение что отсутствую как в будущем будет отсутствует какой-то прекрасный новый что ребят у меня есть скептическая марксистская теория либертарианская капиталистическая короче я сразу за всех ребят я же я желаю всем победы неистово спасибо киностудия клякс и мы все вместе построим этот мир будет более справедливый ну погодите прошу-прошу порядку прошу порядку ежи ну давайте отдавать интернет марксизм до превращать марксизм в товар и продавать его в интернете это вырос из от него дни чем продавать конкурирующий с марксизмом или андагонистически настроены по отношению к марксизму идея достаточно очевидно тут хуёвый вопрос и хуёвый ответ хуёвый вопрос и хуёвый ответ все понятно бедного ежи короче монополия марксистов убивает александра восемь политических теорий есть такое понимаем спасибо большое ваша очередь ваша очередь аналов россии но и во всем мире прошу вас и же ваш вопрос андрею ауте ну блять на самом деле балаган то есть туда же со стороны рудова немножко балаган начинается то есть на самом деле на самом деле оба персонажа себя ведут недостойно дебатов честно сказать скажем причем я же ведет себя более недостойно чем рудой в данном случае видимо это будет мерилом победы или нет так ну собственно второй вопрос поскольку мы на первый вопрос получили очень специфический ответ а точнее никакого ответа не получили за исключением как будут поощряться до особые навыки при социализме деньгами мы не получили ответа что что алё я не понял я не осознал вот здесь сейчас там был четкий ответ да по-разному может быть поощрение то есть ответили но скорее всего деньгами не исключено что деньгами того что там все будет куда-то чего-то трансформироваться и как оно будет дальше мы не знаем он будет ау оу ха-ха-ха-ха-ха понятно артематизация производства о-о-о-о-о-о-о-кей м-да олрайт при этом изначально вопрос остался без ответа собственно второй вопрос как по мнению андрея на практике реализовать принцип от каждого по способностям и каждому по другу В ответе просьба указать на конкретные методы, а также на то, где об этом почитать у Маркса. Желательно с конкретными цитатами. Еще раз почувствую. Да заебал уже с Марксом, с конкретными цитатами, блядь. Чтобы требовать такую хуйню, надо предподготовку давать оппоненту. Ну, конкретные цитаты Маркса. Он его что, наизусть что ли учил? Ну, это вообще неприличный вопрос. Если не было предподготовки, если вопросы не отсылались друг другу заранее, задавать такой вопрос, довольно бессмысленно. Забейте киностудию Клякса долго. ...черкиваю, что в качестве ответа нужно привести... Ну, то есть, да, Сергей, он действительно дал вполне исчерпывающий ответ. Правда, он был построен, конечно, на фантазиях. Ответ был при этом все равно дан. Да и, в принципе, ответ нас устраивал изначально. А как поощрить? Деньгами будем поощрять. Да и в Советском Союзе поощрялись люди, которые имели особые навыки. Но просто не так, чтобы, да, человек с особыми навыками получал в 400 раз больше, чем обычный человек. Да, конечно, это мания-фантазия, потому что этого сейчас нет, например. Но ответ был четко дан. Другой вопрос, что можно было бы перейти к другому опровержению. Конкретный способ реализации этого принципа, а не общие фразы. Так он и Джон Дойя, он и приводил некоторые примеры из Совка, получается, немножко. Потом в будущее пошел. Начал про будущее беседовать. Как это могло бы реализовываться? Мне, на самом деле, аргументация к возможности меня вполне устраивает. Это нормальная вещь. Ну, то есть, тот, кто утверждает, да не, 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 вы не могли бы никак поощрять. А как вы докажете? Да, точно так же, как и, собственно, вы докажете, что никак не могли бы поощрять. Тут как бы вопрос, да, у нас есть да и нет, да и нет. Будет ли поощрение или не будет? Сможете ли вы поощрять в капитсоциализме или не сможете? Тут как бы оба ответа строятся на маня-фантазиях, понимаете? Тут оба человека сторонники маня-фантазии, потому что они не знают, можно или нельзя пока что. Но Рудой молодец. На первый вопрос он... Нет, на первый вопрос он четко ответил, Никита, вообще четко. Вообще чечайше ответил. Буквально, как поощрять? Деньгами поощрять. Деньгами. Но можно баллы вести, лимиты, еще какую-нибудь херню. Там теорий разных много, но деньгами. Вот так вот деньги будем отсыпать тем, кто молодец. Те фразы, которые вообще бы не относились к сути вопроса, как, собственно, мой оппонент поступил в случае ответа на первый вопрос. Спасибо, вопрос понятен? Во-первых, Евгений. Прошу тогда отвечать тем, если вопрос понятен, прошу вам по словам. Да, вопрос, конечно, понятен. И, в общем-то, это, скорее всего, переформулированный первый вопрос Евгения. Вот. И если Евгений не понял ответа на первый вопрос, то это, наверное, проблема Евгения. Я его не слышал. Ну, или проблема слуха. Короче говоря. На рудой здесь нехорошо поступает, считаю. То есть, вот здесь нехорошо поступает, надо было просто отвечать. Без подъебов. По способности каждому по труду. Соответственно, не надо просить у меня сейчас конкретной цитаты из многотомников Маркса, чтобы я ее вывел вот буквально тебе по щелчку пальцев. Тем более в рамках достаточно непродолжительной дискуссии. В общем-то, принцип от того, что по способности каждому по труду, в соответственной степени воплощен в Советском Союзе. И он заключался в создании четкой системы оплаты труда, как по часовой, так и по квалификационной. И, соответственно, когда все эти вещи регламентируются законодательно, когда введена единая трудовая сетка, вот эта вот сетка оплаты, то, соответственно, мы можем говорить, что мы... Да, ну, то есть, трудой дал все ответы. Это вот как бы другой вопрос, насколько они объективны, насколько они как бы хороши, насколько они работают. Это другой вопрос. Но говорить, что никакого ответа не было дано, ну, по-моему, странно. Особенно на дебатах со стороны Ежи Сармата. Вы, как зритель, можете считать как угодно, Никита, в данном случае. Но если бы вы были участником, как Ежи Сармата, если бы вы сказали то же самое, что Ежи Сармат, это, скорее всего, было бы в минус вам, чем Ежи Сармат. Ну, чем вам, как зрителю. В целом, воплощаем принцип от каждого по способности, каждому по труду. То есть, сколько человек работает, если он работает 8 часов слесарем какого-то разряда, он и получает вот столько-то. Плюс ему, возможно, премия, если он перевыполнит план. Соответственно, слесарь другого разряда, недовыполнивший план, он, соответственно, будет получать другую оплату труда. Вот, соответственно, люди, если они вдруг берут какие-то еще доработки, переработки или еще что-то, соответственно, это тоже оплачивается по этой единой сетке тарифов. Вот, то есть, единственное, что нужно такую сетку разработать с умом и с научным действительным подходом. Но в известной степени, да, и в странах социальных... Ой, нельзя сетку такую разработать с научным подходом, потому что наука изучает мир, а не как бы создает его. Вот, вот, что бы я сказал. Здесь именно по науке небольшой косяк, не будем на это, наверное, внимание особо обращать, но просто наука не проектирует, наука изучает. Джон Дой пишет, коммунизм научный, ты чё, Шадов? Окей, ладно, 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 у них там своя терминология. Надо. В лагере и в Советском Союзе такая система существовала, ну, да, она имела определенные недостатки, может быть, недочеты. Кстати, согласен, он хорошо смотрится. Да, кстати, ну, то есть, кстати, из интересного, из интересного, Никита, вытекает из цитаты, ответ на вопрос Ежи вытекает из цитаты Ленина. Социализм – это госкапитализм. Кстати, Ежи упрекает в том, что вместо социализма пытаются подсунуть госкапитализм. Что интересно, да? И из этого следует и присутствие рыночных механизмов и денег в качестве поощрения. Но этого не было у Маркса. Ну, бывает. Тут важно еще, на кого мы опираемся. Да, но это было у Ленина. Она существовала и была гораздо более эффективной в плане адекватности оплаты труда, чем нынешняя система, когда Ксюша Бородина может получать там по 10 миллионов в месяц, а обычный трудяга на заводе получает по 20-30 тысяч в месяц. Ну, то есть, в плане справедливости такая система, конечно, выигрывает. Понятно. Прошу ваш вопрос к Ежи. Прошу ваш вопрос к Ежи Сармату. Да, соответственно, вопрос будет долгим, опять же, просьба. Ребят, задавать долгие вопросы довольно плохо, особенно если не было предподготовки. На мой взгляд, это минус. Я тоже записал. В общем-то, да. Одним из аргументов против социализма, против его реализации как таковой является кровавость его становления. Так, секунду, я начало прослушал. Одним из аргументов социализма является... Ежи из туалета вернулся, короче. Короче, вернулся из толчка. Так, секунду, секунду, я прослушал начало, что здесь происходит. Я вообще не понимаю. Это кровавость его становления. Против, против. Против социализма является кровавость его становления. Так там не подписано, если что, киностудия. Кровавость его становления, скажем так. Было становление социализма? Ну да, соответственно, когда социализм устанавливается, то это обычно некие кровавые события. В то же время я предлагаю посмотреть на жертвы капитализма. В 60-е годы 19 века английские колонизаторы в Тасмании уничтожили практически все население. Истребление индейцев в Северной Америке привело к тому, что первоначально там 10-20 миллионов индейского населения, от них остался 1 миллион. В Конго колонизаторы бельгийцы уничтожили 15 миллионов человек, сократив население. Да. Максим пишет, пока что езжа на этих дебатах. Признал, что успешный социализм работает. Заявил, что капиталистический рынок решает в пользу леваков. Конго вдвое. С середины 16-го по середину 19-го века из Африки вывезено около 12,5 миллионов человек. Только 10,5 миллионов из них добрались живыми до Америки. Капитализм спровоцировал мировые войны, в том числе в которых погибли десятки миллионов человек. И кризисы перепроизводства неизбежно сопровождались голодом, в том числе и в странах капиталистического ядра. Например, в Великую депрессию в США вымерло до полутора миллионов человек. В одной только Индии за время британского господства вымерли от периодически разражавшегося голода, спровоцированного колониальной политикой десятки миллионов человек. Даже сейчас ежегодно от голода и связанных с ним болезней умирает до 9 миллионов человек. Причем не надо говорить, что это страны, в которых не развиты капиталистические отношения. Ангола экспортирует нефть, так что уж извините, могла бы и обеспечить себе жизни людей. Можно вспомнить еще и политический терр... Он такой, да, и все. Не, на самом деле это просто не имеет особого отношения. Вообще тупо давить на... Тут вопрос не очень хороший просто. Во-первых, ежи на него уже кучу раз отвечал. Это вопрос, на который он как бы... Ну, на котором собаку съел, конечно. Турор против противников коммунизма. В одной только Индонезии за короткий срок убит миллион человек. Может быть даже полтора миллиона, еще несколько миллионов раз. Ну и с другой стороны, сам же вопрос, а почему, например, коммунисты всех убивают, тоже не совсем адекватен, потому что они не всех убивают, очевидно. Да, геноциды, геноциды, геноциды. Где границы между геноцидом? Тут на самом деле в свое время Рудой, к сожалению, плохо выступил на дебатах по поводу геноцидов. Какое-то определение из ниоткуда, да, стало странное. Да, трактир смотрели вчера. Сажали по тюрьмам. Причем это вот данные просто, которые я брал на вскидку, да. То есть тут можно список продолжать и продолжать и продолжать. Так вот, собственно, вопрос. Сколько еще... Сколько еще капитализм должен убить людей для того, чтобы Евгений перестал бояться прихода социалистов к власти? Опять же, вопрос какой-то личный. Мне не нравится постановка личных вопросов. Это не теоретический вопрос, это личный вопрос, получается. Сколько еще надо убить людей, чтобы Евгений что-то там опять обосрал штаны, там не знаю, или что такое. Нет, не ежи. Ну, вопрос в том, что... Когда прошу вас, отвечайте, прошу вас в ваше время. А, окей, хорошо. Да, ну, в общем, собственно, капитализм ужасен отвратителен, как я неоднократно говорю на своих стримах. И, в принципе, все то, о чем говорит Андрей, это, ну, в общем-то, по всей видимости, речь идет о каких-то фактах. Единственное сомнение, конечно, вызывает цифры. Вот то, что там где-то полтора миллиона сгинуло в годы Великой Депрессии. Вот мне интересно, откуда источник. Но я не знаю, может быть, Андрей потом со мной поделится. Ну, на самом деле, это, в общем-то, соответствует моим представлениям о капитализме, в частности. Потому что не только становление рыночного капитализма, оно связано с масштабными человеческими жертвами, но и становление государственного капитализма, оно тоже связано с огромными человеческими жертвами. Поэтому, в общем-то, те геноциды, эти страшные трагедии, эти миллионы людей, которые погибли от голода в так называемых социалистических или квазисоциалистических странах в 20 веке, они могут быть использованы просто как продолжение этой чудовищной статистики. Но то, что у нас в определенные статистические периоды погибло большое количество людей, это не является аргументом в пользу того, что давайте добьем выживших, да, или давайте попробуем установить какой-то новый социальный эксперимент, который тоже приведет к смерти большого количества человеческих видов. То есть, грубо говоря, жертвы, которые происходят по мере становления рыночного капитализма... Ну, а что бы он еще ответил, Вячеслав? Не-не-не, капиталисты никого не убивали? Ха-ха-ха-ха, нет, так не работает, к сожалению. Ну да, он ответил. Если коротко говорить, он бы ответил, да. Это просто мем такой. Капиталисты убили огромное количество людей, были воины, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла, и ежет такой. Да. Знаете, вот этот мем знаменитый? ...не являются оправданиями миллионных жертв, которые происходили во имя продвижения государственного капитализма. Вот и все. Поэтому, собственно, смерть любого человека это всегда трагедия, и поэтому я не очень понимаю, как можно при помощи одних массовых убийств оправдывать другие системы, где тоже осуществлялись массовые убийства. Вот, собственно, и все. Хорошо, Ежи, ваш вопрос, Андрею. Да, мой вопрос. Но стоп, тут большая проблема, на самом деле, заключается в том, что Ежи Сармат делает колоссальный акцент на том, какие жестокости, в общем-то, творились во времена Советского Союза. Ну, как бы, проблема, может, и не такая большая, да, и, может быть, Рудой попытался свои проблемы перекинуть на проблемы социализма, причем, проблемы капитализма, а проблемы капитализма при этом, ну, ярко стояли за век до того, как появился социализм, на самом деле. Если мы так посмотрим, основные проблемы, большая часть проблем, которые перечислил Рудой, наиболее мощные проблемы, которые он перечислил, они были до 20 века, наверное, все, ну, или до начала 20 века. С определенной ступени развития капитализм перестал порождать колоссальное количество убийств. Хотя, с другой стороны, мы можем отметить, что и социализм со временем стал более-менее спокойный, ну, не во всех странах, но, по крайней мере, стал более-менее спокойный. И в конце СССР мы не то чтобы встречаем колоссальное количество репрессий, проблем колоссальных. Если мы будем так рассматривать эту проблему, то, ну, окажется, что основные проблемы были у СССР в начале. И с гражданской войной, и с кулаками там со всякими, и с правлением Сталина, репрессии постоянные тоже были. Но потом как-то постепенно все начало более-менее смягчаться. И в целом, в среднем, поздний СССР, ну, я бы не то чтобы сказал, что это очень плохая система, в которой вообще невозможно жить. Вот при Сталине я бы, например, жить не хотел. При Ленине я бы тоже жить не хотел, например. Ни в каком случае. Я бы лучше даже в империи жил, чем при Сталине и при Ленине. Но достаточно поздний СССР меня вполне устраивает. Вопрос, он, в общем-то, будет такой развернутый. И, в общем-то, я хотел, чтобы Андрей, он внимательно к этому отнесся. Значит, смотрите, мой вопрос в следующем. Можно ли, по мнению Андрея, рассматривать в качестве социалистического общества, в котором усиливается государство, сохраняются товарно-денежные отношения, возрастает количество бюрократии. Государственная собственность на средства производства преобладает над общественной собственностью на средства производства. Отдельные категории населения могут быть поражены в правах. Например, происходит насильственное переселение отдельных этнических групп в товарных вагонах. Блага, оплачиваемые из государственных фондов благосостояния, формируемые за счет труда пролетариата и крестьянства, объявляются бесплатными. Ну, как будто бы переселения происходили там все 75 лет, 75 или сколько, неважно. Ну, вы поняли, да? Ну, то есть, как будто бы, знаете, на регуляре, короче, переселяли людей. Хотя, наверное, переселяли довольно часто, потому что создавались новые города, в новых городах нужны были рабочие. То есть, наверное, более-менее мирные переселения-то они точно были постоянно в СССР. Но другой вопрос, как будто бы насильно на протяжении всего времени с одинаковой мощью всех переселяли. Номенклатура, как совокупный организм, состоящий из множества клеток, а не как отдельные ее представители. Блядь, номенклатура, множество клеток, ее носители, блядь, сформулируй вопрос нормально. Распоряжается большей частью собственности средств производства. А при этом господствующая в обществе пропагандистская риторика всячески пытается... Понимаете, даже вот у Рудова был вопрос достаточно длинный. Я все понял, что он сказал. Ну, то есть... А, Ежи Сармат начинает! Ну вот представьте себе, что номенклатура, подобная маленьким муравьям во вселенной, и наших пылинки там в звезды, они там летают по космосу, и в общем мы летаем вместе с ними, и, короче, номенклатура пожирает нашу власть. И ты сидишь и слушаешь, блядь, это шуе. Ты просто охереваешь с того, насколько это затянутый вопрос, и насколько в нем много лишних непосредственно элементов. Нет, Алистер, в этом вопросе просто много лишних элементов, к сожалению. Его просто трудно слушать. Завуалировать власть партийной номенклатуры и представить дело так, что партийные вожди — это как бы продолжение воли трудового народа, который действует и осуществляет свою диктатуру от имени трудового народа и в его интересах. Вот можем ли мы такое общество, исходя из таких описательных характеристик, охарактеризовать это общество как социалистическое, да или нет? Вопрос понятен, да? Да, вопрос понятен, то есть Евгений нарисовал свое видение картины типичной социалистической страны, ну, в частности, может быть, Советского Союза. Вопрос-то в том, что вот то, что он сейчас назвал, действительно можно, ну, как максимум назвать неким мутантным социализмом, как это делает Александр Владимирович Бузгалин. Но вопрос-то в том, что он подменяет понятие и, по сути, сейчас рисует неадекватную картину советской реальности XX века, да? Ну, возьмем ту же самую партийную номенклатуру, и ее, в общем-то, вот некую всемогущую роль, которую сейчас была нам представлена. На самом деле, все это было, ну, если не совсем не так, то в значительной степени отличалось от данной картины. Потому что, как я сказал, Советская партийная номенклатура не была всемогущей в плане распоряжения общенародной собственностью. Ну, возьмите хотя бы то, что пятилетние планы часто принимались там на съездах советов. Мы знаем, что в составлении хозяйственных планов и планов экономического развития принимали участие профсоюзы, собиралось достаточно много информации от простых трудящихся. Плюс ко всему, мы знаем, что во многих соц. странах реализовывались принципы рабочей демократии. То есть, по крайней мере, они старались этот принцип воплощать. Ну, например, в Югославии, где рабочая демократия внедрялась. То есть, в ГДР, где торгово-промышленная палата, третья ее состава, выбиралась из состава рабочих. То есть, вот аргументы Ежесармата, они прекрасны в чем? Это вопрос был. Нет, это... Подожди, Женя, я сейчас немножко тут порассуждаю, потому что... Женя, Женя, подожди. Женька, Женька, короче, Жечка, Жора, Женя, короче, тише, блядь, заткнись. А можно порассуждать после ответа по вопросу? Потому что, когда ты говоришь, складывается такая более-менее стройная система, а потом начинаешь подкапываться под каждый из аргументов, и, собственно, выходит уже совсем не стройная система, которую ты нам преподнес сейчас. То есть, я могу сказать, что в социалистических странах, ну, по крайней мере, от Советского Союза и Западни, социалистические принципы с теми или иными погрешностями... Жек, Женек, тише, да-да. ...воплощались. То, как ты... Все же не перебивали. Конечно, тут можно говорить либо о неких... Ежи, блядь, не перебивай, короче. Жо-жо, Жо-жо, да, Жо-жо. Блядь, Жо-жо. Евгений Сид пишет, в критике чистого разума Кант обозначает ограниченность познания феноменами, тогда как ноумены неизвестны. Так откуда же он берет необходимые моральные законы, которые должны исполняться и свободу? Непонятно, дальше вопрос закрыт, да? Он берет это из внутреннего чувства, то есть у него есть внутренние чувства, на которые он в данном случае ссылается. Ну и фиксирует их как реально существующее. Жо-жо, да, он со своим стендом, конечно, удивляет. Системных сбоях, либо о системе некого мутированного социализма или социализма в становлении. Но опять же говорю, то, что ты сейчас обрисовал, не соответствует действительности, ну и, соответственно, как можно... То есть ты бы мне вот сейчас сказку рассказал, а я бы начал давать ответ, да, там, волшебник изумрудного города, это правда или нет? А зачем вы оправдываете Третий Рейх? Прошу прощения, это вопрос... Что? Без порядка, поэтому вы сможете задать вопрос про... Вы можете задать вопрос про это в следующий раз, Ежи. Блин, точно, вопрос был бы типа про Третий Рейх, все такие... У-у-у! О, боже мой, Советский Союз похож на Третий Рейх! У-у-ух! У-ух-у-ух-у-ух! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Классно, какая ловушка, короче, ловушка Джокера, блин! О-о-о-о! У вас будет возможность... Да-ать! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Неблан тупой, пиздец, блин, нахуя он это делает, туп! детский сад короче я в шоке я серьезно в шоке я думал что при столкновении ежесармата и рудова ежесармат просто растопчет рудовый вообще шансы ему не оставит я не учел тот вариант что как бы ежесармат вообще не будет готовиться к дебатам и он будет короче шутить про третий рейх неожиданно вот вот как бы вот вот чего я не ожидал я просто реально думал что ежесармат разнесет рудова у вас будет возможность вопрос был по-другому я прошу прошу вас андрей задать вопрос ежи да нет ну шо я попышаю то никаких оскорблений нет никаких оскорблений все абсолютно без без какого-либо негатива абсолютно позитивно ежесармат долбоеб сейчас просто со самых лучших коннотациях конченый дебил прошу прощения ну хуя ну могу подготовиться вот кстати говоря незадолго до сегодняшнего стрима я как бы попросил сообщил о дебатах подписчикам и соответственно они прислали мне много вопросов евгению по поводу социализма его эффективности но было правда очень много вопросов про наруто и круто ли это или нет хотя я просил чтобы это не присылали наруто не круто не круто ну все я ответил на вопрос ну так вот вопрос короче от подписчицы инны из города архангельска не про наруто здравствуйте ежи история моей семьи очень хорошо иллюстрирует тезис о невозможности эффективного социализма и в то же время об эффективности капитализма а мой дед и бабка по отцу из крестьян поморов их родители были безграмотные дед и бабка были отправлены в советские школы получили образование сначала среднее потом высшая бабка химик дед лингвист им а потом моим родителям советская власть давала лишние примеры не очень показательно народа это круто я считаю да народа топ да короче поехали работу квартиры путевки в санатории но потом пришел эффективный рынок и комбинат сцбк сцбк на котором мы с мужем работали загнулся мы вынуждены работать не по специальности муж вообще сезонно кроет крыши со своим высшим образованием и седьмой год тянуть ипотеку наш старший сын вынужден был бросить университет на втором курсе чтобы зарабатывать деньги наш младший ребенок умер три года назад поскольку у нас не было денег вовремя провести нужные действия и диагностировать проблемы с сердцем в связи с этим у меня вопрос на это капитализм так эффективно прошелся по моей семье или мы просто не вписались в рынок но ответ простой вам поедет вопрос ежи да 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 хорошо встречайте николай да когда я отвечаю а просьба меня не перебивать это не обязательно как да так вот значит нихуя себе ежи то есть топ я же нарушает регламент немного и как бы когда я отвечаю просьба меня не перебивать хотя и перебива не было то ли говно полностью согласен с автором вопроса по поводу предыдущего вопроса вопрос был по 3 рейх андрей ответил что это установление окей ну что ж если если это все что нет у меня у меня вопрос еще есть тогда прошу ваш вопрос ваш вопрос ежи да мой следующий вопрос значит смотрите ну в общем то честно я я с одной стороны поздравляю николая русова за то что у него состоялся такой большой замечательный кринж фестиваль на канале по сравнению с моими танцами это конечно ну это не нечто более высокая в уровне кринжа безусловно но я с другой стороны ему очень сильно соболезную за то что происходит такая вот хуета то есть ну то что да ежи сармат ведете как короче маленькая девочка которая не умеет в дебаты вообще ни разу на первый раз может быть пробовать в дебаты может быть реально и забил еще то просто не культурно на мой взгляд а в первом случае дали одно описание общества до этого что это социализм становления вот у нас сейчас следующее описание следующего общества а как по мнению андрея охарактеризовать общество которое пришло к установлению полностью общественной собственности на средства производства полному отказу товарно-денежных отношений стопроцентной конвертации крестьянство сельский пролетариат красные хмеры общественному воспитали да все поняли блять да да дала вторая ловушка джокера поехали молодей при котором каждый он выполняет функцию производящего работника начиная с девятилетнего возраста и замене армии всеобщего вооруженным народом с учетом того что из-за предшествующей колониальной отсталости и враждебного капиталистического окружения это общество оказалось лишено развитой промышленности можем ли мы назвать такое общество буржуазным или же социалистическим да просьба не вдаваться там в растекание мыслью по древу да или нет это общество буржуазное или блять да или ответь нет да или нет не растекайся мыслью по древу вопрос понятен евгений во первых третьем в третьем рейхе как бы доминировала частная собственность на средства производства так что предыдущий вопрос как бы вообще не макаса а я понимаю что ты сейчас имеешь ввиду кампучию полпота и этот это твой коронный вопрос я его прекрасно знаю кампучия все-таки окей понял или много лет одно и то же это была хитрая ловушка так вот соответственно да я знаю что ты очень любишь говорить о кампучии полпота и соответственно представлять ее как некий даже идеал построения коммунизма но вот незадача ты сводишь понятие коммунизма понятие общности и бесклассовости но таким образом можно назвать коммунистическим обществом каких-нибудь чешских таборитов 15 века или какие-нибудь религиозные общины но это но все это равно как и практика полпота как бы не имеет отношения к теории марксизма его ближайших последователей ну во первых потому что коммунизм по марксу возможен только тогда когда производится свободное благо и стоит ну стоимость которых стремится к минимуму а значит необходимо мощное развитие технологий а чего не было в кампучии то есть коммунизм невозможен по марксу без самых передовых теперь но я замечу что я не сливался с дебатов я их блять организовывал соси хуй короче долбоёб понимаешь я эти дебаты буквально организовывал слился с дебатов иди соси короче елде богов и прочим гомосексуальным православным которые с удовольствием выебут тебя в ротик чувак отъебут тебя в жопу всем короче своим сообществом и тебе это понравится дружище и тебе это понравится я клянусь медоед медоед короче подтверждает охуенно ебут пацаны и отмирание физического труда кстати вот сейчас наверняка кивнешь мне в сторону большевиков которые пришли к власти крестьянской стране но блин большевики как раз понимали что без индустриализации никакого социализма тем более коммунизма быть не может то есть именно поэтому они ломали головы все 20 20 годы как провести модернизацию экономики чтобы можно было говорить ну хотя бы о социализме полпот же строил какую-то ну как доисторическую крестьянскую дичь по факту уничтожая города зачатки промышленности поэтому никакого отношения к научному коммунизму он вообще не имеет отсюда кстати еще один тезис маркс говорил о стирании границы между городом и деревней между физическим и умственным трудом а но прекрасных мерах и не стиралась грань между городом и деревне я фактически велось уничтожение городов не стиралась грань между физическим и умственным трудом а по факту уничтожался умственный труд и ну как бы и без того небольшой процент грамм не но я замечу замечу что умственный труд советском союзе тоже уничтожался поэт и писатели ученые философы был философский пароход советском союзом много таких тем связано которые буквально уничтожали не всю культуру, но при этом довольно-таки содержательную и мощную ее часть. Вот так вот, вот так вот. То есть не то, чтобы это происходило на протяжении всего Советского Союза, тоже важно заметить, но в начале становления моменты с выселением, переселением, казнью поэтов, ученых, там, избиением их, это просто очень частые сюжеты. Почти каждый более-менее достойный поэт СССР, за исключением там какого-нибудь Маяковского и Есенина, которые просто хуй сосали государству. Вот заглатывая, отсасывали просто Сталину лично, понимаете? Лично Сталину ботинки там целовали, допустим, и Ленину. Просто ползали на пузе перед ними там, не знаю, просто «Уй, тю-тю, наша власть великая, коммунизм такой прекрасный, да?» Вот-вот таких только, ребят, не коснулись проблемы, связанные с ними. А люди, которые хоть как-то сомневались, думали, как-то все это изображали, переизображали коммунистические проблемы или даже не очень их как бы трогали, им, короче, в итоге приходилось очень строго. И убраться из СССР на философском пароходе вместе с философами, поэтами и писателями, это, наверное, самая лучшая альтернатива была. Это было куда лучше, чем остаться в совке в то время. Для писателя относительно свободного, думающего, пытающего что-то сделать. Алкоголик пишет, они даже Ахматову отпиздили, при том, что она реально, ну, ботинки Сталину лизала. Ну, ладно, не напрямую, конечно. Но Ахматова, она еще та пошлая, как бы, подсосиняя, которая, ну, вот, с удовольствием, даже после убийства сына, сына же вроде не убили, и Гумилева, короче, тоже поимели достаточно жестко, она все равно как бы нормально себе сидела, жила, 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 нормально. А что ей, короче, да? Ну, то есть, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, тут какие-то проблемы были в реализации вот этого принципа, когда творческие, умственно, типа, значимые люди, они почему-то при реализации очень сильно страдали. Ведь, а все-таки, ну, должна быть какая-то у них ценность. А-а-а, вот. Расснизился. И не надо тут говорить про борьбу с буржуазной культурой. Еще Ленин, там, в материализме и империи критицизме писал, что новая политарская культура не хоронит, а вбирает в себя достижения культуры буржуазной. То есть, ну, можно сюда добавить радикальный национализм, еще много... Смотрите, какой комментарий. Разочаровался в тебе, видел отрывками твой скептицизм, думал единомышленник, а потом увидел хайлайт, где ты рассказываешь про какую-то натурфилософскую шизу. Ну, ты такой же догматик, увы. Про какую-то натурфилософскую шизу я рассказываю. Я же, видимо, натурфилософ. Я же, видимо, верю в натурфилософию какую-то. Гениально. Что просто не дает нам причислить красных к мерам коммунистам. И уж тем более заявлять, что Пол Потт там строил какой-то коммунизм. Ну, точнее, как бы, если ты не разбираешься в нем на уровне Леши Шевцова, то манипулировать таким образом, как бы, понятиями можно. Но, опять же, когда мы говорим о коммунизме, нам нужно иметь в виду сразу все параметры коммунизма, потому что вырванные из контекста отдельные параметры еще не дают общей картины коммунизма. И поэтому утверждать, что Пол Потт или, там, я не знаю, Северная Корея строила и строит коммунизм, или уже построили, ну, невозможно. Поэтому, Евгений, я тебя прошу, вот, Христа ради, ну, или, там, во имя Маркса, во имя, не знаю, там, Святого Доллара, пожалуйста, перестань называть Пол Потта коммунистом, я тебя умоляю. А можно все-таки ответить на вопрос, который был задан? Потому что в вопросе было ничего не про Северную Корею, не про Пол Потта. Вопрос был, можем ли мы такое общество называть социалистическим или нет. То есть, очень интересная лекция, я прям заслушался, но все-таки ответ на вопрос можно? Еще раз, базовые параметры, потому что я там не видел, ну, как бы не услышал полного набора параметров. Прошу вас, Повторите, пожалуйста, все, что вы сказали. Да, ну, вот, собственно, я поэтому и просил Андрея быть более внимательным, потому что, собственно... Прошу вас, Повторите, пожалуйста. Андрея, мы можем охарактеризовать общество, которое, загибаем пальчики, пришло к установлению полностью общественной собственности на средства производства. Второе, полному отказу от товарно-денежных отношений. Третье, стопроцентной конвертации крестьянства в сельский пролетариат. Да, то есть, люди теперь не работают на частных земельных наделах, а вся земля, она теперь в общественном пользовании, в общинном, и они все на ней работают. Общественному воспитанию детей, при котором каждый ребенок этого общества выполняет функцию производящего работника, начиная с девятилетнего возраста. И замене армии всеобщим вооруженным народом. Да, то есть, конечно, у этого есть общество, определенная специфика, которая вписана. Да, то есть, из-за предшествующей. Да, у них есть... Ну, кстати, союзы художников, писателей, это реально очень отвратные вещи, которые не столько продвигают искусство, сколько его, наоборот, тормозят. И, ну, блин, это действительно, ну, элементы контроля. Более того, сейчас это элементы контроля не столько государственного, сколько элементы контроля внутри искусства. Ну, и, соответственно, эти штуки выживают над донатой людей, почти как Шадов, только там бездарные люди абсолютно сидят обычно, которые пишут стихи на уровне, как бы, копии, копирок Пушкина, просто копируют Пушкина, Лермонтова, и на этом заканчивают, по большей части. И враждебному террористическому окружению это общество оказалось лишено развитой промышленности. Но это не значит, что это общество стремилось... Значит, это как раз значит... А мы можем назвать такое общество шлацдом или социалистическим? Андрей, вот вы смотрите, вы не слушаете вопросы. Мы не можем назвать такое общество социалистическим, просто потому, что нет развитой промышленности, а только на базе развитой промышленности и развитого производства можно строить, собственно, по Марксу... Нет, подождите, про Маркса в вопросе ничего не было. Вопрос был, можем ли мы это общество рассматривать качественное социалистичество в широком смысле этого слова. В общем, с эсеровщиной какой-нибудь, да? То есть, с какими-нибудь социалистами-утопистами может быть такой проект и... Да блин, если просто социалистическое в самом широком смысле брать, мы все что угодно можем как социализм рассматривать, ежи, надоел. Можно отнести к социалистическим, но в соответствии с коммунизмом, ну то есть с коммунистическим учением Маркса и Энгельса, такое нельзя называть социалистическим коммунизмом. товарно-денежные отношения. Если мы не разлобытным в этом обществе не было товарно-денежных отношений, можем ли мы сказать, что это капитализм? Возможен ли капитализм без товарно-денежных отношений? Ты сейчас ложную дихотомию вводишь. Капитализм, социализм. Но на самом деле есть и другие, еще ранние стадии общества. Например, мы знаем, что в средние века существовала общинная собственность на средства производства, общинная земля, и крестьяне там точно так же, как... А если мы не про средние, как говорим, про 20 век? Ну, слушай, извини, Камбоджа только вырвалась из фактически вот некого такого средневекового состояния. Хорошо, если это не социализм, то что это? Как это вообще? Это феодализм? Ну, то есть я, конечно, не специалист по Камбучии, скажу сразу. Но то, что это не социализм, это 100%, я могу сказать, при каких условиях в Камбучии мог бы быть реализован социализм, но туда нужно было бы вбухать огромное количество инвестиций, построить там промышленность, создать городской пролетариат. Хорошо, это не социализм по Марксу, но исходя из политэкономического анализа, что это за общество, как мы можем его охарактеризовать, его базис? Все же, Ежи, вызывай вопрос, является ли это общество социализм общественным линием? Нет, это все один вопрос, я просто расширяю вопрос, тут уже можно как бы дискутировать, что это такое... Господа, я предлагаю дискуссию, поэтому отложить на следующий этап, потому что здесь у нас вопросы, которые вы именно задавали. Нет, буквально один коротенький вопрос, как мы можем охарактеризовать базис этого общества, все. Я не знаю, это очень-очень странный гибрид. Я не знаю, окей, все, вопрос, ответ получен. Прошу вас, прошу вас, Андрей, ваш вопрос, Ежи. Да, Ежи действительно не тупой, все понятно, да. Зачем? Евгений, вот ты являешься сторонником элитарности в обществе. Ну, ты как бы неоднократно заявлял, что из-за эголитаризма мы больше не наблюдаем, например, новых Моцартов в культуре. На стриме на Робхоре ты заявлял даже, что излишний доступ к образованию якобы привел к массовой гибели людей в 20 веке. Вопрос. Против науки, наверное, серьезного быть не может. Это шутка была, скорее всего, на нем. Если что, это было что-то вроде в духе юмора. Но все антисиентические течения могли бы действительно объединиться и не ссориться с собой. Что философы могут предложить такого, чтобы наука охуела? Да все что угодно. Огромное количество философских методов. Ну, например, что было предложено, чтобы наука вообще возникла? Философы предложили определенные методы и составили из них некий сбалансированный пучок, который в итоге и стал научным методом. Без философии научные методы разработаны не были бы, потому что именно философы их разрабатывали и никто другой. Достаточно ли это офигенно? Ну, в 20 веке Поппер, например, предложил критерий, который тоже вошел в научный метод и стал основополагающей его частью. В 20 веке. Все круто. Поехали. Мы оставим в стороне справедливость этих рассуждений, да, это уже другой вопрос. Я хочу заметить, что социализм как раз таки опирается на объективные эгалитарные тенденции в обществе и является, ну, как бы, загномерным продолжением нынешних трендов. Не приходило ли тебе... Нет, это 1,5, это 1,5, не 2, на 2 мы ничего не услышали. Просто не приходило ли тебе в голову, что твои идеи элитарности попросту противоречат историческим тенденциям и являются таким завуалированным ретроградством? То есть ты не понимаешь, что, например, элитарное образование просто не будет способствовать технологическому прогрессу, ну, и, скорее всего, приведет к технической деградации нынешнего общества. Ну, да. Ну, понимаем, пожалуйста, еще раз, да, если мы резюмируем, это как? Хороший вопрос, но не в тему, к сожалению. Давайте я сейчас за едой схожу, салат хотя бы возьму, за салатом. Вопросы... Да, у Рудова плохие вопросы. Я соглашусь с Джоном Дой, сейчас я быстро за салатом, не расходитесь. Ну, че, салат принес, давайте за салатом сейчас. Фу, комменты считать не стоит там, я думаю. То есть понимаю ли я, что мои идеи идут вразрез с господствующими тенденциями развития совмена общества? Да, понимаю, да, это действительно так. Являются ли мои идеи ретроградскими? Ну, это зависит от того, как их интерпретировать, потому что если мы посмотрим на систему образования, которая была в Советском Союзе, то на самом деле в Советском Союзе в становлении их системы образования они тоже в какой-то момент пришли к тому, что требуются отдельные школы, специализированные для особо одаренных детей с углубленным изучением каких-то определенных предметов. То есть это такой, ну, как бы в моей терминологии, как я... Школа имени Ницша. Я формулирую, это элемент аксиологического элитаризма. То есть несмотря на систему там всеобщего образования и так далее, но строго говоря, даже до 17-го года там был проект трехлестовой школы и так далее, да, то есть, грубо говоря, Российская империя поздняя, в поздний свой период, она тоже развивалась в направлении предоставления людям всеобщего образования. Вместе с тем в Советском Союзе наряду с элементами аксиологического элитаризма были элементы такого классического онкологического элитаризма, которые состояли в том, что существовали закрытые школы для детей партноменклатуры. То есть, грубо говоря, в школу, где учились дети Сталина, обычный рабочий, чтобы оказаться вместе с ними за одной партией, он попасть не мог. То есть, там, грубо говоря, были отдельные школы или отдельные классы в каких-то специализированных школах, где конкретно учились дети партийной и государственной номенклатуры. То есть, я к чему это веду? Где конкретно учились дети Сталина. Тупо дети Сталина учились в школу для детей Сталина. К тому, что элитаризм в действительности, он не нуждается в защитниках и апологетах, потому что любая форма человеческого общества, вне зависимости от того, как она себя позиционирует, социалистическая, капиталистическая, какая угодно, она все равно содержит в себе элементы внутренней элитарности в том или ином виде. Вот, собственно, и все. Ну, содержит и содержит. Тогда о чем спор? Скорее соглашусь. Да, моя позиция, она состоит в том, что, допустим, современная эксплуататорская система капиталистическая, она не нуждается в том, чтобы повсюду висели лозунги, там, да здравствует капитализм, там, ура, вперед, ударникам капиталистического труда и так далее. То есть она не нуждается в пропагандистах и апологетах. Существующих форм экономического принуждения вполне достаточно для того, чтобы получать лояльность большей части существующего общества, да, ну, за исключением каких-то политических радикалов или еще кого-то. Поэтому, в принципе, элементы элитаризма мы можем найти практически в любом обществе. Вот и все. Так, собственно, вот мой ответ. Но к воспутствующим тенденциям твои взгляды... Конечно, конечно. Я сам об этом постоянно говорю и я сам об этом, как бы, на это постоянно указываю. То есть это для меня не открытие. Я, в принципе, это прекрасно. Ну, вот только, кстати говоря, я тут сейчас пробил. Дети номенклатуры очень часто учились в обычных школах. А если это наиболее высокопоставленная номенклатура, типа дети Сталина и так далее, то нет, они не учились в обычных школах. Нет, надо этот момент... Если номенклатура более низшего уровня, тогда, да, дети учились в обычных школах. Но если это член... Добавлю, тупо ряд же школы для детей Сталина. Это вашего спора, что учились все-таки, но они ходили в эту школу с приставным человеком, который должен был обеспечивать охрану. Если мы говорим про сталинский период времени. Ну, и так, что вопрос, вы не кажется, не в безопасности. Господа, господа, прошу вас в порядку. Прошу вас. Ежи, ваш вопрос Андрею. Ваша очередь. Ну, собственно, мой следующий вопрос. Какую оценку Андрей мог бы дать насильственному переселению отдельных народов Кавказа при Сталине? Рассматривает ли Андрей насильственное переселение народов как элемент геноцида? В общем-то, я на этот вопрос. Неприятный вопрос. Неправильный вопрос. У Рудова и так были проблемы с татарами недавно. Вопрос плохой. Но просто неприятный вопрос. Просто, блин, опасный вопрос. Просто за неправильный ответ на этот вопрос Рудова могут буквально убить как бы. Вот просто буквально найти и голову ему отрезать. И даже не в игре, к сожалению, мы этого не одобряем. Надеюсь, Рудой ответит хорошо. Я уже отвечал в одном из видео не про крымских татар. Собственно, я считаю переселение народов в поздний период Великой Отечественной войны актом несправедливым. Ну и, в общем-то, актом, который нельзя превозносить и тем более уж им гордиться. Это, кстати, относится даже к крымским татарам, которые на меня так обиделись. Хотя, по большому счету, я сказал лишь то, что я не поддерживаю политику Сталина в этом отношении. Ну, а и актом геноцида это нельзя считать, потому что не ставилось ни целью истребления, не ставились... Да, тем более вопрос никак не связан с темой. Такие условия, в которых народ мог бы вымереть даже на значительную часть. Так что несправедливость, да, была. Поддерживать я эту политику не поддерживаю, но геноцидом ее не считаю. Окей, все, вопрос получен. Андрей, ваша очередь. Это первый вопрос в ходе дебаты, на который я получил хотя бы какой-то ответ. Прошу вас, Андрей, ваш вопрос. Как же держится ебал с своими комментариями этими? Смотри, любой человек, более-менее изучающий историю, скажет, что на протяжении веков происходит периодическая смена экономических укладов. Ну, это как бы понятно. С исторической точки зрения ни одна из экономических систем не вечно. И марксизм, как раз отталкиваясь от очевидных тенденций сегодняшнего, ну, и вчерашнего квиталистического общества, говорит о социализме и коммунизме. Но, если ты отрицаешь, что на смену капитализму придет социализм и коммунизм, то что тогда должно прийти на смену нынешнему капиталистическому укладу? Странный вопрос. Все? Это весь вопрос? Ну, смотри, на самом деле... Так, я сейчас слышу про... Почему каждый раз, когда я начинаю отвечать на вопрос, я параллельно слышу чей-то голос? Да, может мне кто-то дать ответ на этот вопрос? Я просто даю вам слово, потому как... Спасибо, спасибо. Блядь, я же заебал. Ты, блядь, быстро отвечать начинаешь. Я ни в коем случае не хотел бы вас оскорблять. Я хотел, чтобы у нас было супереграмменно. Я продолжаю слушать этот голос вот сейчас. Да, так вот, собственно... Блядь, ну что за хуйня? Я же, по-моему, охуел совсем. Голота, он слышит себя в голове, блядь. Я слышу голос. Мне Ницше что-то говорит. Ницше, помолчи, я на дебатах. У-у-у, блядь. Я слышу голос. Не, по факту он просто обосрал как бы Росова. Без какой-либо надобности. Я не могу сказать о том, что я однозначно отрицаю социалистическую и коммунистическую альтернативу как некий следующий этап в развитии или деградации общества. Потому что в конечном итоге все будет зависеть от того, какие тенденции возобладают в структуре существующего общества, существующих социальных отношений. То есть, может быть, все деградирует настолько, или как случится ядерная война, что мы в итоге окажемся снова в первобытном коммунизме, с палками там. И сейчас я же остановился. Блядь, я услышал звуки кивков Росова. Звуки кивков, блядь. Он покивал, блядь. Я тут отвечаю. Я тут отвечаю на вопрос, а у меня в ушах звуки кивков. Они мне мешают. Росов, прекрати, не двигайся, блядь, не дыши. Хватит говорить, дышать хватит. Твой ебаный канал тут, да? Что ты думаешь? Можешь что-то слово хотя бы сказать? Я слышу голоса, блядь. Я слышу голоса, нахуй. Пиздец просто. С камнями. С другой стороны, и здесь, я не знаю, Андрей, он на самом деле предвосхитил мой следующий вопрос ему же самому, потому что мой следующий вопрос будет касаться тоже вопроса эстоната и формационного подхода. Дело в том, что следующая формация общественно-экономическая, которая придет на смену капитализму, она тоже может носить эксплуататорский характер. То есть для нее тоже может быть характерен характер классового антагонизма и разделение на эксплуататоров и эксплуатируемых. То есть точно так же, как рабовладельческое общество после, собственно, тех прогрессивных преобразований, которые в рамках него произошли, оно не закончилось тем, что рабы восстали, свергли рабовладельцев и установили некое общество социальной равенства и социальной гармонии, а рабовладельческое общество сменилось на другую общественно-экономическую формацию, которая тоже носила характер эксплуатации, характер классового общества, для которого был характерен классовый антагонизм. То есть точно так же, как рабовладение сменилось на феодализм, а феодализм сменился на капитализм, точно так же и капитализм, в свою очередь, может смениться на некую следующую формацию, для которой будет характерен диалектика рабов и хозяев и, значит, классовый антагонизм, но пока что в силу того, что мы... Росов на Ежесармата смотрит сейчас, кстати. Спасибо, киностудия Клякса. Смотрите, Росов просто смотрит на Ежесармата. Ежесармата стримит из его комнаты. Вы могли бы подумать, что это не так, но он просто внизу где-то сидит, блядь, и стримит. Поэтому голоса слышны и все такое. В рамках существующего общества находимся. Мы просто не знаем, что это будет. Мы не знаем будущего, и поэтому мы не знаем, кто будет классом-гегемоном, а кто будет подчиненным классом на следующем витке социального прогресса. То есть это как одна из возможных альтернатив. То, что капитализм сменится на какую-то эксплуататорскую информацию. Другой возможной альтернативой, помимо глобального кризиса, исчезновения человечества и прочее, вполне может быть либо социализм, либо коммунизм. Поэтапно, последовательно. Но, на мой взгляд, это преобразование капиталистического общества в коммунистическое, оно не может произойти без качественных изменений внутри человеческой природы и человеческого общества. левых, когда они коммунистическую утопию экстраполируют на существующих людей, на существующее человеческое общество, рассматривая, что нужно просто как-то его преобразовать, и оно будет коммунистическим. Все, коммунистический полуобед был готов, мы сцели салат, там впереди еще суп, будет поехать дальше. Ошибка здесь находится в сфере социальной культурной антропологии, потому что в конечном итоге существующий субъект, как субъект, который формирует производственные отношения, конкретно на данном этапе своей, там, не знаю, социальной, биологической эволюции, по-разному это можно рассматривать, он не в состоянии быть субъектом коммунистического общества. То есть, если мы там, не знаю, все объединимся в какой-то момент в некий, там, делезовский спаум или еще что-то, тогда коммунизм может быть возможным. Дальше сказали фу. Но в существующих условиях, да, при существующих общественных отношениях, там, если мы это на существующих субъектах... Блядь, да я слышу какой-то голос. Вот я начинаю отвечать на ваши донаты, я слышу на ваши сообщения в чате, я слышу какие-то голоса. Что за хуйня? Вообще бесит, да, эти голоса какие-то? Вообще отвратительно. Что происходит вообще? Вот и все. Но вместе с тем, я не отрицаю то, что такие изменения человеческой природы могут произойти, во-первых, а во-вторых, я не отрицаю однозначно коммунистическую альтернативу. То есть, грубо говоря, это как один из возможных сценариев развития общества, да, это вполне допустимо при определенных обстоятельствах. Хорошо. Ваш вопрос, Андрей. Я бы хотел, конечно, комментарий. Евгений, ну, я могу там на 80% с тобой согласиться, а остальные 20, ну, тут уж извините, куда деваться. Потому что ты один момент упускаешь, что социальная психология, она претерпевает изменения при переходе от каждой предыдущей, каждой последующей формации. То есть, человеческая психология при рабовладении, при феодолите... Согласен полностью. Я просто указываю на то, что эти изменения пока не произошли. Но дело в том, что у крестьянина, надо понимать, что пока крестьянин не обезземелился в Англии, пока его не выгнали к чертовой бабушке с его надела, и пока он не пошел скитаться и потом зашел в город, где устроился на мануфактуру или там уже в дальнейшем на фабрику, у него было сознание крестьянина. В сознании крестьянина нет даже такого понятия, как рабочий день, как рабочая... Что за сознание крестьянина? Тупо осознание крестьянина. Сейчас я надену что-нибудь потеплее, мне холодновато стало. Сознание крестьянина, крестьянина, да. Сознание крестьянина, да. Есть такое сознание. Такая форма сознания есть. Сознание человека, есть сознание животного, есть сознание крестьянина. Крестьяне, да, у них особое сознание. Ладно, поехали. И деле, да, то есть даже такие, казалось бы, ну, очевидные для нас вещи, для крестьянина их объяснить было бы сложно, и вряд ли бы крестьянин, тем более какой-нибудь крестьянин-общинник, вписался бы в эти понятия, он бы сказал, что так жить невозможно. Я полностью согласен с этим комментариям. Но когда создалась та экономическая система, которая создалась при капитализме, крестьянина и зависимого, и общинника очень быстро перемололо, и он... Но эта система, она тоже не создалась сама по себе, да? Ну, конечно, конечно, но и нельзя сказать, что она создалась без насилия, то есть насилие присутствует при переходе от каждой предыдущей информации к каждой последующей, это факт. Ну ладно, хорошо. Нет, нет, на самом деле хороший комментарий, и развивая этот комментарий, я, собственно, могу сказать, почему вообще в принципе я являюсь антикоммунистом, да, в конечном итоге, потому что я вижу в обществе, которое основано на диалектике там рабов и хозяев и общества, которое содержит максимум каких-то внутренних противоречий, я вижу в этих противоречиях просто предпосылки для дальнейшего развития. То есть, грубо говоря, капитализм, он может быть хорош не только сам по себе, но он также хорош тем вашим... Крестьянин, ну так говорят. Слышь, Крестьянин, а мы по 8 часов в день работаем. А он такой. Я ничего не понимаю. Слышь, Крестьянин, мы работаем на заводе, там гайки крутим. А он такой. Я ничего не понимаю. Слышь, Крестьянин, слышь, Крестьянин, слышь? Слышь, мы деньги рубим, короче, на заводах. Короче, гайки крутим, реально там, не знаю, мануфактуры там всякие, знаешь. знаешь ничего не понимаю у меня другое сознание то что может развиться до или там любое другое общество то есть если некоторые левый коммунизм постулирует как общество которое будет максимально лишено вот этих самых внутренних противоречий без классового общества где нет диалектики работа хозяев нет богатых и бедных нет конфликтов и так далее то я это рассматриваю как некий такой отрицательный феномен с позиции моих взглядов до моей аксиоматики васоской именно потому что в обществе где есть вот эти внутренние противоречия до по гегелю есть и предпосылки для дальнейшего развития. То есть, грубо говоря, эти противоречия это как бы молот и, значит, кувалда, которые, соприкасаясь вместе, бьют по какому-то раскаленному металлу, в итоге высекая что-то новое. То есть, сами противоречия, они являются предпосылкой для дальнейшего развития. И если мы эти противоречия утратим, то, в общем-то, у нас и предпосылок для развития не будет. То есть, я так это вижу. Ну, да, и твоя позиция, в общем-то, она не беспочвенная. Но ты не учитываешь, что противоречия классовые могут трансформироваться в противоречия, ну, другого характера. То есть, это же не говорит о том, что социалистические... Классов не существует. Другой важный вопрос, что на самом деле классы это выдуманные понятия. Конечно, можно. Центризм, у него есть определенная политика в данном случае. Определенные цели у центризма есть. Общество, оно в известной степени тоже противоречиво. И при коммунизме, возможно, противоречия будут, но они будут совершенно в другой плоскости. Я же Сармат, сторонник формационного подхода, диалектики утверждают, что коммунизм возможен. Высокий уровень антикоммунизма в Восточной Европе, пишет Джон Доэ. Начиная от межличностной и заканчивая там подходом к... Окей, я... Ну, то есть, это можно, я слышал, но это не является эмпирическим фактом. То есть, да, я знаю, я знаю, есть такой контраргумент, но это для нас не эмпирический факт, что там будет при коммунизме. Все, Андрей, ты можешь переходить к вопросу мне. Прошу, Ежи, ваш... Так, а... Главный вопрос, а что является эмпирическим фактом вообще в политике? Эмпирический факт... Эмпирический факт, блядь, в истории! Вы вообще представляете себе вот такую совокуп... Вот эту совокупность слов вместе. Эмпирический факт в истории. Эмпирическим фактом, ну, по сути, является некое воспроизводимое много раз событие, в котором мы ставим буквально там, допустим, какой-нибудь эксперимент или, например, что-то фиксируем. Оно реально повторяется много-много-много-много-много-много раз. История происходит единожды. Ну... Поэтому говорить об эмпирических фактах в истории немножко сложнее, чем в других дисциплинах, которые естественными являются. Если в естественной дисциплине мы можем щелчок и воспроизвести какой-нибудь эксперимент, еще раз, еще два, три, четыре, десять, пятьдесят, шестьдесят раз, то в истории все происходит один раз. Мы можем, конечно, как-нибудь высраться и там сделать, сказать, ну, есть же войны, и мы можем свести все войны в одну абстракцию, в одно абстрактное слово «война», но все войны разные, у всех войн сложные причины, у всех войн сложные, в общем-то, основания, и поэтому это не одно и то же. Всякие войны — это разные войны. И разные войны дают разные результаты, соответственно. Это не эмпирический... Ну, то есть это не то чтобы эмпирические факты, да. Каждая отдельная война фиксирует только сама себя, не более того. Ладно, поехали дальше. Что очередь идти, на самом деле? А, моя очередь. А, окей, блин, я просто думал, что это мой вопрос. Изначально. Так, ну, собственно, да, вот шестой вопрос мой, тоже нужно будет отнестись внимательно к нему, потому что он будет как раз касаться той темы, на которой сам Андрей заострил свое внимание. Значит, ну, в общем-то, я думаю, что Андрей в курсе, что такое формационный подход, и исходя из этого вопроса следующий. Да, вопрос будет касаться скорее логики, нежели понимания эстмата. С точки зрения формационного подхода, история человеческого общества, она представляет собой измену общественно-экономических формаций. Первобытный коммунизм преобразовался в рабовладельческий встроен, в тот свою очередь в феодализм, в тот свою очередь в капитализм и так далее. Исходя из того, что формационный подход демонстрирует перед нами хронологическую шкалу, в рамках которой бесклассовое общество преобразуется в классовое, то есть первобытный коммунизм преобразуется в рабовладельческое или азиатский способ производства, и далее одни формы классового общества преобразуются в другие формы классового общества, например, рабовладение феодализм или феодализм в капитализм, какие у нас есть логические основания предполагать что капитализм на следующем этапе социального прогресса преобразуется именно в какую-либо форму без классового общества ведь еще значит логически у нас нет никаких логических оснований на основании вне логики лежат буква буквально как бы те у нас есть логические основания слова логически здесь употребляет не вполне адекватно к сожалению то есть я напоминаю что у меня буду у меня должны были состояться дебаты по теме логики да и соответственно и соответственно логика это в лучшем случае форма высказываний форма правильных высказываний можно так сказать да я отставил позицию что можно оба и я бы отставил позицию что можно обойтись без логики без формы правильных высказываний не трудно понять, какие высказывания правильные, какие неправильные, бла-бла-бла-бла-бла и так далее, так далее, так далее. К сожалению, мои противники эту позицию не поняли, не приняли и начали чепуху нести по этому поводу, но это уже другой вопрос. Просто в данном случае Ежесармат под логикой и понимает, ну, буквально ничего. Ну и Рудой может подкинуть им буквально диалектическую логику. У нас есть диалектические основания. Кстати, диалектическая логика, она же буквально пытается вписать в себя всю историю. Ну да ладно, просто вот она исходит из того, что описание уже имеющейся истории легко накладывается на диалектику. И, соответственно, дальше все тоже должно развиваться диалектически. Ну там такой подход, типа. Из предшествующей и представленной высшей исторической закономерности не следует, что классовые общества могут преобразовываться в бесклассовые. А угнетенный класс, предшествующий общественной экономической формации, становится классом-гегемоном на следующем этапе социального прогресса. Да, и, соответственно, такой небольшой вопрос. Какая будет формация после коммунистической? Ну, ладно. Интересно. Но я замечу, что Гегель, например, себя считал последним философом. И он считал, что путь может быть пройден. То есть, диалектический путь может быть пройден, это уже Гегель считал. Что там с Марксом, не знаю, не особо интересуюсь. Ладно, хорошо, я понял вопрос. Я как будто заново открыл Карла Фоппера. Он об этом тоже говорил. Ну, дело в том, что вывод Маркса о социализме и коммунизме. Не, ну, Ежи, конечно, немножко похож на открытого Карла Поппера. Потому что его Поппер постоянно открыт. Ладно. Вытекает из анализа развития производственных, ну и, соответственно, социальных отношений. Ведь по Марксу технологический и социально-экономический прогресс, он порождает неравенство и классовое общество. Ведь классовое общество возникло не потому, что технологии деградировали, а потому, что они развивались. Но вопрос в том, что технологии развиваются и развиваются. При переходе от каждой предыдущей формации, к каждой последующей, степень свободы человека все-таки нарастает. Ну, то есть, мы не будем отрицать, что рабочий на заводе, он более свободен и политически, и социально, чем крепостной крестьянин. Вот. И, соответственно, логически Маркс выводил, что на следующей ступени, если тренды так будут продолжаться, то, соответственно, работники... Не логически, а если этот тренд будет продолжаться. Буквально так и говорите. Не говорите слово логически. Не упоминайте логику в суе, короче, ребят. Не упоминайте логику в суе. Просто, если следовать тем же тенденциям. И вообще, в целом, производственные силы должны выйти на новый, более демократический уровень. И в этом плане, как раз-таки, Маркс отталкивался от всей предыдущей истории и видел в социализме и коммунизме некое развитие. Хотя, на самом деле, социализм и коммунизм, он часто путал эти понятия. То есть, вот нынешняя система... Никогда киностанет. Некая буферная зона между капитализмом и коммунизмом. Это уже все-таки больше его последователям ввели вот такую хронологию. Так вот, то есть, логически Маркс выводил из нарастания свободы в обществе со сменой социально-экономических формаций и с развитием производственных отношений. То есть, он видел, что если капитализм создал такое общество, в котором возможно сверхпроизводство, то на следующем этапе это сверхпроизводство должно еще... Тут вопрос в чате. Хм, а кто в поздних формациях был свободнее первобытного человека? Я думаю, здесь свобода понимается немножко в другом значении. Не в том, что вы свободны делать все, что угодно, а в том, что у вас больше возможностей буквально. То есть, в первобытном обществе у вас не было никаких возможностей. Да, вы были свободны, вас никто ни к чему не принуждал в первобытном обществе, в наиболее таком древнем, да? Ну, именно в теории, конечно, в теории. Вы были наименее к чему-то принуждены. А со временем появилось принуждение, угнетение, да? Разделение на рабов и хозяев появилось. Действительно. Вот. Но свобода заключалась в том, что появлялось больше свобод. Больше, получается, всяких средств производства, больше непосредственно всяких технологий, которые увеличивали количество свободы, с одной стороны. Именно в том смысле, что возможностей становилось больше. Но порой даже, наверное, сковывали людей, к сожалению, именно физически. Для того, чтобы добиваться этих свобод, этих возможностей, приходилось жертвовать свободным временем. Вот так. Я думаю, так же это. Технологии должны еще более развиться, что обеспечат уже те самые свободные блага, на которых... Но тогда они бы благоп. Свобода — это осознанная необходимость, потому что все подчиняется законам диалектики. Свобода здесь понимается не в том смысле, как обычно. Можно строить уже общество бесклассовое. То есть, в принципе, эта система вполне логична, на мой взгляд. И именно поэтому я Маркса в этих положениях в целом поддерживаю. Так. И какая формация будет после коммунистической? По поводу формации после коммунистической мы не можем говорить ничего, потому что, собственно, для тебя коммунизм — это лишь один из вариантов будущего общества. Ну а, соответственно, смотреть через формацию дальше — это как-то... Слишком рано. Здесь наша полномочия — все, как говорится. Окей. Спасибо. Андрей, ваш вопрос? Ну, Сармат — детерминист просто, напоминаю. Кстати, блин, Сармат реально коммунист. Собственно, я вижу, что мы уже начали немножко обмозговывать теорию марксизма и ее подходы. Ну и вот, в общем-то, Евгений, смотри, ты до сих пор считаешь, ну, по крайней мере, пытаешься, чтобы твои зрители считали, что коммунисты — это маргинальная секта сумасшедших. Ну, как бы было такое, да? Марксизм — это сектантское лжеучение, да? Ну, как марксизм может являться сектантским лжеучением, если он является одним из направлений современной социологии, современной исторической науки? И, соответственно, марксизм преподается до сих пор в университетах, и, думаю, и ты, и я подтвердим, что в рамках истфаков марксизм изучается, как минимум. Да, и не только на истфаках. Ну, и не только на истфаках. Вот, как в таких условиях можно вообще говорить о марксизме, как о некой псевдонаучной концепции? Так, ну все, это вопрос? Да, да. Не, можно, к сожалению, опять же, с учетом того, что Рудой не любит Поппера, напоминаю, да, критерий Поппера, он основополагающий для настоящей науки, ну, для естественных наук, как минимум. Мы можем говорить о коммунизме, о коммунизме, мы можем говорить о марксизме, как о псевдонаучном учении. Вполне можем, почему бы и нет. Ну, смотри, собственно, ну, во-первых, все зависит от того, какие направления марксизма мы рассматриваем, но для того, чтобы тебе вообще было понятно, о чем идет речь, вот, допустим, возьмем дарвинизм, да, вот было такое учение в свое время, да, и для своего времени, в общем-то, никто не будет спорить с тем, что это учение, оно имело под собой определенную научную основу. И более того, мы можем, там, современные учебные заведения взять, где до сих пор, в общем-то, даются какие-то общие представления о дарвинизме, и кроме того, дарвинизм, как составная часть, составной элемент, он входит в современную синтетическую теорию эволюции, где он является, вот эти закономерности, там, борьбы за существование, они являются неотъемлемой частью некой общей научной парадигмы в рамках биологической дисциплины. Но, как только появился социал-дарвинизм, да, люди, ученые, да, они стали что-то подозревать, да, что, по-моему, вот это учение, да, оно уже как бы не совсем научно, если мы принципы дарвинизма пытаемся экстраполировать на человеческое общество, по-моему, это уже какая-то полная херня. А вот теперь представь, если бы появился не социал-дарвинизм, а дарвиновская алгебра, дарвиновская теория шахмат, дарвиновская теория вышивания крестиком, дарвиновская физика, дарвиновская химия, там, не знаю, дарвиновская социология, значит, дарвиновская психология, вот как бы... Ну, честно говоря, принципы эволюции, они были распространены по всем наукам. Просто в 20 век, в 20 веке многие науки частично трансформировались, включая, кстати, астрофизику, и люди начали разговаривать об эволюции Вселенной, об эволюции звезд, об эволюции галактик конкретных. Под эволюцией начали понимать, конечно, изменения, но это как бы одна из таких, знаете, основных тенденций в науке 20 века, если что. Так что я же здесь немножко куда-то не туда копает. Вот и отнесся, да, то есть ты с одной стороны сказал бы, ребята, постойте, это же какая-то уже научная чепуха, это же какая-то септа каких-то сумасшедших людей, повсюду это форс. Более того, биологи, когда они описывают общество, они пытаются его описывать, ну, социал-дравинистически по большей части. Когда биологи пытаются описывать поведение людей, они концентрируют свое внимание только на биологии, и у многих не хватает, так скажем, внутреннего зрения, внимательности для того, чтобы какие-то другие принципы применять в данном случае. То есть я же сармат говорит о лже-научности, но эти принципы активно применяются, к сожалению или к счастью, но применяются. На что представители этой секты, они по тебе ответили, как это? Ты что, ты хочешь сказать, что дравинист не научен? Да ты посмотри вон там все книги, да у нас вся биология, она вся основана на дравинизме, дравинизм он повсюду, он там везде проникает. Во-первых, это аналогию он сейчас приводит, довольно длительную аналогию. Во-вторых, про социал-дравинизм, про дравинизм. Ну то есть нет, стоп, он может быть хочет сказать, что марксизм сейчас является истинной базовой теорией, которую следовало бы развивать дальше, ну которая следовало бы дополнить там каким-нибудь синтетическим марксизмом. То есть да, базис марксизма истинен, ну то есть базовые положения марксизма по большей части являются истинными, как у дравинизма, но при этом многие все-таки вещи не дополнены, все еще их нужно развивать дальше и выяснять причины тех или иных взглядов. Я не понял. Я не понял. Вот я сейчас вообще не понимаю, о чем он говорит. Если это и аналогия, то аналогия очень как бы лесная для коммунистов в сравнении с дравинистами, представьте себе, да? Ну то есть, фу, интересно, интересно. Вот на мой взгляд, да, то есть, ну я думаю, ты уже понял, я не случайно, на мой взгляд с марксистами такая же проблема. То есть, для 19 века и даже для 20 века, там первой половины, марксизм как некий элемент современной экономической или философской картины мира, потому что на мой взгляд это в значительно большей степени философия, нежели какое-то актуальное в контексте современной экономической науки учения, с марксизмом нет никаких проблем. Но в момент, когда у нас появляются марксистские шахматы, там, не знаю, марксистская психология, марксистская биология, марксистская психология, лысенко, марксистские шахматы есть? Так стоп. Ну просто дарвинизм, как я же заметил, реально является частью синтетической теории эволюции. Просто синтетическая теория эволюции некоторые вещи, с одной стороны, переиначивает, но по большей части дополняет, ну потому что про генетику ничего Дарвин не знал, про много чего Дарвин не знал, да, соответственно. У Дарвина была недостаточная теория, но она все равно считается базовой в данном случае. И поэтому мы говорим о том, что именно Дарвин создал теорию эволюции, не какой-нибудь Ламарк, у которого тоже была теория изменений до Дарвина, не какой-нибудь там, не знаю, другой человек, а именно Дарвин. Почему мы говорим о Дарвине постоянно? Потому что вот именно взгляды Дарвина вошли внутрь синтетической теории эволюции. Следующий вопрос. Мы можем ли по такой же аналогии провести наличие марксизма, ну буквально везде? Является ли ядро марксизма сейчас истинным для большинства наук, для большинства политических, экономических, ну теоретиков? Если да, то, ну по-моему, вся деятельность Ежи это череда бесконечных обсеров тогда. То, что он обычно говорит обратное. Бум. Если ты можешь загуглить, есть марксистская теория шахматы, она в Советском Союзе существовала. Вот, то есть как только появляются все вот эти охуительные научные концепции, да, в кавычках, то, ну... Марксистская теория шахмат. Ленин и шахматы. Так. Шахматы как наука, искусство, основа сюжета к фильму. Ленин и шахматы. Ну, у Ленина что-то есть про шахматы, типа. Ленин и шахматная композиция. Ладно, не знаю, не нашел. Врет нам Ежи опять. С этим возникает проблема, особенно учитывая, что помимо этого появляется буквально секта людей, которые готовы брать в руки оружие и убивать во имя этих идей. То есть представь, если бы там какие-нибудь, не знаю, старт... Да, именно не бы Длаго. Просто проблема в том, что формулировки всех теорий эволюции до Дарвина, они противоречат синтетической теории эволюции. Дарвиновская по большей части не противоречит. Ну, хотя некоторые принципы, которые Дарвин выдвинул, они были слишком упрощенные, но их не то чтобы отбросили, их развили и... Ну, как минимум, как максимум трансформировали. Как максимум трансформировали. Соронники Дарвиновской, я не знаю, Дарвиновской математики, они организовали политическую партию, начали захватывать оружие, устраивать вооруженные перевороны. Женя, ну, слушай, ну ты уже... Подожди, я сейчас занимаюсь... Подожди, Андрей, давай я занимаюсь просто подменой понятий. Я же свои слова. Я тебя не перебиваю, когда ты отвечаешь на мои вопросы. Да, так вот, то есть в момент, когда эти люди будут брать в руки оружие и пытаться там с фанатизмом достойным лучшего применения менять общество под себя, ну, у нас к этим людям будут претензии. То есть у меня нет претензий к историческому марксизму, да, то есть у меня нет претензий к, значит, там, марксизму как элементу, там, современной... Там, одна из теорий, при помощи которой мы можем рассматривать современные экономические процессы. Так были же претензии на стримах, стоп. На стримах постоянно претензии марксизм не наука, марксизм нихуя не знает, никто не придерживается марксизма среди экономистов. Ежи, мы тебя смотрим все, ты чё? Мы тебя два года смотрели. Что произошло за последние два года? То есть марксизм теперь ещё и наука получается. Марксизм, короче, социализм может существовать. Марксизм наука. Чё там ещё было? Короче, Ежи, по-моему, делает всё, чтобы Рудой победил. Он просто берёт ему и дарит победу. Ежи стал марксистом, есть такое. В момент, когда у нас появляются там марксистские шахматы, там марксистская психология и прочее, да, это секта, да, это секта, да, эти люди фанатики. И, по сути, это действительно новая религия, где материалистическое прочтение Гегелевской диалектики, оно возводится в ранг некой новой метафизики и некого нового пантеистического такого безличного бога. Да, то есть, посмотрите дебаты между биологом Фридманом и Лексом Кровецким. То есть, это буквально сцена из зелёного слоника, где братишка пришёл. То есть, человек просто, вот у него диалектика, она повсюду, да, то есть, как в одном из опокрифов сказано, там, расщепи полено и найдёшь меня, подними с дороги камень, я буду там. То есть, это буквально возведение диалектики в ранг нового бога. То есть, ну, а что это ещё, если это не религия? Потому что, блядь, диалектика повсюду, да. Законы природы тоже повсюду. Что это такое, как не религия? Ну, мы будем игнорировать, конечно, религию в науке, но давайте дальше. Его знайся. Ну, во-первых, Евгений, мне кажется, что ты гиперболизируешь и совершаешь очень... Ну, диалектика, она реально должна быть везде, потому что это логика мира, получается. Диалектика постулируется как мировой закон, буквально. И диалектическая логика, она не просто логика. Она не просто формальна, да, она... Плюс к тому, что она имеет формальный аспект, она имеет активный, содержательный, онтологический аспект. Безные логические ошибки, да, то есть... А во-вторых, ну, а что вы поделаете, если диалектику действительно можно увидеть много где, скажем так? У Иисуса можно уже... Нет, Иисуса, во-первых, никто не видел. А диалектику... Скажем так, ну, диалектика, законы диалектики ощутимы... Нет, она субстанционально как-то существует. Вот ты говоришь, Иисуса никто не видел, а диалектику... Ну, хорошо, хорошо, диалектику можно там проверить на практике, да? То есть она как некая субстанция не существует. Ну, вот то же самое с законами природы обычно, понимаете? Когда мы говорим о законах природы, ну, законы природы, мы их можем на практике там проверить. Видите, они же работают, смотрите, работают. Ну, то же самое ученые нам говорят, печеные, про законы диалектики. Ну, не диалектики, а про законы природы. Все то же самое. Но, в принципе, она проверяется неким историческим опытом. Она не проверяется, она по ней не компетируется. Ну, конечно. Так вот, и ты просто в одну кучу сваливаешь Дарвина и Маркса. Ну, то есть, понятное дело, и тот, и другой занимался наукой, но Дарвин не был политиком. И, собственно, Дарвин не выдвигал политическое учение, а Маркс выдвигал. И, собственно, когда мы говорим о людях, убивающих других людей и стремящихся взять власть, то, в принципе, в рамках революционного учения это, скорее, норма, чем не норма. А в рамках биологического учения, скорее, не норма, чем норма. И поэтому приводить к одному знаменателю Маркса как достаточно разностороннего такого человека, и в том числе занимавшегося политикой, и Дарвина, который занимался сугубо биологией, ну, я считаю, нельзя. Ты, кстати, не прав, потому что Дарвин, он не только биологией занимался, он тоже был разносторонний, развитый человек. Ну, согласен, съезжу здесь, рудой, да, зря. Многое что-то не стало. Но у Дарвина был Гальтон. Гальтон вполне себе выдвигал социальный проект. Это его двоюродный брат, кузен, который разработал основы как раз евгеники, психометрики и так далее. И вот он пошел дальше. То есть это, знаешь, как Маркс и Энгельс. Да, Дарвин и Гальтон. Гальтон сказал, что давайте это все экстраполируем на человеческое общество. Да, да, давайте экстраполируем это все на человеческое общество. Это как Маркс и Энгельс. Короче, да, Пупа и Лупа, Убер Маргинал и Ежа Сармат. Это одно и то же, буквально, лол. Короче, все абсолютно, блядь, так же. Шадов и Гиперхаус там, я не знаю. Васил и Медоед. Известные компании. Буквально, блядь, одно и то же. Ёб твою мать, ну, Ежа. Я в шоке, короче. Есть охуенный дарвинизм, который все объясняет. Истинно в истине в истине. Научное учение, которое как бы... Да, 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 да. Мы не можем под сомнение ставить, потому что оно, типа, проверяется. То есть это доказано, что оно верно в основных своих постулатах. Давайте это все вот воплотим в социальную реальность. Так что в случае с дарвинизмом были такие попытки, и мы знаем о том, что... То есть Ежа буквально признал, что в рамках истории и экономики марксизм, наука. Блядь. Вот кто-то хочет после этого смотреть Ежа Сармата. Ну, ребят. Ну, вот у кого-то реально возникают желания смотреть Ежа Сармата после вот этого видео. Если мы соберем все теки Ежа Сармата, которые он воспроизвел на этих дебатах, они почти все противоречат тому, что он говорит у себя на видео. Ну ладно, не все, но многие, по крайней мере. Многие основные, что самое главное. Ну что, в какой-то момент возник социал-дарвинизм. Но неужели ты считаешь социал-дарвинизм научной концепцией? Маркс-то изначально выводил политическое учение. То есть фактически формирование его некой философской концепции, социологической, исторической, экономической, это шло совместно с политологическим осмыслением. Хорошо, а марксистская биология, там, не знаю, Лысенко, марксистские шахматы, марксистские баканы. Бля, да, Лысенко это прям вообще, ну просто сам Маркс. Это реально просто, ну, блядь, Лысенко, нахуй, он просто от Маркса отпочковался. Это просто один ум был до этого, да? Ну, Лысенко отпочковался от Маркса и все, все как бы. А как же, знаете, наука? Вот у нас в науке есть всякие, там, не знаю, псевдоученые, которые воду заряжают матами или, там, наоборот, добрыми словами. Они что же от науки отпочковались? Может, наука хуйня тогда? Ну, неожиданно, если от науки кто-то отпочковался и начал хуйню нести. Ну, может быть, наука в целом тогда херня получается? По-моему, это не так работает. То же самое с Лысенко и Марксом. Ну, Лысенко, окей. Лысенко. Лысенко, пусть будет Лысенко. Лысенко и есть Лысенко. Ну, блин. Что, знаете, господа, я хотел бы... Алистер пишет, Александр, растения одного вида не могут конкурировать друг с другом. Вы про что? Вы про... Я же с арматой. Ладно. Сообщите, что у нас пять минут осталось до конца второй части. Вы можете задать друг другу вопросы, можете продолжить обсуждение. Как вам будет удобно. Так, а у нас чья очередь задавать вопрос? Сейчас будет Андрей задавать вопрос, потом ваша очередь. Окей. А, нет, стоп, Андрей же задавал вопрос. Тогда извиняюсь, тогда уезжу. Ваши вопросы, потом Андрей. Вот Росов накололся. Последний вопрос буквально, потому что я особо не готовился. Андрей, вы участвуете в гонке и обгоняете третьего. Блядь! Да пошел ты нахуй! Еблан, блядь! Просто тупой! Тупой карлик! Ну, что за хуйня? Сука! Блядь! Какой же, блядь, кринж ебучий! Блядь! По счету вы становитесь. Третьим? Хорошо, все, почти. Хорошо. Блядь, 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 нахуй, я просто в шоке. Помни. Да, ну у меня тоже схожий вопрос. Сколько нужно задонатить Евгению, чтобы он полюбил социализм? Десять тысяч. Десять тысяч? Да я тоже за десять тысяч полюблю социализм. У меня было несколько эфиров, начиная с МЭД-ФМ, с пятнадцатого года. Мне закидывали десять тысяч, и я на протяжении целого стрима изображал из себя коммуниста. Это было дважды, дважды уже. Ребят, я тоже хочу. Хочу так же. Ты очень дешево продаешься. Продаешься, в принципе. Потому что обычно продавцы интернет-марксизм, а они будут большие. Я один пингую. Ладно, хорошо. Окей, у меня тоже вопросы, на самом деле, закончились. А, нет, у меня остался еще один вопрос. Хорошо, прошу. От Сергея Ервандовича Кургиняна. В какой момент вы были завербованы французской разведкой? Никакой, я не завербовала. А английской? Никакой вообще. Это уже второй вопрос, я же это несправедливо. Тут уже английская пошла, немецкая, французская. Я уже так. Спасибо. Есть какие-то вопросы от слушателей? Конечно. И поэтому я объявляю о конце нашей второй части. И сейчас третья часть. Ваши, уважаемые зрители, вопросы к нашим диспутантам. Некоторые вопросы, которые вы задавали, уже были отвечены. В частности, про материальное поощрение. В частности, про отношение к депортациям. Мы это уже проходили, поэтому я не буду повторять эти вопросы. Мы будем задать тех, которые еще не оглашались во время наших дебатов в первой и второй части. Поэтому мы пройдемся сразу именно о ним. Итак, я уже выбрал для вас вопросы. Да тоже 10 тысяч. 10 тысяч шадов сэнтис. Мы пытаемся ответить на все. Но их очень много. Прошу прощения, если кое-какие повторяющиеся мы не будем озвучивать. Феодосий, благодарю вас за ваш донат. Вопрос Андрею. В одном из роликов вы говорили, что каждый должен регулярно менять свою работу. Можете ли вы рассказать, как это представляете? Например, один год человек должен работать дворником, далее физиком, далее продавцом, далее врачом. Или как? Ну, должен, должен, должен. Я вряд ли формулировал это как должен, хотя, может быть, и неаккуратно выразился. Насчет должествования, смены профессии, тут спорный вопрос. Но то, что человек, допустим, при социализме и в дальнейшем при движении к коммунизму, сможет менять запросто одну профессию на другую, ну, как бы это факт. То есть у него будет достаточно возможностей, достаточно свободного времени для того, чтобы периодически переучиваться, саморазвиваться, менять профессии. Ну, и плюс ко всему, труда дворника, я надеюсь, что к тому времени уже как бы не будет, потому что все вот эти такие не самые приятные профессии, они будут роботизированы и, ну, как бы уйдут в историю. Все дворники будут убиты. Да? Понятно, спасибо. Сейчас я задам вопрос также к вам, Андрей. Вопрос от Владимира Макаревича. Спасибо вам большое. Что вы думаете по поводу польской операции НКВД, во время которой было расстреляно около 111 тысяч поляков, 16% от общего количества поляков в СССР, по формулировке «шпионаж в пользу Речи Посполитой». Являлись ли эти люди шпионами или это репрессии по национальному признаку? Ну, знаете, я точно не занимался изучением почвы. И все вопросы Рудому пойдут. Просто все вопросы Рудому. Операции вот конкретно ей. И, возможно, тут специалисты меня поправят. Но я как бы не исключаю, что это была ошибка НКВД, коих было там в 30-е годы завалить. Потому что, ну, как бы... Меня, кстати говоря, удивляют сторонники коммунизма, которые говорят, что «О, сталинские репрессии, так зашибись». Ну, тогда вопрос, почему Берия начал реабилитацию, когда поступил на пост главы НКВД, причем массовая реабилитация. Потому что Берия был предателем. А, конечно, да, он же и расстрелян был, в конце концов. Нет, ошибок хватало, причем ошибки трагичные, ужасные, катастрофичные. Я это никогда и не отрицал. Вот, и что касается польской операции, ну, там нужно изучать документы уже предметно. И вот так просто навскидку я не могу сказать, сколько человек были польскими шпионами, а сколько были расстреляны не по... ну, то есть не по делу, и были ли такие вообще. Ну вот. Спасибо, спасибо. Вопрос от пользователя Компас. Компас дебаты, спасибо большое вам. Так, это вопрос... Прошу прощения, пропустил еще один. Вопрос от пользователя Голубой, Deviant Love. Спасибо. Вопрос Ежи. Ежи во время первого раунда оговорился и сказал, что социализм возможен. Дебаты никогда не были настолько комплиментарны. И почему же социализм все-таки возможен? При каких условиях? Это не была оговорка, это моя позиция в ходе нынешних дебатов, но... Здесь не к Ежи подъем. Здесь как бы проблемы не у Ежи, здесь проблемы с тем, кто формулировал тему дебатов. Здесь прокол большой у Росова, к сожалению. Вот-вот-вот-вот, блин. Надо все-таки было опросить двух соревнующихся друг с другом и все-таки узнать, каких позиций они придерживаются заранее. И по-хорошему, реально, лучше бы они обменялись тейками, чтобы было веселее. Мы заведомо с Андреем не общались, поэтому я не знал, какую позицию он будет отстаивать. Вдруг он бы начал неожиданно доказывать, что социализм невозможен. Гениально. Не, ну я, кстати, неиронично считаю, что социализм возможен. И кроме того, есть эмпирический опыт 20 века, где отдельные общества, они действительно носили социалистический характер. То есть при определенных условиях, при определенных обстоятельствах, в силу определенного воздействия на людей и человеческое общество в целом, социалистическое общество можно построить. В общем-то, я никогда этого не оспаривал. Да, можно было бы задать вопрос об эффективности. Тогда были бы более содержательные дебаты. Ребят, я на самом деле, сейчас мы еще будем смотреть это говно больше часа, еще больше часа, с учетом, что я еще и комментировать сверху буду. Но я заранее уже отмечу, что дебаты полное говно. Вообще полное говно. Представить себе более бессодержательных и тупых дебатов между этими двумя персонажами, на мой взгляд, невозможно. Невозможно. Так. Александр, вы участвуете в гонке. Обгоняете того, кто едет третьим. Каким почту вы становитесь? Спасибо, молодой гиббон. По счету я, короче, получаю 100 рублей. Вот по счету, по счету у меня счет пополняется на 100 рублей. На 100 рублей. Я обгоняю, значит, третьего, получается. Я участвую в гонке. Я участвую в гонке. Я обгоняю третьего. Но поскольку коммунист сказал, что это будет, я становлюсь третьим, я скажу, что я, короче, становлюсь четвертым. Потому что обгоняя третьего, обгоняя третьего. А, ну не знаю, логика закончилась здесь. Логика здесь закончилась. Как сказал великий мудрец рыбников, какая разница, каким я становлюсь. Я просто не участвую в гонке. Даже если кого-то и обогнал. Меня, собственно, именно по этой теме дебатов, она удивила немного. Еще вопрос. Еще вопрос вам, Ежи. Так, Джон Дойя пишет не на 100, а на 100 плюс комиссия. Так это именно 100. Если там с покрытием комиссии было, то мне покрытие комиссии не достается, Джон Дойя. Алло. Это мой счет пополнился на 100 рублей буквально. Под ником Михаил Горбунов. Спасибо вам большое. Вопрос. Зачем ты соврал, что в СССР не было свежих овощей и фруктов? В августе даже в северных городах было 99% свежих арбузов даже в магазинах. А в магазине «Березка» был не только в Москве и Ленинграде. Так, стоп. 99% арбузов от чего? От чего мы процент берем? А в Сочи, Севастополе, Ялке, Измаиле, Выборге и находки. А ты говорил только в Москве. А когда я говорил, что в Советском Союзе не было свежих фруктов? Дело в том, что... Всегда. То в силу возраста, я совсем маленьким ребенком, я застал Советский Союз и мы ели свежие овощи и фрукты. Ну, правда, в основном в своем огороде мы их находили. А туалетная бумага тоже была, может быть, еще со времен Ленина окажется. Сейчас со времен Ленина окажется была туалетная бумага. Я серьезно, стойте, слушайте, ребят, я буквально себе не представляю, как после этого можно дальше смотреть Ежесармата. Вот после вот этого шоу, я вообще даже не знаю, не ведаю. Я хотел бы тут в Ленице, уж извините, Михаил Горбунов, я его, кажется, знаю заочно. Так вот, это график потребления овощей и фруктов, соответственно, с какого-то, с 65-го года по 2015-й. И мы видим, что пика... Можно повыше, сейчас нашим зрителям не видно, этот график чуть повыше поднять. Соответственно, мы видим, что пика достигли где-то в 85-м году по потреблению ягод, овощей и фруктов. Потом был, соответственно, достаточно длительный провал. Ну и, соответственно, на позицию второй половины 80-х годов мы уже вышли при Владимире Владимировиче, причем уже во второй его срок. А в 15-м году все совсем хорошо уже. Ну да, но это, кстати говоря, тут овощи и фрукты скорее исключение, потому что в основном... Ну, Ежи сделал, по-моему, все, чтобы обосраться, на самом деле. Я даже не представляю, как можно было бы обосраться больше на этих дебатах. Да, он даже решил не повторять тейки со стримов, он решил просто соглашаться с Рудым, потому что тогда... Ну, стой, смотрите. Если Ежи Сармата по всем основным его тейкам выебут, наверное, он решил, что это будет плохо. Ну, потому что вот-вот, нет, я никогда не говорил, что овощей не было, еды не было, я никогда не говорил, что были пустые прилавки в Советском Союзе. Нет, 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 я никогда этого не говорил, я никогда этого не говорил. И тут неожиданно 5 минут, 5 минут назад, там, на своем стриме. Ааа, никогда не было никаких, никаких, короче, продуктов, я помню, я помню, блядь, туалетной бумаги не было, жопу подтирал рукой, рукой в туалет ходил и вот так вот рукой ее вытирал, вытирал, а потом об футболку, потому что с грязной рукой ходить нехорошо. Ходили в Советском Союзе голые, иногда футболки в одной, просто было ужасно. Дефицит продуктов, ничего не было, ничего не было, короче, вообще пустые прилавки были, и туалетной бумаги вообще, вообще ноль бумаги туалетной. Простите меня, вот-вот так клянусь, короче, так и было. Через пять минут, да-да, я никогда не говорил, короче, все было хорошо в Советском Союзе, полные прилавки, меня все устраивает, фрукты были постоянно, 99% арбузов, да. 90, блядь, приходишь в магазин, а ты в продуктовый, и там, блядь, 99% арбузов от всех прочих товаров, просто приходишь в Советский магазин, и там просто одни арбузы вместо еды. 99% арбузов, блин, гениально сформулировано. Олег пишет, это самые отвратительные дебаты в моей жизни, каждый, кто участвовал или смотрел, их буквально оттупели, есть такое. Это к десятым годам по употреблению других категорий. Так вот, это к тому, что, ну да, действительно, в позднем Советском Союзе овощи... Нет, донат смешной, 99% арбузов. От чего измеряется? Измеряется. Фруктов потребляли достаточно много, и потом еще очень долго не могли в прекрасной России демократической, ельцинской и даже путинской восстановить те показатели, которые были в Советском Союзе. И тут, кстати, претензия, наверное, даже еще... Ну, на самом деле, это объясняет, если в магазинах было 99% арбузов от всех прочих продуктов, то туалетная бумага, логично, была не нужна, потому что люди, поедая продукты, они как бы не занимались вообще дефекацией никаким образом. Они в основном в туалет, ну, ходили, ну, мужчины стоя, получается, да, то есть жидко-жидко, получается. Мукаццо, который говорил, что в России фруктов в Советском Союзе, ну, как бы, дефицитно было. Ну, может быть, имелось 99% свежих арбузов, но я все равно не понял, что за дичь. 99% от нуля? Вопрос от пользователя Митяй. Подтираться можно арбузной коркой. Кстати, неплохой вариант, я бы попробовал. Еще нет. Помягче, чем туалетная бумага. Как Андрей планирует оценивать труд при социализме? Труд токаря ценится больше, чем труд фрезеровщика. Труд актера ценится выше, чем труд сварщика первого разряда. Какие критерии? Ну, никаких пока, ребят. Какие критерии? Еще ничего не разрабатывали. Рудой здесь сидит вот такой вот с таким лицом. И что он вам скажет? Ну, это странный вопрос. Ну, опять же, я об этом уже говорил во вступительной своей речи. Дело в том, что изначально социализм стартует как государственно-монополистический капитализм. И поэтому рыбочные механизмы, в том числе оценки труда, там еще сохраняются. Так что, ну, сейчас же оценивается труд фрезеровщика или труд токаря, вложенным трудом в создание продукта. Только единственное, что прибавочная стоимость, которую создает работник своим трудом, она будет перераспределяться по-другому. То есть, если сейчас, кстати, на этой неделе выпускал буквально ролик о том, что в России от 9 до 18% только работники получают стоимости того продукта, который они создают. Соответственно, при социализме этот процент будет явно выше, ну, вот, даже несмотря на то, что часть прибавочной стоимости будет отсюда в пользу содержания социальной сферы государства и прочего. Так что поначалу рыночные механизмы, да, они будут как некая такая отправная позиция в оценке стоимости труда людей. И я ничего страшного в этом не вижу. То есть вопрос в том, что эту систему в дальнейшем нужно преобразовывать. Вот в чем проблема. Изжевать товарность. Да, преобразовывайте в капитализм. Еще раз повторите, пожалуйста, Ежа. Да, преобразовывайте в капитализм. Такая небольшая ремарка. Владимир Вокаревич, благодарю вас за вашу поддержку. Вопрос к Еже. От польского народа. Какое правительство Польши в 1945-1989 годах вы считаете легитимным? Лондонское или просоветское? Считаете ли вы легитимным так называемый КНР? Ну, я считаю, что после, в общем-то, периода Хартии и Золотой Вольности в Речи Посполитой не было легитимного правительства. Сильно. Сильно, блядь. Хуенный комментарий. Принципиальный противник демократии и любых демократических институтов. Хорошо. Владимир Вокаревич также задает вопрос. Андрею, был ли геноцид армянского населения в Османской империи в 1915 году? Ну, по форме, скорее, да, чем нет. Спасибо. Что, по определению геноцида не было в Османской империи, что это пошло тут неожиданно? Ура, по-моему. Да. Ну, то есть геноциды были дошли, по-моему? Ну, по форме я говорю, да. То есть вопрос, как юридически к этому подходить. Ну, а как подходить к этому юридически? Ну, это уж у юристов надо спрашивать. Ну, а ваше мнение? Ну, блин, то, что армянам нужно, соответственно, какую-то компенсацию за это выдать, то есть, и как минимум извиниться за произошедшее, ну, я считаю, это не обсуждается. И Турция в этом плане, конечно, не права. Согласен. Вопрос от Егора Старилова. Вопрос о знакомом нами персонаже, вопрос о Евгении Николаевича Панасенкове, о труде научной истории войны 1812 года. Как Андрей относится к нему? И хотел бы он устроить с Евгением Николаевичем дебат? Надо в камеру просто показать книгу. Ну, слушайте, тут нельзя говорить как бы плохо. Дело в том, что у меня был даже ролик про Евгения Николаевича. Я его снимал стоя на коленях, на самом деле этого не видно за кадром. Но это было так, потому что тут без вариантов. И его труд, я считаю, это, ну, как бы, ну, короче говоря, да, это шаг вперед. Это веха в развитии исторической науки. Это не просто веха, это шаг куда-то даже вперед исторической науки, мне кажется. Следующая информация после конкурсера. Историческая наука как бы еще не доросла до тех, до которых доросл Фанасенков. Ну, и, конечно, ни о каких дебатах не может идти речи. Не, романтические анимы не очень люблю, вообще не люблю романтику ни в жизни, ни в искусстве, ни в поэзии, ни в чем вообще. Поехали. Ну, как бы, кто я, кто Фанасенков. Я могу сразу даже сейчас сказать, что я признаю проигрыш во всех возможных дебатах с Евгением Николаевичем. То есть это, ну, это аксиома. Спасибо. Спасибо, но я не Николаевич. Ну, во-первых, я не игнорирую эти тезисы, а во-вторых, я не считаю, что проблема построения идеального общества, она упирается в человеческую агрессивность. Так что тут, по-моему, вопрошающие, он просто не понимает мою систему аргументации. Хорошо. Вопрос Артема Речкова. Вопрос Андрею. Вопрос такой. Что будет с культурой при социализме и коммунизме? Почему наивысший уровень культуры, развития человеческой культуры, достиг общества с монархической властью, где было деление по классам, где была аристократия, которая создавала и делала спрос на эту культуру? Ну, знаете, вот задавать такие вопросы, это слишком общо, потому что, как бы, это все равно, что задавать вопросы, там, некому буржуазному политику, а что при капитализме будет, там, с культурой? Или, а как вы решите проблему безработицы? То есть, понятное дело, что даже в нынешнем рыночном обществе, даже с рыночными подходами к культуре и к чему угодно, возможно, достаточно широкий спектр ответов на этот вопрос в зависимости от банальных национальных особенностей. Ведь это тоже, как бы, нельзя сбрасывать со счетом. Так что, ну, вопрос о том, какая будет культура при социализме, ну, явно более демократическая, чем сейчас, и менее нацеленная на получение прибыли. Но вот о конкретных формах ее тут, как бы, можно рассуждать достаточно долго, и спектр решений тут будет крайне широким. А в Советском Союзе какой период был социализм? В Советском Союзе, ну, наверное, начиная с 30-х годов, и вот дальше, соответственно, уже мнения расходятся, да, кто-то там доводит до Хрущевского времени, кто-то до 65-го года. Но мне кажется, что социализм как не появился в одночасье, так и он не исчезал единовременно. Но культура была более демократической. Культура была более демократической, и я могу... Да, я помню, как демократически было охуенно. Очень демократическая культура была, вообще просто заебись. Когда писателей и поэтов буквально расстреливали. Ух, ух! Ух, как демократически было! Когда никто не мог слово сказать против советской власти. Ух, как было демократически. Ух, как хорошо было вообще. Демократия во всем... Полные штаны демократии были, действительно. Я могу сказать, что... Более демократической, чем культура, допустим, 19-го века. Поэтому я считаю, что нерелевантное сравнение культур разных эпох. То есть, когда звучал этот вопрос, наверное, где-то плакали от горя культурологи. Потому что разные эпохи, разные общества, разный экономический базис. И, соответственно, культура тоже разная. То есть, она другая. Она другая. И, на мой взгляд, да, конечно, не было, допустим, Толстого и Достоевского, и Чехова при советах. Ну, там был Шолохов, были другие. Пиздец, Шолохов просто гений. Писатели. Ну, писатели были. Солженицын, кто-то скажет, да? Просто вы сказали, что культура... Да, но Солженицын, он был, но в лагере. Ну, как бы, лол, да. Более демократическое при социализме, да? Ну, то есть, вот смотри, мы сравниваем социалистическую культуру, допустим, да, в этот период. Демократия! Например, культуру даже, вот, допустим, там, не знаю, самый конец 80-х, начало 90-х и вот по настоящее время. Сейчас культура стала более свободна, вот, и разные формы художественного самовыражения и творческого. Или тогда при социализме было свободнее? Тут, понимаешь, культуру нужно рассматривать с разных сторон. В каких-то моментах она стала более демократичной. Ну, вот, скажем, наша с тобой деятельность на Ютубе, это одно из проявлений этой демократизации культуры. Да, в Советском Союзе мне было бы сложно свои идеи озвучивать. Ну, мне некоторые, наверное, тоже, но, тем не менее, я думаю, что я бы вписался в советскую систему. Но, тем не менее, смотри, у нас есть разные параметры культуры, и, например, свобода создания, это, там, один из параметров. Свобода казнить несогласных с советской властью, еще один охуенный параметр. Лучший из лучших, демократия. Демократия, равенство, коммунизм, заебись, короче, да, действительно. Вот, вот, честно, ребят, именно вот по этому параметру, вот мы можем спорить, что угодно, про экономику, можем спорить про власть, там, про то, какая экономика лучше, да, но вот про то, что коммунисты во все щели долбили творческих людей, ученых, философов, ну, прошу прощения. Прошу прощения, довольно печально. Сколько мне Кремль заплатил, если бы мне Кремль заплатил? Если Алистер из Кремля, то не знаю. Сейчас я суп пойду разогревать, сейчас супом приду уже, надо было суп поесть. Подождите немножко, очень длительный у нас сегодня стрим. Сейчас продолжаем, там 3 минуты супа изгреться, и сейчас я подойду, ребят, ну, в смысле, я вот сейчас буду здесь с вами уже. Через 3 минуты отойду еще за супом, поехали дальше. О, я тут. Допустим, там, доступность, допустим, активная, ну, что называется, культурная политика государственная. Вот этого сейчас, допустим, не хватает, вот, потому что, ну, есть определенные... Чуть бы меньше стало. Цензура меньше. Да нафиг вашу политику! Нахер вы вообще нужны с вашей политикой? Вы с ебаной политикой продвигаете бездарных, тупых долбоебов, которые вообще не умеют писать и ничего делать, не умеют заниматься творчеством, которые делают хуйню откровенную. Вот что вы с вашей политикой делаете. Вы выдвигаете деньги, вы, то есть, ну, опять же, всякие конкурсы, фестивали, прочее это говно. Вы, короче, выделяете деньги на то, чтобы продвигать наиболее удобных для себя долбоебов, к сожалению. Я считаю, что так быть не должно в искусстве. Искусство, если уж говорить про демократичность, должно быть абсолютно свободно. И если в советском обществе искусству хочется как-то подъебать Сталина, ну, оно должно подъебывать Сталина. И не нести при этом на себе никаких, в общем-то, наказаний не должно быть. Вот. Если мы говорим про демократичность неожиданно. Про демократичность говорим. А уж если мы начинаем расстреливать кого-то, уже другие проблемы. Конечно, стало это, ну, опять же, мы видим, что цензура как ушла, так и возвращается с нарастанием определенных тенденций в современном капиталистическом уже российском обществе. Опять же, я говорю, что культуру нельзя расценивать как некую целостность. Я бы ее сравнил с неким таким стереомикшером, в котором есть много рычажков. И, соответственно, при, там, с течением времени эти рычажки, там, по-разному могут двигаться. Да, согласен, что такое есть. Действительно согласен. Вполне возможно, что некоторые рычажки в Советском Союзе были более расслаблены, чем сейчас. Но проблема заключается в том, что сейчас меня никто не расстреляет. Никто меня не вышлет из страны. Никто меня не будет особо пилить за мои литературные произведения. Особенно, если они не очень популярны. То есть, если в Советском Союзе буквально искали людей, которые там пишут какие-то книги, которые выпускают власть, сейчас меня охрен... Никто искать меня даже не собирается. Всем плевать. Соответственно, да, соответственно. Могу говорить вообще все, что хочу, практически, за редким исключением. И это все-таки, прежде всего, относится к демократии. Что я за свои произведения не могу понести уголовную ответственность. Ну, если уж не пишу что-то совсем жесткое. Гимнософист, да, есть определенные ограничения. Но если я буду ИГИЛ прославлять в своих произведениях, меня арестуют. Конечно, конечно. Я не одобряю ИГИЛ, если что. Но если я буду его прославлять, все, до свидания. Поехали в тюрьму, может быть, даже. То есть, ну, ограничений стало значительно меньше. Значительно меньше. В десятки раз меньше. И, следовательно, по основному параметру демократизация, если уж мы меряем по демократизации, она выросла. Тут признавать это довольно трудно. При том, что я с Рудым полностью согласен с тем, что культура это не просто один рычажок, так вух, наличие цензуры или безналичие. Цензура бывает разная. Цензура многообразна. И сейчас есть цензура. И всегда была. Просто есть такая цензура, которая сразу тебе, блядь, из автомата в лицо стреляет, и все. И до свидания. Ну, вот такая была в Советском Союзе. Про демократию говорить трудно. Сейчас принесу суп и продолжу смотреть. Все, пришел, ребят. Продолжаем. И, соответственно, вот да, какие-то рычажки подвинулись вперед. В смысле, Алипов на митинги ходил? Зачем? Не, конечно, ну, задержаться на 12 суток, это не очень приятно. Да, конечно. Да, по сравнению с расстрелом, по сравнению с расстрелом. Очень многие, по сравнению с Советской культурой, подвинулись назад. Да, и в плане, допустим, доступности, в плане популяризации, некой даже высокой, может быть, культуры. Нынешнее общество достаточно серьезно просаживается. А в каких-то моментах, да, оно идет вперед. Но мне кажется, что все-таки, ну, тут можно уже долго говорить о том, какая должна быть культурная политика социалистического государства. А, мимо проходил. Неприятно. В случае, она должна отталкиваться от высших проявлений культуры до социалистической, и на базе их уже строить новую социалистическую культуру. Вопрос пришел к вам обоим, господа. Вопрос, я думаю, очень интересный, и наши зрители хотят услышать у вас ответ. Если Советский Союз был хорошим государством, то по какой причине, на ваш взгляд, запрещали выезд из этого государства гражданам Советского Союза или ограничивали выезд из этой страны? По какой причине, как вам кажется? Я прошу сперва ответить Ежи, потому что Андрей уже выступал. Прошу вас, Ежи. Ну, в опрочи, содержится неверная предпосылка, да, потому что я не считаю Советский Союз хорошим государством. Ну, именно причины. Вот нас спрашивают обоих вас, обоих о причинах. Вот какие были причины это сделать? Причина закрывать границы, чтобы люди не разбежались, иметь в виду. Ну, такие же причины, почему в Северной Корее или в других, в целом спектре других классисоциалистических стран в 20-м веке были закрыты границы на выезд. По той же причине, почему строят берлинскую стену. По той же причине, почему люди там с Кубой не могли выезжать долгое время, и сейчас очень многие категории населения не могут. То есть, ну, это вообще общая причина, да. То есть классисоциалистические диктатуры очень многие, причем не обязательно даже те, где социализм постулируется под какой-то марксистской вывеской, марксистским фасадом, они очень часто закрывают границы на выезд для своих граждан, или, вернее, сказать, отданных, потому что у этих людей, как правило, отсутствуют какие-либо гражданские права, они закрывают границы на выезд просто, чтобы рабы не разбежались. Но, опять же, я не считаю Советский Союз хорошим государством, поэтому в самом начале в вопросе содержится неверная предпосылка. Прошу, Андрей, ваше мнение. Да, но я сначала хотел бы немножко прокомментировать мнение Евгения. Дело в том, что, ну, опять обращусь к своим любимым графикам, надеюсь, видно, это коэффициент естественного прироста ГДР и ФРГ. Соответственно, голубым цветом это ФРГ, красным — ГДР. И есть такая мифологена о том, что восточные немцы массово сбегали на запад, и это все было настолько массово, что, вот, соответственно, пустело бедное... А по северной и южной кореи можно такой график? У меня нет, честно говоря, сейчас, да. Но там и ситуация совершенно другая. Ну, естественно, прироста, наверное, рождаемости нет в виду. Естественно, ну, есть, кстати, графика рождаемости, черт возьми, это разные показатели. И мы увидим, что, да, рождаемость, соответственно, в ФРГ была чуть ниже, чем в ГДР на протяжении определенного количества времени, но даже учитывая это, все равно ГДР, прирост там шел гораздо интенсивнее, скажем, чем в ФРГ. Может быть, в социалистических странах просто была плохая контрацепция? Нет, кстати говоря, в ГДР с контрацепцией было все хорошо, и вообще ГДР вот в плане там сексуального воспитания, в плане там... Хорошо, а у вас есть статистика по тому, сколько людей из Восточной Германии убежали в Западную и из Западной в Восточную? Ну, вот сейчас нет, но факт в том, что... Два гандона говорят про контрацепцию. Восточная Германия не... Ну, она не то, что не оскудевала там население, что оттуда все массово бежали, нет, прирост там шел, и, ну, в общем-то, и не только за счет того, что там офигительная какая-то рождаемость, но она была немножко повыше, чем на Западе, но, как бы, тем не менее. Нет, ну, ключевой вопрос, наверное, в том, что, когда построили Берлинскую стену, сколько людей пересекало, да, стремилось нелегально пересечь эту стену по направлению с Востока на Запад, и сколько с Запада на Восток? Ну, это уже вопрос статистики, нужно эти данные искать. Ну, так вот, насчет того, почему там Советский Союз, якобы, хорошее государство, вообще, само понятие хорошее государство, оно не политологично. Да, графики про рождаемости, грустно. Ну, то есть, такого понятия у нас нет. Это просто моральные оценки. Ну, это некая моральная оценка для кого-то, там, я не знаю, для кого там, кто убежал, там, белые мигрантов, которые переселились куда-нибудь в Париж, Советский Союз был очень плохим государством. А для каких-нибудь рабочих, которым Советский Союз дал путевку в жизнь, реально вот эта новая система, и там, социальные лифты и все остальное прочее, ну, для них он был хорошим, но это, как бы, оценочное суждение. Что касается перемещения людей за границу, то были периоды в советской истории, когда очень активные и наши специалисты, и наши, что называется, деятели культуры и искусства ездили туда-сюда, кстати, в том числе в 20-е годы, вот, то есть, были периоды, когда границы были достаточно открытыми. Но тут во многом сыграла роль внешнеполитическая комьюнктура, то есть, действительно, вражеское окружение, действительно, боялись вербовки, шпионажа и всего остального прочего, поэтому ограничили... Круто, вопрос с собой всегда есть графики про рождаемости. Ограничили, на мой взгляд, не самым лучшим образом, особенно уже там, в 60-е, 70-е, 80-е годы, мы об этом, кстати, говорили, где-то год назад с Борисом Кагарлицким, вот... Наверное, он думал, что скажут, в СССР секса нет. Скажут, что в СССР секса нет, и он такой, опа, графики про рождаемости, все такие, вау. Он как раз возмущался, что надо было как-то умнее все это делать. И такой Рудой в конце скажет, в СССР секс остановилось все больше и больше с каждым годом. Ну, эти перегибы как бы были очевидные, но причина этих перегибов была действительно в политических моментах, да, что боялись вот некого внешнего воздействия, а даже не того, что кто-то там массово убежит. Часть диссидентов, кстати, в 70-е годы добровольно выпустили в Израиль и в Штаты. Например, писатель Лимонов тогда уехал в Штаты, потом очень долго насчет этого себя ругал. Вопрос тоже к вам обоим. Русский или Крым? Он, кстати, во Франции, когда он из США во Францию переехал, он жил в гей-квартале долгое время, у него там журналисты брали интервью, так что там, ну, это так. Вопрос к вам обоим, господа. Как вы считаете, русский или Крым? В каком смысле? Ну, вот такой был вопрос, я не виноват, что такой по-русски. Если мы заглянем в статистику, то мы увидим, что подавляющее население Крыма является русским. Ну, то есть, с этой точки зрения, Крым однозначно является русским. Или, проще сказать, преимущественно русским. Потому что там есть и украинцы, и... Крымские татары. Крымские татары, да, мои любимые. Всего доброго, Артур. Крымские татары и намного еще. Ежа, как вы думаете, ваше мнение? Я солидаризируюсь с мнением Андрея по этому вопросу. То есть, да, я считаю, что Крым, он принадлежит гражданам Крыма, но преимущественно это русские люди в этническом их самоопределении. Вот, так что да, собственно. Никаких проблем я тут не вижу, кроме Раши. Ковер Еврейм спрашивает. Рудова. Когда, куда подевался золотой запас к началу девяностых? Уж не закупались ли за него и за внешний долг пресловутые фрукты и овощи? Да, Алистер, мы вчера смотрели это видео. Да, как раз смотрели видео Шурика перед аукционом. Экономические данные я так на скидку сейчас не скажу. Хорошо. Вопрос Волчек, Волчек Сиб. Спасибо большое. Вопрос от человека, который заканчивает ИСТФАК, к Андрею. Почему вы постулируете ИСТМАТ советского образца за истину? Если где и как произошла феодальная революция, как с советской пятичленкой соотносится азиатский и германский способ производства? Почему творческих марксистов увольняли и травили? Ну, во-первых, я не являюсь жарким таким яростным апплагетом именно советской вот этой вот модели, которая там еще в 30-40-е годы выкристаллизовалась. Вот именно, короче, я не являюсь сторонником именно той вариации ИСТМАТа, и я считаю, что ИСТМАТ необходимо модернизировать, развивать с позицией современных достижений в истории, в социологии, во всем остальном прочем. И, ну, то есть тут я просто не понимаю претензий, да? То есть в каких моментах меня можно упрекнуть, что вот я защищаю именно ортодоксальную какую-то вот точку зрения. Причем ортодоксальная ее тоже с большой натяжкой можно назвать, потому что сам Маркс выдвигал там и теорию по поводу азиатского способа производства и всего остального прочего. То есть, ну, вопрос как бы не по существу. А то, что эту концепцию нужно развивать, ну, это сто процентов, как и любую научную концепцию. Что касается марксистов, которых увольняли... Любую научную концепцию. Ну, тут нужно смотреть по каждому конкретному случаю увольнения, потому что, ну, как бы, человек может говорить, что его уволили за то, что он неправильно и строктовал там истмат, а может быть, он там, не знаю, детский бордель содержал. То есть, ситуация бывает разная. Детский бордель. Спасибо за ответ пользователь Адепт Шу. Эх, эти, короче, историки и поэты и писатели, которые в Советском Союзе содержали детские бордели на каждом углу. Они, конечно, да... Они, конечно, надоели. Даже непонятно, да, откуда столько вот этих вот людей, которые содержали бесконечно детские бордели. На каждом шагу. Ходишь, хочешь, бывает, по Российской империи. А тут детский бордель за углом. Думаешь, блин, какой ужас, какой ужас. Пойду-ка схожу. Да. Ой, прислал нам вопрос. К вам обои. Как оба дебатера относятся к творчеству Бабангиды? Дебатера. В целом, Крэпу. Как Ежа относится к коммунистическому рэпу? Ну, в целом, Крэпу отношусь плохо, а Бабангида талантливый чувак был, и я с ним даже общался в социальных сетях. Ну, когда он там был представлен, потом он куда-то пропал. Но, скажем так, дело в том, что рэпа сейчас как единого какого-то направления уже не существует. Оно существовало там на заре нулевых годов, когда подростки надевали широкие штаны, и был там достаточно узкий сегмент рэпа из Децла, Касты, Многоточа и группы Юг, которые стилистически были, ну, по крайней мере, более или менее близки. Сейчас это очень широкий спектр, и поэтому к разным появлениям рэпа я отношусь по-разному. Вот, многое из современного рэпа я просто не перевариваю, не могу это слушать. Что-то нравится, да? Ну, вот в частности, Бабангида, у меня к нему достаточно сложное отношение, несмотря на то, что многие его трехи мне нравятся. И как некий такой троллинговый персонаж, он очень даже ок. Ну, вот в этом плане, кстати, мне кажется, Евгений отчасти слезал фишку Бабангида как некого такого анонимного или полуанонимного тролля в интернете. Ну, я никогда не был анонимен в интернете, на самом деле. Ну, все равно как-то, шибко личность свою не афишировал. Ну вот, а Бабангиды, да, есть треки, которые достаточно прикольные, и я их даже в своих обзорах использовал. Спасибо. Ну, я настолько не афишировал свою личность, что у меня старая страница, которая сейчас называется «Ежи Сармат», она раньше у меня была другая имя. Чань Красола прислал вопрос. Кстати, помимо Бабангиды, вот, донатеру, который про рэп спрашивал, я ему рекомендую заценить такие коллективы, как «Дядя Женя» и «Бухенвальд Флава». То есть это что-то наподобие Бабангиды, и у Бабангиды даже с «Дядей Женей» были какие-то коллаборации. Ну, «Дядя Женя» прикольный, да. Да, «Дядя Женя» хороший. Такие «Дядя Женя» прикольный, да. Да! Да! «Дядя Женя» хороший! И такие внезапно так повернулись друг на друга. Такие. «Дядя Женя» прикольный, «Бабангида» прикольный. Да, да? Короче, неожиданно, неожиданно нашли себя друг друга. Блин. «Бухенвальд Флава» это такие, короче, нарциссы на минималках, но у них тоже были талантливые такие треки достаточно. Как Рудой собирается решать проблему трансформации стоимости в цену в марксистской политэкономии, так как пока она не решена, у нас нет оснований полагать, что стоимость нечто большее, чем фантазия Маркса, а следовательно, и эксплуатация, что было доказано в работах Борткевича в интернице Цетона. Да, интересный вопрос. А по поводу стоимости и цены? Ну, слушайте, давайте я лучше выложу этот ответ как-то отдельно, потому что тут достаточно серьезный, в том числе, эмпирический материал нужно привлекать. Короче, давайте вот в течение трех дней я выложу у себя заметочку на странице, потому что нужно обмозговать. Вопрос для Ежи от товарища Сталина. Спасибо большое за ваш щедрый донат, товарищ Сталин. В чем причина того, что США или другие капиталистические страны запрещали своим гражданам посещать определенные страны? Тоже боялись, что разбегутся? Нет, а если мы говорим о каких-то определенных странах, то по всей видимости они боялись, что, во-первых, их могут не выпустить из этих стран и начать их там насильно удерживать. Во-вторых, они боялись того, что, не знаю, вербовка какая-то произойдет и так далее. Но тут сравнение капиталистических и квазисоциалистических стран, оно некорректно, потому что на самом деле в случае с квазисоциалистическими странами они зачастую запрещали выезд своим членам, да, членам этого общества, своим гражданам вообще в любые страны. В то время как в случае с капиталистическими странами на пике холодной войны там были некоторые ограничения только по странам соцлагеря, и то не всегда. Потому что мы даже можем найти, не знаю, там, прецеденты или примеры, например, из советского кинематографа, в том числе документального. А, это другое, другое, короче. Это другое, друзья, это другое. Это не то же самое, это другое, другое. Абсолютно другое, честно. Честно говорю, другое, не такое. Не такое, а другое, понимаете? Когда в самый разгар холодной войны американские граждане, американские граждане, французские граждане, они свободно посещают Советский Союз, вот и все. То есть даже, вот, допустим, Северную Корею могут посещать, в том числе и американские граждане, но там был нехороший прецедент, когда американский гражданин сорвал какой-то северокорейский плакат, хотел забрать его к себе на память. В итоге это было воспринято как антисоветская агитация, его посадили в тюрьму, и в итоге он просидел в тюрьме какое-то время, когда его этапировали назад, он умер. То есть, конечно, есть, скажем так, некоторые предостережения со стороны руководства США, когда они обращаются к своим гражданам и говорят, что если вы будете посещать Афганистан, допустим, Ирак, Ливию, Северную Корею, то мы не сможем гарантировать вашу безопасность. Но в целом такого рода ограничений на выезд именно из страны, да, не на посещение каких-то конкретных стран, а именно на выезд из страны, их просто нет и никогда не было. Спасибо. Вопрос от, вопрос Андрею, спасибо. Социалисты стремятся к автоматизации и уменьшению человеческого труда в производстве. СССР, кибернетика, лженаука. Кибернетики тешатся мыслью о передаче функций человека автоматическим прибором. Можно ли пролетария заменить роботом? Спрашивают кибернетики. Сталинский... Ну, охуенно, да. И Советский Союз, не социалистический? Ну, дело в том, что кибернетика, как вообще, в принципе, направление полностью не запрещалось, как и, там, не знаю, различные ответвления биологии, то есть... Да, ну и во-вторых, вероятно, кибернетика изначально была не такая уж и развита. И, может быть, были какие-то сомнения насчет того, что она вообще как бы сработает. Полного запрета не было никогда, ну, возможно, какие-то отдельные проявления подвергались неким нажимам и гонениям. Но, опять же, мы видим, что, допустим, в 50-е, 60-е, 70-е, уж тем более 80-е годы кибернетика в Советском Союзе развивалась ого-го. Вот, так что... Ну, и Советский Союз и советское руководство никогда не отказывалось от полной автоматизации, от идеи автоматизации труда. Вот, то есть это я могу сказать точно. В некоторые периоды все же был отказ от такого явления, как науки, генетики и кибернетики в Советском Союзе. То есть были запрещены исследования. Был отказ от генетики, но почему-то институт генетики существовал. Вот, как-то это странно накладывается одно и другое. Хорошо. То есть, понимаете, ну, как бы нельзя уж тут некие перегибы или даже ошибки советского руководства трактовать как полные запреты, уничтожения и все остальное прочее. Вот. Ну, все-таки мы должны объективно смотреть на реальность. Хорошо. Капиталист, благодарю вас за вопрос. Будет ли при социализме, капитализме у трудящегося или коллектива возможность свободно определять объемы и вид создаваемых продуктов, а также распоряжаться продуктом своего труда, обменивать, одалживать, дарить и оставлять в наследство? Я могу прочитать еще раз далеко этот вопрос, если он не отложился. Нет, вопрос отложился. Спасибо. Сейчас посмотрим, что заказано. Вот тут кое-что... А, этот, с 2 часа что-то. Ого. Фотки с 2 часа, где Лусине тусит с продюсером Ивановым. Окей, спасибо. Без вас это вопрос к вам, видимо, обоим. Потому что здесь вопрос внутренний пречив, потому что он содержит в себе и социализм, и капитализм. Ну, то есть, если мы про капитализм говорим, то такая возможность она напрямую зависит от форм собственности. То есть, грубо говоря, в рамках современного... Но он просто в ресторан ее сводил, и все. Ирифист, ресторан, ирифан. В этой системе есть предприятие, которое подразумевает коллективное участие, да, там какие-то закрытые акционерные общества, кооперативы, где в том числе производственные работники, которые работают на этом предприятии, они являются также собственниками, да, коллективными собственниками данных средств производства. И они, соответственно, поскольку они входят не только в рабочий коллектив, но и в совет директоров, они могут принимать такого рода решения о том, что они производят, в каком объеме и как они это реализуют. А в случае с социализмом, я не знаю, пусть Андрей ответит. Да, но в случае с социализмом, тут опять же вопрос о стадиях социализма. И дело в том, что при социализме на первых стадиях явно будет существовать еще малый и средний бизнес. Поэтому и этот сегмент производства и производственных отношений, он будет действительно сам определять объемы, сам будет распоряжаться своими средствами производства и все остальное прочее. То есть социалистов в первую очередь будет интересовать крупные промышленности и всякие торговые сети, а мелкие лавочники, ну конечно, пускай они сами распоряжаются. Но потом, вот кстати говоря, есть достаточно интересная мысль, что социализму необходим ну что называется такой, необходимая система социалистических стартапов, да, где люди, которые хотят открыть свое дело и имеют некую свою оригинальную идею и хотят открыть свое предприятие, они размещают этот проект, ну где-то в сети, на определенных платформах, ну и соответственно это оценивается на разных уровнях, в зависимости от проекта и соответственно выделяется общественное, ну поначалу государственное, затем общественное, собственные средства под этот проект и соответственно те люди, которые хотят его воплотить, становятся его управляющими, директорами и так далее, вот таким образом последующий малый и средний бизнес, он как бы вмонтируется в систему государственно-общественной собственности на средства производства и возможно таким образом получится преодолеть определенные там проблемы и столкновения со средним малым бизнесом, с мелкобуржуазным сознанием, такие пироги. Чтобы они разместили это предложение в сети, должен быть быстрый интернет. Приветствую, жрец! Он ускоряется только в тех обществах, где есть конкуренция провайдеров серьезная, а вот допустим в Америке, в той же самой, где живет несчастный маргинал, у них там в общем-то монополизм, интернет. Гости придут где-то 18.00, а у нас пока еще тут полные штаны видосов, Ежи Сармат добавляет в эти штаны и еще много чего остального. Евгений, мне кажется, вопрос о скорости интернета тут не является определенным. Я хочу сказать, что социалистический стартап, он будет размещен в сети, там на каком-то сайте люди оставят свое предложение, просто нужно, чтобы у них открылся сайт для начала. Ну, сейчас же открывается. Сейчас открывается, но у нас капитализм. Ну, а социализм предполагает более высокий уровень развития технологий. В отсутствии конкуренции разных провайдеров. А, да нет, почему? Это тоже будет определенная конкуренция, да, если у нас есть 100 проектов, нам нужно выбрать из них 10 лучших и под них выделить некое финансирование, ну вот и все. Ну, это тоже своеобразная конкуренция, но только уже в рамках социалистической системы, то есть почему нет. Окей. Спасибо. Красный диктатор, благодарю вас. Вопрос для Ежи. Когда был стрим со Стасом Диалог, зашел за пивоварней? По-моему, Рудой молодец. По-моему, вот действительно Рудой молодец, он на несколько голов выше Ежи Сармата. Несмотря на то, что я не испытываю никаких симпатий к коммунизму по большей части, вы могли это понять, но здесь Ежи Сармат, по-моему, проигрывает вообще во всех фронтах со своим неуместным троллингом, с вопросами тоже неуместными довольно-таки, с перебиваниями, с унижением Росова. Вообще, вообще все, что делает Ежи на этих дебатах, по-моему, это просто слив. Большой-большой слив. И то, что делает на несколько голов выше Ежи Сармата, как в прямом, так и в переносном смысле. А Рудой молодец, Рудой подготовился. Ничего не скажешь. Ну, то есть, вполне чистенько, без всякой грязи пока что. Ну, мы большую часть дебатов просмотрели, вообще без всякой грязи. И ты занял позицию крафтовых пивоварен. Но Стас вел к тому, что Монополия в состоянии организовать свою крафт-пивоварню и задушить маленькую частную за счет ресурс таким образом. Монополию заберет весь рынок и выходит частникам конец? Если крупная компания производит пиво какое-то в промышленных масштабах, огромными цистернами, то это по определению нельзя назвать крафтовым пивом. Потому что крафт это, ну, я не знаю, есть ли у нас ценители пива в чате там, да, или среди участников, но крафт это что-то, что делается ограниченным тиражом по уникальной рецептуре, и там очень часто рецептура меняется. То есть, грубо говоря, это определяется не в последнюю очередь объемами производимой продукции. То есть, грубо говоря, монополисты, они могут делать что-то вот в своем сегменте, когда речь идет о больших объемах. А крафт это по определению что-то совершенно иное, да, то есть это качественно иной уровень просто. Поэтому здесь упрошающий, он просто не владеет терминологией немножко. Вопрос от пользователя «Ковер еврей». Вопрос очень интересный, поэтому я пытаюсь повнимательнее его прочесть, помедленнее. Вопрос такой, вопрос Андрею. Почему на свете полно марксистских социалистических партий, но никогда за всю историю человечества не существовало марксистских рабовладельческих, феодальных или капиталистических партий? Потому что марксистма не было еще до 19 века. Марксистских рабовладельческих, феодальных или капиталистических партий. Но, соответственно, Евгений уже ответил за меня. Да тебе просто революбинь требовал марксизма. Как революбинь могли быть марксистским партий? Его не могло возникнуть до 19 века, потому что Маркс основывал свое учение на уже определенном эмпирическом опыте. Ну, кстати, были революционные партии и при феодализме, которые требовали перехода на капитализм, и, наверное, в рабовладельческом обществе тоже были восстания рабов. То есть, можно сказать, что это вот репроспективно мы можем рассматривать это как революционные партии. Это же вопрос идиотский совершенно. Ну, абсолютно согласен, да. Вопрос совершенно идиотский, все верно. Бля! Это был вопрос Андрею, но я отвечу за него. Вопрос совершенно идиотский. Андрей, 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 вы замечательный человек. Ежа, спасибо, что вы меня сегодня защищаете. Андрей, все хорошо, я всегда буду вас защищать. Я за коммунизм, на самом деле. Вы тоже за коммунизм? Да, я за коммунизм. Я люблю коммунизм. Я Ежа-Сармат. Ежа-Сармат любит коммунизм. Я тоже люблю коммунизм. Мы вместе любим коммунизм. Да, Ежа? Да, мы любим коммунизм. Ура! Ладно, я не знаю, ну просто, по-моему, какая-то хуйня творится. За вопрос. Вопрос для Рудова. Как он объяснит тут факт, что в Союзе некоторые фабрики и заводы наказывали за прогресс? Например, внедрение линейного программирования на вагонострирование... Ребят, мне кажется, Ежа-Сармат это большой агент коммунистов. Это шпион коммунистов среди антикоммунистов. Он реально... Он сделал все, чтобы прославиться среди антикоммунистов, но после этого просто взял и все просрал. Мгновенно. Егорова. В 1949 году, где после внедрения завод был наказан, так как из-за оптимизации был сорван план поставок металла. Не, буквально вот это финальный босс для Ежа-Сармата, вы должны понимать. Рудой это финальный босс. С Рудым связана почти вся деятельность Ежа-Сармата за последние два года. Что делает Ежа-Сармат на регуляре? Разбирает видосы Рудова. Какие хайлайты выпускает Ежа-Сармат чаще всего? Выпускает хайлайты с комментариями к видосам Рудова. Это финал босс, короче. Победить его сейчас в этом бою, это кульминация. Квинтэссенция. Дальше только уже сам Зюганов как бы стоит. Или Платошкин, или Платошкин, да? Ну Ежа сливается. На самом деле тут нужно смотреть предметно и разбирать ситуацию, потому что возможно, что какие-то автоматизации могли приводить к дисбалансам в экономике. Потому что, ну поймите, социалистическая экономика и капиталистическая, они отличаются тем, что капиталистическая, она вот как бы хаотична, тут каждый вводит что-то свое и каждый там себе на уме, а социалистическая, она должна работать как вот некий единый организм. И когда отдельные, что называется, хозяйственные субъекты начинают играть по собственным правилам, да, и вводить какие-то свои собственные программы, пускай даже кажущиеся действительно прогрессивными и даже являющиеся прогрессивными, в результате, если это приводит к сбоям в системе, то, ну, соответственно, тут возникают определенные санкции. Вот, так что эти моменты нужно учитывать. Дальше не густо. Спасибо. Вопрос пришел... Дальше по видосам жмиль, 5 минут, и хованский обзор крафтового пива. Нашего пользователя под ником Егор Старилов. Спасибо. Вопрос Андрею. Андрей, знакомы ли вам имена Купцова, Павла Лукина, коммунизма, общества странников бессмертия, который утверждает, что Сталин был убит паразитарно-космической расой под названием... Мы не будем произвести это слово, но это такие отклонения от марксизма. Иными словами вопросов я пытаюсь перефразировать. Какое отношение к марксистам, которые как бы говорят, что они марксисты, но на самом деле они сторонники теории заговора, скажем, они там нетрадиционный взгляд на вещи. Тем не менее называют себя марксистами, они считают себя ленинцами, но считают, например, что Ленин был убит в 914 году в Альпах. Советский Союз вообще... А земля плоская организация была. А земля плоская, Курцов, он плоскоземелец. Да, есть такие персонажи, бывают, но что ж тут сказать. На самом деле в любой идеологии есть какие-то маргинальные ответвления, так что марксизм тут как бы не одинок в этом плане. Ну, только единственное, что никакой, естественно, поддержки со стороны марксистов не должно быть в сторону таких направлений. Вот и все. Ну а так весело, конечно, и грустно. Однажды Кургинян назвал себя америкократом. Это здорово, это здорово, я считаю. Да, охуенно. Вопрос от пользователя человек-андатра. Вопрос по автоматизации труда. Вот существует профессия, которая можно заменить роботами. Например, конвертный рабочий. А есть профессии, которые не предполагают такой возможности. Например, я дефектолог. Вместо меня невозможно посадить робота. Кто будет работать при коммунизме вместо меня? Так, дефектолог, я так понял, это медицинский... А, дефекты отслеживает, в смысле, на производстве? Я знаю, не больше, чем вы. Лечит детские заболевания. Пардон, пардон. Там речь, там такое. Вот, кстати говоря, поскольку у меня в семье есть медики, и тут периодически заходят споры. Медики вообще считают, что они такие офигенные, супер незаменимые. Так же, как, кстати, и учителя, что же там говорить. Ну, чтобы научиться учить, достаточно пройти недельные курсы, и ты уже будешь лучше, чем 99% современных учителей. Буквально. С другой стороны, чтобы быть медиком, хотя бы узкоспециализированным, нужно пройти курсы, ну, в лучшем случае месяц, да, самый минимум. Чтобы просто научиться крутиться в своем ремесле, какой-то практике обучиться, каким-то знаниям, именно вот в узкоспециализированной медицинской стезе. В очень узкоспециализированной медицинской стезе. Вот. Причем, понимаете, это если уж очень взять, ну, поблажки все снять. Вообще, в медицинских вузах очень долго люди учатся. Ну, 6 лет минимум, плюс еще дополнительно практика у них проходит, и только потом их до медицины допускают. Я считаю, что система очень громоздкая, и можно было бы подсократить. Да и медики со мной обычно тоже не согласны. Но в любом случае, очевидно, что медика научить, обучить, сложнее, чем обучить учителя. Ну, понятно, что у нас образование в среднем строится по довольно неэкономическим, в общем, мотивам, да. Медиков пичкают информацией из всех медицинских дисциплин на протяжении 6 лет обучения, они долго мучаются. Хирург зачем-то узнает данных, которые нужны терапевту, терапевт зачем-то узнает данные, которые нужны хирургу. Очень-очень неэкономично, в общем-то, образование сейчас устроено. И поэтому я именно даю, знаете, вот обучение какой-то узкой специализированной медицинской специальности, я говорю месяц, но это в том случае, это идеальный месяц. Это как бы, знаете, если вы идеально учите какое-то дело, учитесь ставить диагнозы в рамках, не знаю, 10, 20, 30 болезней, и то вам опыт лучше нарабатывать потом. Но этот месяц учиться прям надо очень учиться, и у вас должны быть способности к этому. Прямо вот реально способности, хорошая память, без каких-либо поблажек реально дохера надо учить. И, конечно, сдавать аккредитацию желательно, потому что если вы не сможете определенные навыки показать, если вы не сможете болезни определять, то какой месяц. Значит, 2 года надо учить хотя бы, 3-4. То есть месяц это для вундеркиндов, которые реально могут схватывать информацию на лету и показывать, что они могут практически справляться с теми или иными параметрами. Прогнозирование заболеваний, например, да, постановки лечения. Но я все равно считаю, что в рамках одной специальности медицинской можно научиться чему-то подобному, если уж и не за месяц, то за 2, за 3. Можно достаточно эффективно, может быть, не сравнимо с тем, вот как сейчас ДТРа ставит диагнозы, но достаточно эффективно, чтобы с ними конкурировать хотя бы немножко. Хоть в какой-то степени можно так сократить медицинское образование, да. Это как с философией. Философией можно научиться тоже, знаете, за месяц, за 2, прочитать множество книг, учебников и уже хоть что-то понимать в философии. А можно прочитать всего Платона за месяц, за 2 и быть специалистом по Платону, если у вас очень хорошая память. Если вы реально за месяц, за 2 прочитали всего Платона и запомнили все основные моменты, вы сможете стать специалистом по Платону лучше, чем там студент философского факультета, без проблем. В принципе, такие принципы, они везде просто работают. Да, судя по всему, в интернете все сошли с ума, поэтому предлагаю посмотреть сегодня FLCL. Надеюсь, еще нас китайцев кто-нибудь вкинет. А что такое FLCL? Аниме дебил, что такое FLCL? Это мы после гостей уже, видимо, посмотрим. В любом случае, спасибо. А, ну, это, видите, название прямо вот такое. F-L-C-L. Ф-L-C-L. Три серии? 300 рублей. Мораторий на сертификацию медиа? Но на самом деле прогресс делает свое черное дело или белое дело, не знаю, с какой стороны посмотреть. И уже и учителей собираются заменять там электронными школами и всем электронными уроками. То есть, сводя функцию там учителя к функции надзирателя и включателя там какой-либо программы. То же самое и у медиков. То есть, их труд по факту автоматизируется. Есть уже системы, там, вот, то есть, в интернете забиваются какие-нибудь диагнозы, ну, какие-нибудь симптомы и уже возможные диагнозы выдаются и так далее. То есть, на самом деле, прогресс не стоит на месте. И я уверен, что, ну, пускай не вот в самом ближайшем будущем, но в будущем, может быть, чуть более далеком, такие профессии, как врач, тоже можно будет заменить роботами. И отчасти это, кстати, уже заменяется, потому что операции иногда проводят. Да, давайте замените всех. Всех роботами, короче. Всех, блядь, заменяй роботами. Давайте еще коммунистов роботами заменим боевыми. Красный боевой робот. Дистанционно, там, с помощью каких-то офигительных роботов. На одной части планеты этот хирург вставляет свои руки в агрегат и, соответственно, там производит манипуляции, а где-то совсем на другой части планеты робот проводит операцию. Ну и, соответственно, это уже нам открывает некую перспективу. Ну, Никита, есть, возможно, такая проблема, но здесь проблема дебатов именно. То есть, они не смогли это обсудить, понимаете. В формате таких дебатов это невозможно было обсудить обстоятельно. Вот в чем проблема, Никит. Сейчас даже это не требуется. Есть операции, которые робот полностью автоматически выполняет. Медицинские лазеры, например, которые проводят хирургические операции, сложные, лучше, чем это сделали бы люди. Потому что есть элемент того, что там рука гробнет, какая-то человеческая ошибка. Роботы, они лучше с этим справляются. То есть, это уже даже не какое-то будущее, да, это вот то, что сейчас происходит. Я просто понимаю этого человека, если задающий вопрос медик. То есть, у них действительно есть такая черта у многих медиков, они считают себя незаменимыми. Ну вот, но это как бы не так. Незаменимых у нас нет. Ну если будет искусственный интеллект, который будет развит так же, как человек-он-датор, а человек-он-датор он веган, поэтому, в принципе, воспроизвести его когнитивные способности достаточно будет легко машине, то, в принципе, робот сможет выполнять его профессию. Спасибо большое. Мне кажется, этот вопрос очень важен, я его выделю среди остальных. Пользователь антикомис дал пространный вопрос, я его попытаюсь сейчас сжать. Вопрос, в общем-то, со следующим. Что поможет новой власти, новой элите не повторить ошибок Советского Союза? Не повторить скатывание в партнерменплатуру? Не повторить вот бюрократизм и партнократии? Иными словами, что мотивировать должно партнерменплатуру при госкапитализме? Что оно должно мотивировать, как не скатиться в бюрократизм партии? Да, но это вопрос, наверное, все-таки ко мне, потому что Евгений скажет, что ничего ей не поможет, кроме... Ну да, я кратко могу только сказать, что у Андрея в одном из роликов было про то, что вы сначала строите обком, потом вылазят ублюдки из обкомов, как он дословно выразился, и они все руинят. Ну да, такой некий замкнутый круг, да. Но я все-таки не столь пессимистичен и считаю, что тут системный подход должен быть. То есть нет какого-то одного решения, в результате которого партнерменплатуры не выразится. У меня, кстати, действительно было видео про деградацию партийной элиты в СССР. Кто не смотрел, можете посмотреть. Ну и, соответственно, я вижу выходы в чем? Ну, во-первых, более строгий отбор кадров, потому что в 20-е годы в Советском Союзе партию поперли кто только не. А кто будет отбирать кадры? Ну, соответственно, должны быть люди из партии, которые уже состоят в партии, люди, которые прошарены теорией практики. Ну, соответственно, если они придут к власти, значит они уже доказали свою эффективность в вопросах теории и практики. Так что так. Ну и плюс ко всему есть как бы объективные параметры. Ну вот здесь, я думаю, слабовато. Ну, люди какие-то в шизы, короче, пришли к власти, отпиздили своих врагов. Ну, значит, они доказали, что они лучше в теории и на практике. Офигенно. Ну, то есть любые рандомные шизы пришли и завалили ваших противников, оппонентов, да, политических. Все, они доказали, что они лучше всех на практике. Кайф. Респект европейской политике. А в Советском Союзе не так было? У меня главный вопрос. Ну, то есть в Советском Союзе, получается, да, тоже были люди, которые доказали на практике что-то, да, но пришли к власти. Взяли так, фух, 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 фух. Рудой сейчас литерили за меритократию топят. Да, есть такое. Напоминаю, да? О, о, есть такое. О, вы тоже меритократ, получается? Да, я коммунист, меритократ. О, меритократ и коммунист. Такие опять, да? Еще один поцелуйчик. Экзаменовки по теории, по практическим навыкам, да, это, в общем-то, несложно. И у нас сейчас, например, в Союз Марксистов принимают, ну, допустим, в нашем отделении, да и во многих других, по экзамену, да, то есть человек сдает теорию, плюс ко всему мы временно наблюдаем за ним, как он себя проявляет в практической деятельности. То есть все это должно быть, и на все это стали постепенно забивать в Советском Союзе, когда в партию пошли, ну, какие-то карьеристы, люди, которые уже потом вообще не понимали ничего ни в теории, ни никак. Мы, кстати, с Николаем обсуждали тут на предыдущем стриме, что высшая элита Советского Союза в конце 80-х годов, ну, она уже просто даже и в марксизме-то не особо шарила. Да, а что, отбор будет, да, как в Китае, короче, реальная меритократия начнется, офигенно, кайф, кайф, короче, реальная меритократия будет. Вот, это первый момент, то есть строгий отбор учет кадров. Момент второй, это, конечно же, автоматизация, мы вот сегодня к роботизации автоматизации возвращаемся постоянно, потому что, ну, это на самом деле один из залогов построения действительно успешного социалистического общества. Чем меньше будет зависеть от воли, там, каких-то бюрократов, тем меньше возможностей того, что они будут, там, как-то присваивать себе какую-то долю общественного продукта или превышать свои полномочия и так далее и тому подобное. И, в общем-то, сейчас уже мы имеем достаточные возможности для дебюрократизации аппарата. И плюс ко всему, да, вот тот же самый электронный документ-оборот позволяет просто снизить бюрократизацию в десятки раз. Вот, то есть введение новых технологий – это два. При капитализме этого не может быть? Ну, то есть, стоп, смотрите. У нас в обществе появится огромное количество благ. Машины будут делать все. Машины будут убирать на улице, машины будут лечить людей, машины будут преподавать в школах, допустим. Кайф. Люди будут заниматься творчеством. Делами, да, потрясающими творческими делами, проявлять себя с лучшей стороны, заниматься науками. Искусствами, там, всем-всем-всем-всем-всем. Вопрос. Почему блага между этими людьми должны распределяться в равной степени? Или, может быть, должен быть какой-нибудь другой принцип? Например, наиболее творческие, продуктивные, интересные люди в таком обществе могли бы получать больше денег, чем все остальные, например. Больше. Почему бы и нет? Почему бы не распределять блага таким образом, чтобы лучшим доставалось немного больше или много больше даже. Ну, не в миллион раз, не в десять тысяч раз, не в сто раз, ну, там, в десять, в пятьдесят, в сто, может быть, раз больше. При том, чтобы всем остальным доставалось достаточно, чтобы они могли жить, и достаточно, чтобы они могли питаться, одеваться, и чтобы у них жилье было. Ну, вот до такой степени, допустим. Потому что ведь вероятно, что большинство людей не особо будут топить в творчество, не особо будут хотеть этим творчеством заниматься. Вполне возможно, многим вот этих благ будет достаточно для того, чтобы просто спиваться, там, заниматься какой-нибудь наркоманией, еще чем-нибудь. А вообще тогда утопия с этими автоматизациями мне тоже не особо нравится. Интересно, да, интересная, конечно, идея, но технократия получится, технократия. Третье, это, конечно же, давление снизу, да, то есть, чем более активными будут люди, тем меньше возможностей перерождения у партноменклатуры. Вот, то есть, вот этот третий момент, на мой взгляд, он ключевой, и он, ну, его достаточно тяжело достичь, чтобы вот трудящиеся были постоянно активными и так далее и тому подобное. Вот, но тем не менее, нужно вот в этом направлении двигаться, то есть, отбор кадров, роботизация и демократия, народная демократия, действительно, которая не будет давать спусто бюрократам. А что, смотрите, Ува Ньюман, а что хорошего в абсолютно равном обществе? Да уже недолго осталось. Что конкретно хорошего в абсолютно равном обществе? Вот, смотрите, что плохо в обществе неравенства, когда есть люди, которые прям вообще очень бедные? Люди бедные умирают, страдают. Они не могут себя проявить. Они не могут вырваться из своей бедности, им плохо и так далее, и так далее, и так далее. Так, а почему бы не создать систему неравенства, в которой все вроде бы изначально будут в одинаковом положении? Ну, то есть, они будут на степени такого выживания, да, будут иметь одинаковый доступ к интернету, к образованию, к пище, к одежде, соответственно, да, то есть, все для выживания и для развития у них будет. Но если они не смогут дальше развиться, почему бы им не платить, ну, вот просто вот этот вот минимум базовый, где они будут просто, ну, жить и жить себе. И выше этого минимума им, может быть, даже и не нужно платить. А вот есть люди, которые свои средства, технические, денежные, финансовые, смогут употребить в правильном направлении, к своему искусству, делать лучше кино, фильмы, игры, книги и так далее, и так далее, и так далее. То есть, наиболее творческих персонажей поощрять, например, каким-нибудь образом, чтобы они к этому творчеству могли, ну, больше в него еще вкладываться, опять же. И так далее, и так далее. Почему должно быть равенство? То есть, увы, не умы, смотрите, ведь то, что нет тяжелого труда, щадящая обстановка, живешь в кайф, это может быть и без равенства. Мы, если, смотрите, если речь идет о том, если, Лалка пишет, то коммунисты за равенство возможностей, а не за уравниловку всех и вся. А так нет, они в том числе за уравниловку, как бы, благ, которые люди получают. Это очень важно. То есть, равенство возможностей, оно, в принципе, в меритократии должно быть, оно и в Китае, в принципе, планировалось то, что в чиновнике можно отобрать любого грамотного человека, лишь бы он был грамотен, достаточно умен, и чтобы он сдал экзамены, да. То есть, в таком случае все за равенство возможностей. Но тут просто другой вопрос, что коммунисты, они за чисто финансовое равенство, ну, не финансовое, вот экономическое. Благ, всем должно доставаться в среднем плюс-минус похожее количество. Я вот не вижу в этом ничего хорошего. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы давать, например, допустим, 100 тысяч обычному рабочему и миллиард, например, какому-нибудь гениальному деятелю философии за то, что он сотворил то, чего никто бы не смог. Вот, вот так вот. Я не вижу ничего в этом плохого. По-моему, это нормально было бы, это было бы идеальное общество. Ну, активное достаточно, но чтобы это не было воспринято как контрреволюция, да, какая-то. А вот тут нужно уже действительно не повторять ошибки прошлого в том плане, что та самая резолюция о единстве партии, она была сформулирована так, что ее можно было трактовать, но достаточно широко. И, в принципе, тут вопрос в формулировках, да. Ну, а вот по поводу фракций, да, вот, допустим, приходит революционная партия к власти, да, насколько возможны внутри этой революционной партии фракционные какие-то расколы, да, то есть образование фракций. Или же мы запрещаем любые фракции, то есть говорим, что только там единство монолит партии, как там генеральная линия и все. Ну, марксизм-ленинизм говорит о том, что нужно действовать по ситуации, да, в первую очередь, да. И тот же самый Ленин действовал всегда по ситуации. И я, кстати говоря, обдумывал этот вопрос о фракциях недавно. Понятное дело, что в сложной ситуации гражданской войны действительно фракционная деятельность должна быть свернута. Но вполне возможно, что при стабилизации ситуации фракции можно вводить снова. А почему тогда Ленин после завершения гражданской войны не разрешил фракции? Почему, наоборот, он настаивал на том, что фракции никаких не должно быть? Дело в том, что гражданская война закончилась, по большому счету, в 21-22 годах, а определенные всполохи гражданской войны были до 1927 года. Сам Ленин уже фактически с начала 1923 года особо не принимал по состоянию здоровья участие в политической жизни. Так что, возможно, по прошествии времени и у него бы родилась эта мысль, но это мы уже не можем узнать. Так что Ленин не выдвинул такую мысль, потому что он занемок очень серьезно. Вопрос. Там у них была дискуссия про союзов, после которой, собственно, изобретили эти фракционные расколы. А уже при Сталине, в общем-то, уже речь не шла о том, чтобы разрешать какие-то фракции. Ну, все понятно. Это понятное дело. И это, возможно, даже ошибка в какой-то степени была. Но, то есть, это не ошибка была в 21-м году ввести декрет, резолюцию об отмене фракции единственной партии. Потому что это еще и дискуссия о профсоюзах очень удачно совпала с константским восстанием. И, то есть, все поняли, что, ага, если мы сейчас тут еще фракционную деятельность развернем, то, ну, как бы, точно все накроется одним местом. И на тот момент, да, на 21-й год, как бы, пресечение фракционной деятельности, оно было оправданным. Ну, я просто думаю, что, смотри, это же было неминуемо. Потому что, если бы они в дальнейшем не отменили этот запрет, то, получается, не было бы никакого единства в руководстве. То есть, грубо говоря, разные вожди партийные, они бы действовали как лебедь, рак и щука. То есть, грубо говоря, Троцкий, он бы там ввел своих сторонников в одну сторону, Сталин в другую и так далее. То есть, получается, что это была некая необходимость запретить раз и навсегда фракции и установить принцип демократического централизма и сказать, что все обязаны подчиняться генеральной линии. Потому что, если бы этого не было, то был бы полный раздрай, да, то есть, грубо говоря. И именно это, собственно, именно то, что такая мера была введена, на какое-то время позволило избежать всяческих вот именно таких расколов, которые могли бы быть поддержаны, в том числе, там, вот восстаниями какими-то аналогичными кронштадтскому митю. Так, Никита, вы пишете, верно, Джон, многое из того, что было в Кампучии, не было у Маркса, но нигде, кроме Кампучии, так близко к некоторым аспектам теоретического марксизма не подошли. Так это и не имеет никакого значения. Некоторые аспекты марксизма, но их достигают племена дикие, понимаете, где-то в лесу живущие, может быть, там где-то у них равенство есть, это один из аспектов возможного. Там денег, да, там нет денег, и там есть племена, в которых все равны. Значит, они тоже близко к коммунизму подошли. Да нихуя близко они не подошли к коммунизму. И к теоретическому марксизму они нихуя не подошли, потому что теоретический марксизм возможен при условии переизбытка благ. Переизбыток благ добывается в капитализме, капиталистическое, в общем, да, устройство. В капиталистическом устройстве куча-куча благ накапливается, их становится очень-очень много, и потом они, вух, как бы происходит революшн, революшн происходит, и потом происходит коммунизм, получается, да. никита поэтому рудой и не признает кампучию потому что не соблюдаются все как бы параметры не соблюдается переизбытка благ то есть понимаете в кампучии никогда не было переизбытка блока это важный параметр даже по марксу даже по марксу вот если бы грубо говоря сторонникам того же троцкого дали набрать силу то они бы вместо там какой-то иммиграции или ухода подпольную борьбу может быть они бы предприняли попытки вооруженных мятежей и сказали бы что вот происходит на счету бюрократическое перерождение поэтому значит товарищи все честные марксисты ленинцы должны подняться там взять оружие в руки там сместить эту бюрократию и прочее прочее получается что это было ну необходимо это было необходимо да я же тракс трасский скажешь этого я могу сказать что декрет о единстве что это декрет резолюция единство партии она сыграла наверное но никит я все это не успею прочитать вы понимаете я в режиме стрима к сожалению на далекую перспективу если бы мне кажется вот на то что вы сейчас ответили но как бы рудой дал хороший ответ свой но приемлемый не было ее то черт знает чтобы там было с великой отечественной войной а но вот то что было уже впоследствии там 60 и 70-е годы черт знает вопрос дискуссионный да то есть возможно и стоит какие-то временные промежутки на каких-то исторических стадиях вводить фракции потом отменять ну то есть это уже надо смотреть по ситуации и уж точно формулировать резолюции таким образом чтобы под фракционную деятельность нельзя было подвести любую дискуссию и любое несогласие с высшим руководством что в общем то и было в советском союзе спасибо вопрос к ежи и у нас остается не так много времени до конца третьей части наши зрители я прошу вас еще успевать но почему бы не признавать ссср как попытку добиться непосредственно определенных успехов в тех или иных областях с одной стороны рудой признает ссср а с другой стороны и критикуют отчасти другая проблема что в своих видео он обычно делает это довольно мягко то есть его видео на его канале они ну достаточно достаточно занижены с точки зрения критики ссср и это может быть понятно потому что он ориентируется на определенную публику но нам в принципе известно что у самого рудова позиция по отношению вот к ссср у него много претензий у самого просто их редко озвучивает потому что его собственно публика эти претензии может не схавать к сожалению коммунистический диапазон мнений он у нас в россии достаточно велик поэтому то что рудой что-то обычно умалчивает и это еще не может быть и как бы аргументом против него понятно что это делать по определенным в общем по определенным причинам просто дать вы самый интересный задим потому что их очень много мы не хотим наших наших гостей мучить часами и часами я считаю что вопрос который задал пользователь под ником кимитачи фиаре давать же очень интересен ежи а вам не кажется что так же как вы называете соц страны квази социалистическими то также можно назвать все либеральные страны квазилиберальные все социал-либералы демократы и так далее страны мы так именуем лишь потому как ими они себя декларируют но в реальной жизни ни одна идеология не была воплощена все фейлы и кровые эксперименты ну ответ простой да можно и в вопрошающий полностью прав то есть ни одна идеология она не была нигде воплощена в чистом виде потому что нового в идея этой идея и а вещи эта вещь ни одна идеология не была воплощена в полной мере нигде 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 кроме меретократии в сингапуре потому что сингапур это и есть меритократия вот так вот вот так вот ни одна не могла быть реализована просто идея это идея практика эта практика вот сингапур и меритократия вот это да это более-менее история европейской мысли уже со времен платона это более-менее понимает да поэтому я полностью согласен я не знаю может попрошающий думать что я либерал какой-то и на плюсы либеральные стороны но как это совершенно не так я никакой не либерал вопрос от пользователя гармин тюайп антегрюэль есть наука политология есть предмет этой науки политика есть наука религиоведения есть предметы науки религия а есть теология дисциплина внутри религии а что такое марксизм для политики аналогия религиоведения или теологии то есть это предмет или все же дисциплина внутри самого марксизма что марксизм для политики значит философский базис скорее но опять же человек я так понял хочет подвести к мысли, что вот... Сувокупность фундаментальных принципов здесь, как дарвинизм, например. Ну, короче, ладно, я понял. Марксизм — это достаточно многогранное учение, которое выбирает в себя и политологию, и социологию, ну, то есть определенные взгляды на политологию, социологию, философию, вот, и с этих позиций выводит некую политическую концепцию, да, то есть марксизм в этом плане можно сравнить не с, там, теологией... Четко, вполне хороший ответ. Не с чем таким, а скорее, там, с либерализмом, как концепцией, или, там, с... Ни в коем случае я не коммунист, но Рудой выступил. Вообще, все выступление Рудова за некоторыми исключениями, по-моему, было довольно достойным. То есть, серьезно, серьезно, Рудой, даже если бы Ежи пытался сопротивляться, наверное, был... Если бы, серьезно, если бы Ежи попытался сопротивляться, это могли бы получиться хорошие дебаты. Единственное, что очень плохо у Рудова, это его вопросы были. Вот его арка с вопросами вся плохая почти. Те вопросы, которые он задавал, лучше бы он их не задавал. Они впустую, короче, все прошли. С консерватизмом, там, политическим, или еще чем-то. С фашизм. Ну, фашизм, там, тоже, да, как политическая концепция, которая основана на определенных взглядах. Ой, а про фашизм обязательно надо было сказать, ведь никак иначе. На концепциях философских, ну, менее проработанных, конечно, чем марксистские, но тем не менее. То есть, тут нельзя, тут нужно, как бы, не скидывать все в одну кучу. Да, ну, в общем-то, с вашего позволения я тоже отвечу на этот вопрос. А разница между религиоведением и теологией, она состоит в том, что теология и религиоведение по-разному исследуют религиозные феномены. То есть, религиоведение — это исследование религиозного феномена или совокупности религиозных феноменов извне, как бы, да? А теология — это исследование совокупности религиозных феноменов изнутри. То есть, из очень важного. Теология, она есть, ну, как я понимаю, только у аврамических религий. Ну, если подходить к этому вообще абсолютно честно, религиоведение исследует все религии, вообще называет религиями довольно широкий спектр явлений, а вот теология, она базируется на довольно узких религиозных рамках европейской культуры. Мы можем попробовать называть учения о богах других религий тоже теологиями, только, наверное, проблема будет заключаться в том, что под это отдельная дисциплина обычно не выводилась. Да и как-то в целом все более синкретично было. Так что вот. Обычно, когда я это объясняю, я сравниваю это с краш-тестом автомобиля. То есть, можно проводить краш-тест автомобиля, стоя от этого автомобиля на почтительном расстоянии и со стороны, наблюдая, как он врежется, какие там произойдут изменения, деформация и прочее. То есть, если вы извне это наблюдаете, это религиоведение. Если же вы это наблюдаете с позиции манекена, которого посадили за руль автомобиля, и вы наблюдаете за этим краш-тестом изнутри, то это теология. А в случае с марксизмом, ну, учитывая природу марксизма как диалектического материализма, то есть, не созерцательного фейерпаховского материализма, а именно диалектического, то есть, преобразующего, при котором субъекту отводится некая активная преобразующая роль и возможность менять какие-то вещи в структуре мироздания, то, наверное, в этой тихотомии, если мы выбираем между религиоведением и, значит... Лалка, буддийская теология невозможна по определению. Теология, скорее, это ближе к теологии, потому что к религиоведению ближе фейерпаховский сосерцательный... Буддийская теология — это оксюмарон. Оксюмарон, короче, это полная хуйня. Это отстраненный материализм. А именно вот диалектический преобразующий, он ближе вот к теологии получается. Спасибо. Да, вы что-то хотели добавить? Буддийская теология — это звучит приблизительно так же, как и, я не знаю... Интернационалистический фашизм, там, интернационалистический национализм или что-нибудь такое, знаете? Вот буквально так и звучит. Дело в том, что сама постановка вопроса такова, что, ну, давайте мы сейчас марксизм там сравним, я не знаю, с летающей тарелкой и с говном, с чем-то еще. То есть сама постановка вопроса просто некорректна. Поэтому, да, и, конечно, марксизм предполагает некую не только созерцательную, не только аналитическую, но и преобразующую роль, некий деятельностный, что называется, подход. Но, блин, теология, как бы, она тоже не предполагает деятельностного подхода, она тоже предполагает... Нет, почему? Религиозные практики — это деятельные подходы. Религиозные практики, да, но теология — это как бы немножко про другое, поскольку она является некой описательно-аналитической все равно. И аналитика там достаточно спорного содержания. Нет, если это только описание и аналитика, то это как раз религиоведение. А если речь идет об анализе религиозной практики и смотря из позиции адепта, то это уже теология. Ну, да, но дело в том, что и теология не предполагает религиозного действия. Теология объясняет те или иные феномены, исходя из религиозной дактрины. Вполне интернационалистический фашизм. Но фашизм, я плохо слово подобрал. Интернационалистический национализм именно, понимаете? То есть вот здесь противоречие. Да, с позиции адепта этой дактрины. Для религиоведения не обязательно быть адептом той религии, которую ты исследуешь. Ну, соответственно, изучать марксизм не обязательно с позиции, собственно, марксиста. Ну да, ну то есть если человек сам не марксист, изучая марксизм, это религиоведение. А если человек и сам марксист, и он изучает марксизм, то это уже теология. Не, ну аналогия имеется в виду. Мы сейчас не к тому, что марксист... Ну, блядь, аналогия хуёвая здесь. Ну ладно. Всякая аналогия ложна. Давайте отталкиваться от того, что всякая аналогия ложна, и аналогию между марксизмом и религиоведением, ну просто, блин, как бы сравнили хрен с пальцем. Господа, давайте переходим, пожалуй, к последним вопросам, самым сочным, которые наши подписчики прислали. Я заранее благодарю вас, господа, за то, что вы подписываетесь, за то, что вы становитесь спонсорами. Это очень важно. Прошу вас. Сейчас определяется... Шоу Росова там, кстати, по народу. 20 тысяч стало? 19. Ну нормально, тысячу, короче, сделал парень. Молодец, респект ему. Собственно, этих дебатов определяются итоги. Вы выйдете ноздря в ноздрю, поэтому наши зрители, в конце концов, я думаю, определятся своим выбором. Прошу вас это делать. Голосуйте. А вот вопрос, который я, к сожалению, неправильно перевел, поэтому прошу извинений перед уважаемым пользователем под ником Anticomi. Я немного изменил ваш вопрос, поэтому читаю, как вы хотели. Мой вопрос был такой. При переходе от социализма к коммунизму, что заставит партию рассосаться? Тем более, сам Рудой утверждает, что партократия имела привилегии, а значит, заинтересована в сохранении статуса КВО. Что поможет рассосать партию? Рассосать. В известной степени программа партии, если она грамотно составлена. В известной степени демократические силы. Ну и в конце концов, банально, мы сегодня уже 10-й, 15-й, 100-й раз говорим о развитии технологий. Ребят, давайте рассосем эту партию. Как мы рассосем партию? Как можно партию рассосать? Я вот не знаю. Мой вопрос звучит так. Я хочу рассосать партию. Партия, как некая организующая сила, наблюдающая, движущая, просто будет не нужна. Вот и все. И когда в ней отпадет необходимость, она просто и не сможет сохранять этот статус КВО. Спасибо. Вопрос от пользователя Капиталист. Господа, спасибо вам за ответы. Вопрос Рудому. Правильно ли утверждение? Попадать товарищи. И товарищи тоже, конечно. Спасибо за ответы. Вопрос Рудому. Правильно ли утверждение в социализме на каком-то этапе, если производство из разряда среднего переходит в разряд крупного, оно автоматически попадает в госуправление? И кто будет определять критерии размера этого большого предприятия или малого? Слушайте, ну это совсем детские вопросы. Даже в современной капиталистической России есть четкие критерии малого, среднего и крупного бизнеса. И, ну да, если производство переходит в разряд крупного, то это не значит, что приходят ребята с автоматами и просто отбирают это производство. Нет, возможно, другие варианты с вписыванием этого производства в систему глобального планирования и так далее, и так далее, переговоры, выкуп в конце концов. Так что тут вариантов может быть очень много. Да, но расстреливать мы все равно будем. Тупо вариантов может быть очень много, но, как говорится, самый ладежный вариант это расстрелять. Короче, расстрелянием. Расстрелянием. Там в чате спросили, кто побеждает, и люди начинают отвечать. Ежи, ежи, ежи побеждает, ежи побеждает. Ежи прям вообще, вообще просто разнес. Охуеть, да. Это вообще супер просто, супер. Не-не-не, вы что, я коммунист, я коммунист. Все хорошо, все хорошо. Ну, опять же, смотрите, это зависит от массы моментов, да. То есть это, опять же, все равно, что говорить, а вот как при капитализме можно будет создать НКО. То есть разные режимы, разные ситуации, то есть разные условия и, соответственно, действия власти тоже могут быть разными в этом плане. И сейчас говорить можно ли, ну, во-первых, Рудой никогда не хотел быть генсеком. Вот, во-вторых, там, если, не знаю, волей чего-то там так случится, то я точно не могу сказать, что будет там через 20 лет, какая сложится ситуация и будут ли разрешены НКО, или они будут запрещены. Вот, или будут разрешены в какой-то одной форме и запрещены в какой-то другой. Далее, по поводу того, что вот были у нас авторитарные режимы и, соответственно, все это выжгло гражданское общество. Ну, извините меня, как бы в Восточной Европе тоже были социалистические режимы, но там развиваются независимые профсоюзы и, ну, вообще, достаточно высока степень гражданской активности. Так что я думаю, что это не вопрос советского наследия. Вообще-то уже, как бы, целое поколение сменилось. Это вопрос нынешней социально-экономической системы России, неких, наверное, даже более глубоких культурных моментов. Ну, то есть об этом можно рассуждать долго. Почему в современной России вот гражданское общество живет так, а не это? И, ну, на советское наследие подспихивать все нельзя. Ну, если мы берем Польшу, например, да, на завершающем этапе, квазисоциалистическую, то там в основном независимое профсоюзное движение, оно и похоронило этот режим, потому что там были огромные забастовки, собственно. Ну, если мы вспомним рабочее движение в 80-х, там, да, то там тоже были масштабные шахтерские забастовки, направленные именно против Советского Союза. Об этом, в частности, Кургенян в своих роликах рассказывал очень подробно. Я не могу не процитировать прекрасные комментарии, отправленные нашим пользователям и подписчикам голландским пролетарием. Привет, Олегу Пострубину, пролетарию из Дуиндерехта. Спасибо за дебаты, спасибо вам большое. Мы поддержим солидарность. Благодарю вас, Аноним, за ваш вопрос. Вопрос обоим участникам. Есть стримерша и блогер Бель Дельфин. У нее есть команда монтажеров. Она продает свое общение, свое внимание, а также некий более интимный контент, в общем, свой бренд. Что конкретно здесь товар, прибавочная стоимость, средства производства и как она эксплуатирует своих монтажеров? У нас есть сегменты на ютубе таких блогеров, которые лицом, скажем так, торгуют своим, ну не только лицом. И что здесь является предметом, что является здесь ценой, что является в этом смысле стоимостью и средством производства? Ну, смотрите, тут нужно смотреть, тут нужно анализировать, опять же, комплексно, потому что по форме это крайне напоминает малый бизнес. Некоторые, кстати, блогеры и сами монтируют, то есть они в полной мере являются такими мелкими буржуа, сами производят контент как товар, сами его создают, сами получают профит с этого. Если у человека есть некий коллектив, который помогает ему, ну это тоже, по сути, некая аналогия малого бизнеса, то есть если канал рассчитан под коммерческие цели, да, а я так полагаю, речь идет именно о таких каналах. И, соответственно, но тут тоже схема малого бизнеса, если она эксплуатирует определенных людей, которые помогают создавать ей свой контент, если она получает за это прибыль, то, соответственно, тут классическая капиталистическая схема. Что является средствами производства? Средствами производства тут являются софт, компьютеры, ну и, соответственно, вот вся наша платформа Ютуба. Сейчас я отвечу на вопрос и выпущу какая-то. Хорошо, хорошо. И, соответственно, смотрите. Кстати, замечу, Росов, или я не знаю, кто, блядь, это сделал, очень тонкая разметка, вообще жесть какая-то. Ну, то есть, кто-то офигеть, как разметил это всю хуйню. Буквально за сутки, просто сразу, это, видимо, сразу размечалось. Мое почтение зрителям с канала, потому что, ну или не зрителям, либо самому Росову, кто это делал, я не знаю. Это, пиздец, какая работа, ну, если это делать после стрима, постфактуму, ну, значит, во время стрима делалось. Топ. Прибыль тут берется во многом из структур Ютуба, поскольку Ютуб платит за мониторацию. Почему вам стоит подписаться на наш канал? Да, Росов в своем репертуаре, конечно. Ой, ладно. Ну, то есть, то, что они запарились с клипами, это, конечно, круто, но Росов, как всегда, конечно. Почему вам стоит подписаться на наш канал? Боги заплачутся, дрогнется нижний интернет, блядь, вы главная причина сегодняшнего стрима. Некий бонус. Плюс ко всему, если поступают какие-то коммерческие предложения, то это тоже является, ну, и, соответственно, стримерша что-то там выполняет, эти коммерческие предложения, то, соответственно, она оказывает услугу, как, ну, тут можно провести аналогию с неким ИП, да, то есть она таким же образом оказывает некому субъекту услугу и получает с него плату, которая в результате, там, за вычетом неких расходов и формирует ее прибыль отчасти. Ну, так что, ну, тут, в принципе, классическая капиталистическая схема, ну, чего бы и нет. Сейчас я кота выпущу. Конечно, конечно. Ежа, пока вопрос оставили зрители к вам. Как вы относитесь к... Да, это Кот Васька просится на стрим. Что, что? Кот Васька просится на стрим. Разумеется. Я так скажу, что мне придется сегодня, кстати, с ним постримить, но это уже после. Я пойду к Маргиналу, знаете, у меня сейчас будет стрим с Маргиналом, там будет Кот Васька и вот так. Ежа, вот как вы относитесь к Руслану? Рассказывать, как сделать при помощи будильника и пирочинного ножа. Нет, знаете, господа, у нас будет даже более интересный, у нас будет такой стрим, ламповая атмосфера на тему мифы и как историки скрывают их. Ну, то есть я там должен присутствовать, потому что я там должен говорить, что я историк. Ну, наверное, что-то из серии РЕН-ТВ будет рассказывать. А, это, конечно, будет что-то из серии РЕН-ТВ, но меня просили там быть исключительно на вопрошающей стране, не на стране там просто. Дождите, а там же планировалась коллегия историков. Это будет потом, это потом, это не то. Так вот, Ежа, как вы относитесь к русским славянофилам? И вот после этого вопроса, я думаю, мы уже идем к завершению нашего стрима. Ну, к русским славянофилам я отношусь противоречиво, потому что там были разные люди с разными взглядами. Вот, но, скажем так, наименее одиозная часть русских славянофилов и наименее одиозная часть западников, мне кажется, по каким-то вопросам они вполне могли бы приходить к какому-то консенсусу во имя, собственно, будущего России, развития. То есть я, наверное, в этом вопросе против каких-то крайних взглядов, радикализма и всякого такого. Спасибо. Спасибо вам, уважаемые гости, уважаемые зрители. И спасибо всем, кто сегодня у нас провел этот чудесный вечер. Я даю вам право, наши уважаемые гости, две минуты, последние слова нашим зрителям, чтобы, может быть, склонить их на вашу сторону, сказать пару недовершенных фраз, обратиться к нашим зрителям, подписчикам. Прошу вас, начинайте, кто хочет. У вас пара минут на каждого. И потом мы начнем. Ну, Евгений, давай, все-таки начинал я, а... Окей, хорошо. Ну, мое пожелание очень простое, да, прежде всего я хотел бы сказать, выразить благодарность, собственно, всем нашим сегодняшним участникам и слушателям. Огромное спасибо, значит, Андрею, что он, в общем-то, согласился на эти дебаты. Огромное спасибо Николаю, который выступил в качестве посредника, потому что, я так понимаю, без него мы бы не договорились. Огромное спасибо нашим слушателям, которые сегодня на протяжении всех дебатов были с нами. Я надеюсь, в общем-то, их это заинтересовало. Я надеюсь, что они, может быть, какую-то новую информацию почерпнули для себя или какой-то повод для собственных размышлений, рассуждений. Вот, я надеюсь, что это было для них интересно и не просто интересно, но также еще и, значит, полезно, познавательно. И что я мог бы им пожелать, ну, думайте своей головой и не спешите какое-то учение, да, которое вам кажется, там, не знаю, научным, значит, очень важным, там, безусловно истинным. Не спешите его принимать просто на религиозную веру, развивайте в себе, значит, критическое восприятие действительности, учитесь ставить под сомнение какие-то незыблемые... Блядь, все, пошла какая-то хуйня, короче, типичная современная поебота. Думайте своей головой. Спасибо, я же прошу. Андрей? Ну что же, я присоединюсь тоже к благодарностям Николаю и благодарностям зрителям. Спасибо, что были с нами сегодня. И эти дебаты, по-хорошему, наверное, должны были состояться еще, там, года полтора-два назад. Но я счастлив, что эта история наконец-то разрешилась и что сегодня Евгений во всеуслышание сказал, что социализм таки возможен и успешный опыт его тоже возможен. Я постоянно это говорю на самом деле. Но сегодня ты прямо сказал об этом в нужный момент и в нужное время. Ну, в нужное время и при нужных обстоятельствах. И, соответственно, да, можно было после этого уже всю дискуссию сворачивать. Дискуссия вышла, на самом деле, как я и вначале говорил, в известной степени предсказываемой, но, тем не менее, интересной. Ну, что касается социализма. Вот тут... Ну, тема стрима поставлена неправильно. Это достаточно интересная вещь. Дело в том, что всякие диссиденты, главы корпораций, ну, просто люди, как бы, одурманенные. В 90-е годы думали, наблюдая слом советской системы, что вот все, советский эксперимент закончился, коммунизм канет в лето. Мне интересно, как Ежи Сармат мог победить, если по донатам, если по теме дебатов он проиграл изначально? И сам это признал. Буквально я проиграл, ребят, здравствуйте. А нет, выросло новое поколение, причем и в России, и в Соединенных Штатах, и во многих других странах мира, поколение, которое заново открывает для себя марксизм, которое заново переосмысляет советский опыт. Приветствую, по-моему. Ну, и хочет это использовать в дальнейшем в своей политической практике, да. И это закономерно, потому что капитализм, он порождает таких людей, в том числе таких людей, как я, он воспроизводит свои противоречия и заставляет с собой бороться. И внятная тут альтернатива, хоть Евгений и говорил, что не факт, что социализм сменит капитализм, но на данный момент внятная сформулированная альтернатива капитализму одна. Это социализм, ну и, соответственно, дальнейший, следующий за ним коммунизм. И третьего тут, ну, пока что не дано. И я думаю, что не будет дано в принципе. Вот поэтому социализм успешный и возможен, и, ну, в общем-то, я бы предлагал за это бороться. Спасибо. А я вслед хотел бы поблагодарить вас. Я благодарю вас за эти прекрасные дебаты, за то, что сегодня мы смогли, наконец, сдвинуть этот лед, наконец, смогли собраться все вместе, обсудить важные вопросы. И от меня вам большое спасибо. Поверьте, это как бы вещь, когда только два человека могут решить. Ни один, ни два, ни три. Большое спасибо вам за этот прекрасный вечер, за этот прекрасный стрим. Итак, самое время подводить наши итоги. Но я бы хотел сразу сказать, что, несмотря на все наши голосования, несмотря на все, что наши зрители сейчас донатили, донатили сейчас, мы ведем подсчет. Все же, морально, каждый из вас может интерпретировать наши голосования по-своему. Долгое время эти дебаты были, скажем, острыми. Вы иногда шли вместе, иногда шли порознь. Сейчас на ровно 14,31% Ежи Сармат выбивается вперед на данный момент. И поскольку наши дебаты сейчас закрываются, я счастлив объявить, что Ежи Сармат сегодня по голосованию наших зрителей больше всего симпатий нашей аудитории собрал. И я счастлив поздравить Ежи с этой победой в дебатах. Но победа, это довольно была непростая, поэтому я благодарю также Андрею. Вернуть ему избирательный ценз имущественный. Поэтому я и хотел бы поздравить вас обоих. Это было достижение для всех наций. Если вдруг у вас возникнет какое-нибудь желание повторить, я буду с удовольствием рад предоставить свое посредничество. Уважаемые зрители, если у вас еще остались вопросы, если у вас еще остались какие-то впечатления, можете оставить их в комментариях. Мы будем внимательно читать, следить за ними. Уважаемые гости, вы можете обратиться с последними словами уже после окончания подведения итогов наших дебатов к нашим зрителям. Прошу вас, это ваше время. Стоп! Подождите. А, у Рудова больше денег! Что? Он объявил, что Ежи победил, а у Рудова больше денег. Так, ну что, Андрей, наверное, ваша очередь. В смысле, блядь, у Рудова там больше бабла? Да, я единственное, с чем хотел бы обратиться к аудитории, это с призывом бороться за социалистическое будущее. Потому что никакие дебаты и никакие многословные речи не будут значить ровным счетом. Тупо Рудой победил, а объявили победителем Ежи. Там ничего без политического действия. Коммуниста поимели, реально у него там 52,95, а у Ежи 52,200. Что? России необходимо политическое действие, России необходимо. Тупо коммунист победил и даже не узнал об этом. Левая... Не, Росов просто рано зачитал победителя и начал уже читать победителя. Видимо, Рудому задонатили в последний момент буквально и вырвали его. Это зависимая политика и, соответственно, давайте ее формировать, давайте двигаться в этом направлении. Я бы хотел, Андрей, вам сообщить, что в самый последний момент такой интересный человек, как Красный Слон, еще проголосовал. И, конечно, пусть это будет не совсем, так сказать, корректно с моей стороны, не озвучить его донат, потому что он пришел и он изменил на сотый процент, но все же изменил перевес сейчас голосов в вашу пользу. Тем не менее, я хотел бы прочитать его комментарий, потому что по силам большой Красный Слон победа присуждается бойцу в красном углу. И вы... Я даже сейчас не могу сказать, на сколько процентов вы обгоняете друг друга, так что победила дружба между нами. Сейчас, в настоящий момент, победила пока что дружба. Ну, я понимаю, что, конечно, я могу быть предвзятым здесь, но теперь это не та сумма, которую можно в процентах делить, считать. Так что, да, на настоящий момент побеждает крепкая дружба. И я передаю слово Ежи, прошу. В смысле, блядь, крепкая дружба? Рудой, блядь, побеждает? Что происходит? 53... А, нет, сейчас Ежи побеждает. Сейчас побеждает Ежи. Сейчас побеждает Ежи, если что. Нет, сейчас уже Ежи побеждает. Да, это тот редкий случай, когда и коммунизм, и рыночек, они одновременно порешали. Вот. Так что, ну, в общем-то, я могу присоединиться к словам, собственно, моего оппонента. Потому что я считаю, что, да, политическое действие, оно важно. И я считаю, что не только там левая политика нужна современной России, но и последовательно правой политики тоже. Нет, нет, Ежи побеждает. Нужна, в общем-то, современной России, не только России, всем странам мира. И вот мой оппонент, он призвал бороться, значит, за социалистическое будущее, а я призову бороться против социалистического прошлого. Вот, чтобы совсем такая диалектика была у нас. Так что еще раз спасибо всем зрителям, участникам. Я получил массу удовольствия от этих дебатов. Большое вам спасибо, господа. Большое вам спасибо. Без вас этих дебатов не состоялось, хотя это настолько очевидная сентенция, что я ее не буду говорить. И без вас, уважаемые зрители, без вас, без вашей поддержки, без вашего участия, ничего бы не было. Спасибо вам большое, господа. Доброго вам всем вечера. Желаю вам отлично провести эти выходные. Желаю вам хорошо себя чувствовать. Да, Николай, меня интересует, кстати, судьба этих донатов. Я думаю, было бы справедливо, если бы все деньги, которые люди задонатили на Андрея, они бы пошли вот Андрею в Союз марксистов, а все деньги, которые задонатили на меня, было бы справедливо, если бы они пошли нам в People Action Party, на строительство меритократии. Давайте мы это обсудим после нашего прекрасного стрима. Я требую публичности в этом вопросе. Я согласен, давайте подумаем. Прирешаем калуарно. Я думаю, Андрей тоже не откажется от какой-то спонсорской помощи в адрес революционной партии. Возможно, возможно. Но мы с Николаем это обсудим, я думаю, что это дело. И с вами Ежи, и с Андреем мы обсудим, хорошо. Я не хочу, чтобы вы ушли обиженными. Как говорил император. Да я бы на месте Николая нахуй бы их послал. Короче, Ежи такой, я бы хотел, чтобы мне задонатили. Хорошо, хорошо, мы обсудим, и просто потом ребята перемещаются в бан неожиданно. В следующее мгновение люди такие, опачки, Ежи с арматой рудной в бане. Блядь, вот это было бы классно, это было бы шикарно. Стрим нормальный, хороший. Дело не в тем, как делать в конфетте. Я правильно набил консляцию, мне то, что бы хера денег накидали. А, ну тогда я же, в общем, скажите, сколько вам нужно, и в наших интересах вам это отдать. Нет, я на самом деле за то, чтобы все деньги, которые пришли Андрею, они пошли Андрею, а все деньги, которые пришли мне, они пошли мне. Я считаю справедливо, потому что смотрите, у вас три дана гола. Да-да-да-да, просто банно в скайпе, банно в скайпе и банно в странице ВКонтакте. На вас, и собственно эти деньги пойдут вам. Есть чисто на меня, они пойдут мне. Есть чисто на Андрея, они пойдут Андрею. По-моему, это все очень справедливо. Я думаю, что... Так, мы уже, кстати, отключились от стрима? Наши зрители, наш народ смотрит. Я просто думаю, что мелочные буржуазные моменты можно обсудить и не сейчас, для меня принципиально получение этой суммы. Мне сейчас нужно домашнее дело сделать. Уважаемые зрители, пусть не омрачат вас эти мелкобуржуазные склоки. И я желаю вам всего самого лучшего. Мы закончили на том, что я желал вам здоровья. И я желаю вам поменять свое мнение, поменять взгляд на мир, поменять свое ощущение. Желаю вам того, чтобы найти себя, найти себя в этой жизни. Большое спасибо вам за то, что вы смотрели на... А Росс всегда хуйню рандомную несет, когда речи начинают толкать. Мне просто интересно. Какая-то просто рандомная хуета из головы появляется здесь. Неожиданно. Я желаю вам счастья, здоровья, любви, короче, страсти, секса без остановки, короче. Великого будущего, прекрасного России. Как красиво, просто невероятно круто, замечательно. Он всегда так просто разговаривает, мне интересно. На таких мероприятиях. Прошу вас, поделитесь этой трансляцией с друзьями. Поделитесь ее с теми, кто вам дорог, кто вам невзразличен, кто вам интересен. Добрый вам всем вечер, господа. И спокойной ночи. Ну, мы закончили смотреть большое видео. Нормально. Ща, Жмилевский что-то высказал по этому поводу. Давайте узнаем, что думает Жмиль по этому поводу. Дебаты получились в принципе интересными. Охуеть просто. Ну, мне понравилось. Слушайте, аргументы в некоторых вопросах, на удивление, я не нашел какой-то прям существенной разности в мнениях. Хотя это было. Это правда. Понятно, что они будут над чем-то сходиться. По крайней мере на таком общем вопросе, как возможен ли успешный опыт социализма. То есть, понятно, что... Ну, тема дебатов поставлена неправильно. Так что в этом существует и такой дополнительный вопрос, что такое успешный опыт социализма. В чем наблюдается эта КПД. Там вроде был вообще не просто успешный опыт социализма, а вообще возможен ли социализм. Но то, что они оба сходились на это мнение, наверное, это заранее могло бы быть понятно. При этом тема должна быть переформулирована. Ну, должна была быть. При этом, ну, наверное, моя претензия могла бы быть только в том, что очень уж общий вопрос для самих дебатов они выбрали. Он уж очень общий. И тут можно... То есть, как Ежи критиковал Рудову, что растекаются мысли по Древу. Да, а как тут не растекаться мысли по Древу? Потому что тут об успешности, так называемой, не коммунизма даже, а социализма, можно говорить вообще все, что угодно. И про разные страны, и про Советский Союз. А, реально, успешный опыт социализма. Чего успешный? В общем, много было аргументов у Ежи очень... В любом случае, Ежи согласен в том, что опыт был успешный, он возможен. Точных в плане того, что... Я это таковым не считаю, этот вопрос некорректен. То есть, не приходилось даже затрачивать какие-то усилия для того, чтобы отвечать. Ну, это конек для Ежи Сармата. И тут, я не скажу, что он как-то проигрышно выглядел. У Андрея Рудова здесь, смотрите, поменялись некоторые позиции по социализму, ой, не социализму, а по деятельности социализма, деятельности коммунистов. Вроде даже не особо поменялись, я не знаю. То есть, он постоянно намекал на то, что... В общем, он не то, чтобы поддерживает все тейки Сталина, все там убийства, репрессии. И в других странах. То есть, вот он теперь про геноцид немного по-другому заговорил. При этом все равно действия, например, в Советском Союзе ни в какие эпизоды его существования геноциду даже близко не пытается приравнять, сравнять. Хотя... Возможно ли успешный опыт скептицизма? Вот он. Я не на лысину, если что, показал на себя. Хотя, если по определению с, например, массовой высылкой людей или переселением людей, в результате которого они умирают, ну... Также причисляется по геноциду армия. Он изменил свое мнение, где на дебатах с погромом вообще отказался отвечать, что что там геноцидить можно по-разному, что такое. Он ответил, тут все-таки признает это. Учитывая, что не признавать это в принципе глупо. Хотя есть люди, которые не признают это, но считают, что это не доказано. Так вот... Поэтому по итогу я бы сказал, что... Я бы не сказал, что здесь Ежи Сармат прям выиграл. Потому что сама тема... Не знаю, а что там вообще выигрывать-то в этой теме? Есть такое. Кстати, согласен с Жмелевским, тема плохая. Ну... Многое упирается в тему, и все, наверное, ожидали, что Ежи Сармат будет доказывать, что успешный опыт социализма невозможен. Ежи не стал этого доказывать. Где здесь можно аргументационно задавить своего оппонента? Тут в основном шла такая политфилософия с точки зрения отношения марксизма. Вот и отношения к марксизму. И того, какие принципы марксизма исполнялись в Советском Союзе, у Красных Кмеров, у... там, я не знаю, капиталистических даже стран в некоторой степени. То, что сам социализм является переходной стадией и временной. Не, ну, Сергей, я, например, постулирую, что Ежи Сармат проиграл, просто буквально, по факту. Потому что ни хера не готовился. Рудой, наоборот же, подготовился и, на мой взгляд, победил. Ну, буквально, реально, на несколько голов выше Ежи выступил. Хотя при подготовке Ежи мог бы выступить значительно лучше. И при этом... Поэтому тут можно так растечься мыслью по древу. И в этом, скорее, проблема не Рудова и не Ежи Сармата уж точно. А тема, на которой сошлись. Ну, то, что они сошлись на этой теме, это абсолютно их собственная позиция. Так что я бы здесь, знаете, не отдал бы победу ни тому, ни другому. Потому что я не вижу, по каким критериям можно было бы победить. Ну, если по критериям кто кого больше затроллил, то Ежи Сармат. Ну, да. Но проблема в том, что на дебатах тот, кто больше кого затроллил, тот... хуже. Буквально хуже. Ежи Сармат, окей. Но... Я бы такой критерий на дебатах если бы и брал то, как не основной. Так что в целом никому бы никому бы победу здесь не отдал. Ну, кроме одного человека. Как Кагуя Саму. Вот, Лавы Звар. Результат сегодняшних дебатов победа Николая Росова. Да, Росов пиздец как победил, считаю, тоже. Николай Росов как человек с... ну, не самым крупным каналом, который смог договориться с такими непримиримыми заочными соперниками. есть такое. Как Ежи Сармат и Андрей Рудой смог договориться, чтобы они пришли на канал Николая и даже дебатировали по принципу победитель тот, у кого больше денег, то есть уговорил на такой принцип еще Андрея Рудова, что вывелось к разговорам о том, кто сколько после этого всего получит. То есть тут, вне зависимости от того, там, получит, не получит, там, финансово или морально здесь очевидный плюс у Николая Росова и в этом плане он очень и очень большой молодец, поэтому могу поаплодировать. Поблагодарить Николая Росова за то, что впервые на моей памяти вот в интернете Лучше бы Росов говорил Шадова с Панчином попанчить, вот это было бы круто. Два непримиримых заочных противника. Эти со времен дебатов того же Рудова с Погромом и дебатов Семина с Ватаадмином подобный контент вот уже в таком дистанционном, но зато но зато сразу же и общедоступном формате выложил. Еще раз большое ему за это спасибо. Вот у нас тоже голосование прошло, по итогам нашего голосования на Твиче победил Ежа Сармат. Ну окей. Дебат Дебат Добавил субтитры DimaTorzok